Джеймс Гринвуд. «Маленький оборвыш». Повесть. Ленинград. Издательство «Детская литература». 1967 год. Часть первая. Мачеха. Я сирота. Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Вскоре отец женился снова. Мачеха была злющая, ленивая и хитрая женщина. Звали ее Миссис Берг. Она заставляла меня работать весь день, нянчить ее малыша, носить из колодца воду, убирать комнату, бегать в лавку и очень худо кормила меня. Отец давал ей каждое утро деньги на еду. Она тратила их на водку, потому что была пьяницей и без водки не могла прожить ни одного дня. Чтобы не догадался отец, куда она тратит деньги, она посылала меня к мяснику купить на грош несколько негодных старых костей и говорила отцу, будто это остатки от наших обедов. Отец возвращался с работы поздно вечером. Он служил продавцом у одного богатого зеленщика на базаре и очень уставал за целый день. Ему всегда была приготовлена к ужину горячая пища, а так как часто с самого утра у меня не было во рту ничего, кроме корки хлеба, мне сильно хотелось получить хоть кусочек мяса. Но мачеха чуть бывало заметит, что отец дает мне что-нибудь со своей тарелки, сейчас же начинает бессовестно лгать. Ах, милый Джемс, пожалуйста, не кормите мальчишку, он право объесться и заболеет, ужасный обжора. Сегодня за обедом я три раза накладывала ему такие огромные порции вареной баранины, что хватило бы ей богу на троих. — Какие негодяи! — кричал отец. — Вертится тут у стола, да смотрит мне в рот, точно не ел целый месяц. Ступай спать, пока я не отхлестал тебя розгой. Я ложился спать с пустым желудком, не смея произнести ни слова в свое оправдание. Однажды к мачехе пришла в гости какая-то женщина, и они вместе пропили все деньги, оставленные отцом на обед и на ужин. Когда гостья ушла, мачеха, немного протрезвившись, поняла, что ей не сдобровать, ведь отец будет сильно сердиться, если узнает, что она оставила семью без еды. Кроме того, надо было откуда-нибудь достать денег отцу на ужин. Но откуда? Она стала плакать и причитать самым жалобным голосом. — Бедная я несчастная, что же мне делать? — рыдала она. — Скоро придет твой папаша, голубчик Джимми, а из чего я приготовлю ему ужин? У меня нет денег, чтобы купить ему мясо, и он изобьет меня до смерти, несчастная я, бедная женщина. Ее слезы тронули меня, и сердце мое растаяло от нежного слова «голубчик». Я постарался утешить ее и спросил, не могу ли я чем-нибудь помочь ей. — Это ты только говоришь, Джимми, — сказала она, — а думаешь совсем другое. Да и правда, ты не можешь меня жалеть. Я всегда дурно обращалась с тобой. Ох, только бы миновала эта беда, я пальцем тебя больше не трону. Смиренное раскаяние мачехи еще сильнее растрогало меня. — Скажите только, чем вам помочь? Я сделаю все, что хотите, — жаром уверял я ее. — Помочь-то мне, конечно, можно, милый Джимми, только мне стыдно обращаться к тебе с этой просьбой. Вот тебе, голубчик, полтора центра, трать их как хочешь. Щедрость миссис Берг ошеломила меня, и я стал еще больше упрашивать ее, чтобы она откровенно сказала, чем же я могу ей помочь. — Да видишь ли, душенька, сладким голосом проговорила она, — ты мог бы сказать, папаше, будто я дала тебе денег и послала тебя в аптеку купить для твоей маленькой сестренки лекарства, и будто ты потеряла эти деньги. Ведь это не трудно, голубчик Джимми. — А если отец поколотит меня? — Не поколотит, не бойся, ведь я буду тут. Я скажу отцу, что на тебя налетел какой-то верзила огромного роста, выхватил у тебя деньги и убежал, так что ты ни в чем не виноват. Отец не станет тебя бить, будь уверен. А теперь поди, погуляй, купи себе что хочешь на свои полтора пенса. Я с радостью исполнил ее просьбу, но на душе у меня было неспокойно. Весь вечер я прослонялся на улице, я нарочно не спешил возвращаться домой, чтобы мачеха успела рассказать отцу историю о потерянных деньгах. Когда я вошел, отец стоял у дверей с ремнем в руке. — Иди-ка сюда, негодяй! — вскричал он, хватая меня за ухо. — Куда ты девал мои деньги? Говори сейчас! Я потерял их. Папа проговорил я в страхе и умоляющими глазами посмотрел на миссис Берг. Я ожидал, что она вступится за меня. — Потерял? Где же это ты их потерял? — Шел в аптеку за лекарством для Полли, а большой мальчишка наскочил на меня и вышиб их у меня из рук. — И ты думаешь, я поверю твоим росказням? — вскричал отец, бледный от гнева. Меня не особенно удивило недоверие отца, но я был просто поражен, когда мачеха вдруг проговорила. Такой же глупой выдумкой он хотел обмануть и меня. А спросите-ка у него, Джеймс, где он шатался весь вечер и отчего у него на переднике жирные пятна. На переднике у меня были вправду пятна от жирного пирожка, которым я полакомился за свои полтора пенса. — Вор! — закричал отец. — Ты украл у меня деньги, чтобы объедаться с ластями. — Конечно, конечно, так оно и было, я уверена, — сказала подлая женщина. — И я советовала бы вам, милый Джеймс, задать ему хорошую порку. Она стояла тут и глядела, как отец стягает меня до крови толстым ремнем. Насколько было возможно, я прокричал ему всю правду о деньгах, но он не слушал меня и бил, пока рука у него не устала. После порки меня заперли в темном чулане и оставили там до ночи. О, как я возненавидел мачеху! Я был так взбешен, что почти не чувствовал боли от кровавых рубцов. Отец слепо верил этой лукавой обманщице и требовал, чтобы я любил ее, как родную мать. Раз вечером он пришел вместе с каким-то молодым человеком и послал меня за бутылкой рома. Когда я принес ром, гость наполнил стакан и стал пить за здоровье отца и мачехи и пожелал им всякого счастья. Меня это нисколько не интересовало, и я уже собирался уйти вон из комнаты, когда отец остановил меня. — Пади сюда, Джеймс, — сказал он. — Видишь ты, кто сидит здесь на стуле? — Конечно, вижу, — отвечал я. — Это моя мачеха, миссис Берг. — Не смей называть ее мачехой, она тебе не мачеха! — крикнул отец. — А кто же она? — Она тебе мама! Вот как ты должен называть ее! И ты должен любить ее, как родную мать! Пади и поцелуй ее сию же минуту! Услышав эти слова, я заплакал. — Скажите, пожалуйста, чего этот негодяй хнычит? — закричал отец. — Оставь его, друг мой, — вмешалась мачеха. — Он ужасно упрямый мальчишка. — Я заплакал еще сильнее, потому что я очень любил мою покойную мать, и мне было больно называть скверную, уживую женщину-матерью. Отец рассердился и ударил кулаком по столу. — Полно! — Не нападайте на мальчугана, — сказал гость. — Сколько ему лет, Джеймс? — обратился он к отцу. — Седьмой год. — Э-э-э, так ему, пожалуй, скоро придется самому себе хлеб зарабатывать. — Еще бы, еще бы давно пора, — затороторила мачеха. Вон какой большой мальчишка, пора зарабатывать деньги, довольно бездельничать. — Да ведь он и так работает, — недовольным голосом заметил отец. — Он целые дни нянчит Полли. — Ну уж работа! Сидит себе с милой крошкой на руках, а то бросит ее да играет с мальчишками. — А я вам скажу, — решительным голосом произнес гость, — что нет хуже на свете работы, как нянчить ребенка. Меня самого заставляли заниматься этим делом, но я бросил его при первой возможности, хотя мне после этого пришлось взяться просто за собачий лай. При этих словах добрый гость сунул мне тихонько в руку Пенни. Мне ужасно хотелось скорее улизнуть, чтобы прокутить свои деньги, и я перестал обращать внимание на разговоры больших. Однако слова молодого человека о лае крепко запали мне в ум. Я гораздо охотнее стал бы лаять по собачьи, чем нянчиться с ребенком. Но кому мог понадобиться мой лай? Я видал иногда, как пастух гонял гуртый овец, а мальчишки помогали ему загонять стада, и при этом лаяли и визжали по собачьи. Но я никогда не воображал, чтобы за такое дело платили деньги. Зачем пастуху нанимать мальчишек для лая? Ему дешевле стоило бы содержать настоящую собаку, рассуждал я. Однако гость сказал, что лучше лаять, чем нянчить ребенка. А он еще не знал, как худо мне живется, как мало заботится обо мне отец, как мучает меня злая мачеха. Ему было неприятно нянчить ребенка, а для меня это настоящая пытка. Часть вторая. Новые мучения. Бегство. Малютка Полли не давала мне покоя даже ночью. Ее укладывали в мою постель очень рано, и когда я ложился спать, я всеми силами старался не шуметь, чтобы она не проснулась. Если это удавалось, я мог спать спокойно часа три-четыре. Но во втором часу ночи девочка начинала кричать во все горло, ее ничем нельзя было унять. Она требовала, чтобы ей дали поесть. Около нашей постели всегда была приготовлена пища, кусок хлеба с маслом и кувшин молока. Девочка молчала, пока ела, но по ночам аппетит у нее был очень большой, и быстро истребив всю еду, она опять принимала скричать. Ни просьбы, ни ласки, ни песни не могли успокоить ее. — Мама, мама, мама! — орала она во все горло, так, чтобы было слышно на другом конце улицы. Я напрягал все силы, чтобы утихомирить ее. — Полли, не хочешь ли пойти прогуляться? — спрашивал я ее. Иногда, особенно в светлые лунные ночи, она соглашалась. Мы, конечно, не могли уйти из дому, но Полли не понимала этого. Мы с ней одевались, как будто и в самом деле были намерены выйти на прогулку. Я надевал на нее шляпку мачехи, накидывал ей на плечи свою куртку. Мой костюм для гуляния состоял просто из старой меховой шапки отца, хранившейся под нашим тюфиком. Когда мы были одеты, я говорил голосом мачехи, — Джимми, погуляй с Полли, покажи ей лавку с леденцами. Я отвечал своим голосом, — Мы уже одеты, сейчас идем. Затем мы отправлялись на прогулку, но никак не могли найти дверь. В этом и заключалась вся игра. Нам нужно было выйти на улицу, чтобы купить леденцов, а мы не могли добраться до двери. Большая шляпа, надвинутая на глаза Полли, отлично помогала мне в этом случае. Часто Полли, просидев таким образом у меня на руках с полчаса, засыпала, и я осторожно укладывал ее в постель. Случалось, и это было хуже всего, что она совсем не хотела идти гулять. Напрасно обещал ей леденцов, напрасно я лаял, мяукал, изображал индюков, поросят и цыплят. Она ничего не слушала, ни на что не смотрела, и громким голосом требовала леп. Словом «леп» она называла хлеб с маслом, и это слово она с криком повторяла в ответ на все мои увещания. За стеной раздавался стук, это мачеха колотила палкой в стену. «Что ты там делаешь с бедной крошкой, разбойник? Она просит леп. Так что же, ты не можешь встать ей и подать ей лентяй?» «Да нечего подавать, она все съела. Как все съела? Ах ты, лгунишка! Ты, верно, опять принялся за свои гадкие штуки? Сам слопал всю еду бедной малютки. Сейчас же успокой ее, не выводи меня из терпения, не то худо тебе будет, негодяй». Я знал, что мне в самом деле сильно достанется, и начинал со слезами упрашивать Полю, чтобы она замолчала. Не тут-то было. Заслышав голос матери, она принималась кричать пуще прежнего. Дрожа от страха, я слышал шаги в соседней комнате, скрип дверной ручки, и вот взбешенная мачеха в одной рубашке и ночном чипце врывалась в комнату. Не говоря ни слова, она бросалась на меня и начинала меня колотить. Она прижимала мою голову к подушке, так что я не мог даже кричать. Отец не знал, что она со мной выделывает. Она все время повторяла громким голосом, что «отколотит меня, если я еще раз съем то, что приготовлено для ребенка». «Да что ты, стращаешь его попусту!» — кричал отец из другой комнаты. «Дай ему хорошенько обжоре поганому!» «Да уж и мое терпение скоро лопнет!» — говорила мачеха. «Смотри же ты, негодяй!» Затем она возвращалась в комнату и говорила отцу. «Лучше обойтись без побоев, Джемс. Побоями мало хорошего можно сделать из ребенка». Удивительно, что после потасовки, заданной мне, Полли обыкновенно свертывалась клубочком и засыпала, как ни в чем не бывало. Оттого отец думал, что я и в самом деле могу успокоить ее, когда захочу. Раз я не вытерпел и стал жаловаться на мачеху. «Нисколько я тебя не жалею!» — отвечал отец. «Такого упрямого негодяя надо бы еще не так учить». «Ну, — сказал я, — недолго ей надо мною потешаться. Вырасту большой, я ей покажу». Отец посмотрел на меня и засмеялся. «Если бы я был большой, — продолжал я, ободренный его смехом, — я бы ей нос расшиб, я бы ей ноги перебил. Я ее ненавижу!» Полно глупости болтать остановил меня отец. «Она вам все время лжет! У меня минутки нет свободной, я должен все время возиться с Полли». «Эх, это важность присмотреть за ребенком! Другие мальчишки в твои годы умеют сами деньги зарабатывать». «И мне бы хотелось работать, папа!» «Хотелось бы работать. Работу надо искать, она сама к людям не приходит. Вон, когда я иду на рынок, часа в четыре утра, а ты еще спишь, я встречаю мальчишек вдвое меньше тебя. Заработают себе пень и другой, ну и поедят, а нет, так и сидят голодные. «У меня нет ни порядочных штанов, ни чулок, ни сапог, папа. Как же я пойду искать работу?» «Глупец! Ты думаешь, для работы нужен шикарный костюм? У каждого из тех мальчуганов только и есть что одна рубашонка на теле, а дело делают не хуже других. Носят рыбу, корзины с картофелем, стерегут лотки и тележки с товаром. А тебе нужно идти на работу в белой манишке да в лайковых перчатках». Отец с презрением отвернулся от меня и ушел. С каждым днем мачеха все больше мучила меня. Особенно плохо стало после того, как отец, придя однажды с работы домой, увидел, что она валяется пьяная, и отколотил ее до смерти. С тех пор мачеха совсем перестала заботиться о моем пропитании. Я умер бы с голоду, если бы не наша соседка, старая прачка миссис Лингшип. Миссис Лингшип с давнего времени знала мою мать и всегда хвалила ее. «Она была слишком хороша для твоего отца, а он слишком хорош для этой пройдохи из Карри-де-Берг», — говорила она. Я обыкновенно поверял миссис Лингшип в все свои огорчения. Она зазывала меня к себе на кухню и кормила остатками обеда. Иногда она брала к себе Полли и нянчила с ней, пока я играл часок-другой. Я спросила у миссис Лингшип, что такое лаятель. Она объяснила мне, что так называют мальчишку, которого нанимает разносчик, чтобы тот возил по улицам тележку с товаром, да подзывал покупателей. «А какой был самый маленький лаятель, какого вы видали?» — полюбопытствовал я. «Какой? Да я видела таких, что придутся тебе по плечо. Тут рост последнее дело, главное — зычный и музыкальный голос». Миссис Лингшип долго толковала, как много значит для продавца умение громким и приятным голосом выкрикивать свой товар. Она говорила, что каждую вещь следует выкрикивать особенным голосом. Продавцы угля кричат «так», а продавцы молока «вот этак». С той минуты меня стал мучить вопрос, есть ли у меня музыкальный голос. Мачеха моя любила петь. Я научился у нее нескольким песням и часто напевал их, как будто неплохо. Но кто знает, может быть, мой голос, хороший для песен, окажется никуда не годным для криков о рыбе или о каких-нибудь фруктах. Мне во что бы то ни стало, хотелось избавиться от колотушек мачехи, и я не мог придумать другого средства, как сделаться лаятелем. Я несколько раз пытался кричать, подражая то тому, то другому разносчику, но не мог решить, хорошо я кричу или худо. Раз, сидя на лестнице и держа на руках крошку Полли, я так задумался, что малютка выпала у меня из рук и с криком покатилась по ступенькам. Миссис Дерк услыхала ее крик и налетела на меня с быстротой молнии, не слушая моих объяснений, даже не подняв ребенка с полу, она схватила меня за волосы и стукнула несколько раз головой о стену. Она хотела взять меня за ухо, но я увернулся, и она до крови расцарапала мне щеку. Потом она принялась бить меня кулаками и защемила мой нос между пальцами. Боль привела меня в бешенство. Я вырвался и укусил ее за палец. Она вскрикнула от боли и отпустила меня. Воспользовавшись этим, я бросился от нее в сторону и помчался со всех ног по нашему переулку. Часть третья. Вечер на Смитфилдском рынке. Мне угрожает серьезная опасность. Не знаю, преследовала ли меня миссис Берг. Я бежал по мостовой и ни разу не оглянулся. Врачка миссис Вингшип увидела меня, и догадавшись по моему перепуганному лицу, что я бегу от большой опасности, крикнула мне, «Беги, Джимми, беги скорее, чтобы тебя не догнали!» И с переулка я побежал по Цернмиловской улице и повернул к Смитфилдскому рынку. Я понимал, что на открытом месте миссис Берг легко может догнать меня, а в закоулках вокруг рыночной площади ей меня не найти. Рыночная площадь была пуста. Я хорошо знал эту площадь, так как мне случалось не раз играть на ней с мальчишками. Я сбежал на ступеньки какой-то закрытой ловчонки и осмотрелся кругом. Миссис Берг не было видно нигде. Я запыхался от сильного бега. Я ревел от боли и злости. Слезы мои смешивались с кровью царапин, проведенных по моему лицу ногтями миссис Берг. Волосы у меня были всплокочены, шапки не было, босые ноги были в грязи, куртка покрыта дырами и заплатами. Вот в каком виде сидел я на ступеньках свиного ряда в теплый майский вечер. Первые полчаса мои мысли были заняты одним. Я все боялся, что миссис Берг притаилась где-нибудь в углу и вдруг набросится на меня. Я беспрестанно осматривался по сторонам и пугливо прислушивался к каждому шороху. Время шло, а моего врага нигде не было видно. Мало-помалу я успокоился и, услыхав, что пробило четыре часа, начал серьезно раздумывать, что мне делать. Идти домой? Нет, невозможно. Она убьет меня. Теперь она может делать со мной все, что захочет. Она покажет отцу свой укушенный палец и что я скажу в свое оправдание? Я укусил ее, это было гадко. Кроме того, я уронил крошку Полли. Мне велели сидеть смирно и держать ее крепко у себя на коленях, а я выпустил ее из рук. Она ушиблась и, может быть, очень сильно. Бедная Полли. Когда она упала, она начала страшно кричать. Может быть, у нее переломаны кости. Может быть, мачеха от того и не погналась за мной. Нет, нечего и думать о возвращении домой. Но куда же мне деться? На улице темнело, начали зажигать фонари. Сидеть в свином ряду было жутко. Я пробрался в другой ряд и там опять сел, стараясь обдумать свое положение. Стало совсем темно. Мне все больше хотелось есть. Я стал думать, что со мной случится, если я вернусь домой. Я припоминал самые сильные потасовки, которые мне когда-либо задавали, и старался представить себе, вынес ли я такое наказание. Вдруг кто-то дотронулся до моей руки, и, подняв глаза, я увидел перед собой какого-то человека, который протянул мне два тенса. Ах ты, заморашка, — ласково сказал он, — возьми и купи себе хлеба. Прежде чем я успел опомниться от удивления, прохожий исчез в темноте. Я даже не поблагодарил его и не знал, радоваться ли мне полученным деньгам. Зачем он мне сказал просто, вот тебе два тенса? Меня многие называли заморашкой, и это не оскорбляло меня. Но зачем он велел мне купить хлеба, как будто я нищий? Чтобы поддержать свое достоинство, я закричал громким, здоровым голосом в ту сторону, куда прошел добрый человек. Не стану я покупать хлеба, куплю, чего вздумается. Я пошел с твердым желанием сделать назло человеку, подавшему мне милостыню. Я решительно отвертывался от булочных, попадавшихся мне на дороге, и старался думать только о лакомствах. Так я дошел до небольшой ловчонки, где продавалось варенье. На каждой банке была надпись с обозначением цены. Особенно соблазнительную показалась мне одна банка с вареньем из слив. На банке было написано «18 пенсов за фунт». Я стал считать по пальцам и нашел, что две унции этого варенья будут стоить два пенса и один фартинг. Одного фартинга у меня, правда, не хватало, но все равно я могу спросить себе просто на два пенса варенья. Два пенса — деньги хорошие, это не то, что какие-нибудь полпенса. «Варенья на два пенса!» — повторил я себе самому и твердыми шагами пошел к дверям лавки. Но едва ступил я на порог, как получил удар по уху. «Убирайся прочь!» — крикнула старуха-хозяйка. «Я уже минут десять слежу за тобой, дрянной воришка!» И с этими словами она захлопнула дверь. Я был страшно раздосадован. Я бросился на улицу за камнем и хотел разбить окна этой поганой ловчонки. Но в эту минуту до меня донесся такой заманчивый запах, что гнев мой сейчас же исчез. Запах выходил из соседней закусочной. Должно быть, там только что вынули из печи гороховый пудинг и масляные лепешки. Что было бы со мной, если бы я подошел к дверям закусочной, уже истратив свои два пенса на жалкую каплю варенья? Не колеблясь ни минуты, я вошел в закусочную и купил себе ужин. Одну масляную лепешку, кусок горохового пудинга на пол пенса и на пол пенса печеного картофеля. Мне хотелось тотчас же приняться за ужин, но я слыхал, что на свете есть злые люди, которые подстерегают беззащитных детей и обирают их. Поэтому я завернул свой ужин в капустный лист, спрятал его за пазуху куртки, вернулся в свиной ряд и там с величайшим наслаждением съел все до последней крошки. Не скажу, чтобы я был вполне сыт. Нет, я мог бы съесть втрое больше, но все-таки ужин несколько утолил мой голод. Мысли мои опять перенеслись к маленькой Полли. Каково-то ей теперь. Она не могла разговаривать со мной, но я видел, что ей очень неприятно, когда я плачу. Всякий раз, когда миссис Берг колотила меня, маленькая Полли обвивала мою шею ручонками и нежно целовала меня. Не стало так тяжело, что я решил пойти домой или хоть побродить около нашего пиулка, пока кто-нибудь из соседей не расскажет мне, что делается у нас и сживали маленькое Полли. Было уже совсем темно, и по дороге от Смитвиловского рынка мне встретилось мало прохожих. Я шел очень осторожно, осматриваясь по сторонам и прятался в подворотне, когда мне казалось, что навстречу идет кто-нибудь похожий на отца или на миссис Берг. Но страхи мои оказались излишними, и я безопасно прошел уже половину Термиловской улицы. Вдруг, не доходя шагов тридцати до нашего переулка, я наткнулся на одного из моих приятелей, Джерри Пеппа, мальчика годами тремя-четырьмя старше меня. Впрочем, не я наткнулся на него, а он на меня. Он бежал через улицу прямо ко мне и обнял меня обеими руками, как будто необыкновенно обрадовался мне. — Джим, милый друг! — крикнул он. — Куда ты идешь? — Сам не знаю, Джерри, — отвечал я. — Хотелось мне сходить домой и посмотреть. — Разве ты не был дома? Не был с самого утра, с тех пор, как убежал? — Да, я целый день пробыл на улице. — Что там у нас делается, Джерри? Не видел ли ты нынче вечером маленькой Полли? Пепп не ответил ни слова. — Если ты не был дома, так иди туда скорее, сейчас же, — сказал он, схватывая меня за ворот и толкая по направлению к нашему переулку. — Пойдем, пойдем! Поведение Джерри показалось мне подозрительным. — Я пойду домой, когда вздумается, — сказал я и сел на мостовую. — Тебе нечего толкать меня, Пепп? — Я тебя толкаю. Вот выдумал, с какой стати мне тебя толкать. Ты же сам сказал, что идешь домой. Стоит ли делать тебе одолжение? — Какое одолжение, Джерри? — Какое? Очень простое какое. Там в переулке все ревмя ревут о тебе, и отец, и мачеха, и Полли, даже слушать жалко. Ужинать без тебя не хотят садиться, а у них к ужину приготовлен огромный мясной пудинг с картофелем. Я и думаю, они тут убиваются, ждут своего любимого Джимми, а Джимми шатается по улицам, боится вернуться домой. Пойду-ка скажу ему, что бояться нечего. Вот и пошел. А ты околачиваешься тут на мостовой и думаешь, что я тебе вру. Я посмотрел прямо в лицо Джерри, и при свете газового фонаря лицо его показалось мне таким честным, что я перестал сомневаться. Все обо мне плачут. Все с любовью говорят обо мне. Мясной пудинг стынет из-за меня. Я почувствовал угрызение совести. — Джерри, ты это правду говоришь? — скричал я, вскакивая на ноги. — Ты уверен, что это правда? Потому что ведь ты знаешь, как мне плохо придется, если ты сказал неправду. Ты знаешь, как она бьет меня и таскает за волосы. — Чего там неправду? Все воют по тебе, а отец хуже всех. Да если ты мне не веришь, войди в переулок, его голос слышен уже возле дома Вингшип. Он повесится, готов от горя. А понял ли, что она здорова? Не сломала ли она себе какой-нибудь кости, когда я уронил ее с лестницы? Не разбила ли носа в кровь? Не скачала ли у нее на голове шишка? — О, вот ты чего боишься, — весело сказал Джерри. Она совсем, совсем здорова. Когда ее подняли, она смеялась от радости. Ее схватили и понесли к доктору. — Как? Зачем же к доктору, Джерри? Ведь ты говоришь, она не ушиблась. — Да разве я сказал к доктору? — проговорил Пеп, отворачиваясь от меня в смущении. — Сказал, сказал Пеп. Ты сказал, что ее понесли к доктору. — Ну, так ведь я не сказал зачем. Я только сказал, что когда ее подняли, она хохотала. Ну, она так сильно хохотала, что они даже испугались. Подумали, не больна ли она. И снесли ее к доктору. Совершенно успокоенный и утешенный этим объяснением, я радостно подскакивая опустился к нашему переулку. — Джерри шел рядом со мной, — весело болтая. Мы уже были в нескольких шагах от переулка, как вдруг к нам подскочил еще один мальчик, с которым я тоже встречался на улице, и схватил меня за руку. — Поймали, поймали, — закричал он. — Ведь пополам, Джерри, пополам, не правда ли? — Но нет, — скричал Джерри, схватывая меня за другую руку. — Не стану я делиться с тобой. Я за ним гоняюсь с той самой минуты, как его отец воротился домой. Я первый поймал его. — А я тебе говорю пополам, — сказал другой мальчик, крепко сжимая мне руку. — Я следил за вами с тех пор, как вы встретились. Без меня тебе не дотащить его до дому. Нечего болтать пустяки. Ведем его. — Ступай прочь, Джемс Баллизет. Что сказал? Кто первый его поймает и приведет домой, тому Шиллинг. А о втором он ничего не говорил. — Ну-ну, помалкивай, — сказал другой мальчик. Он был сильнее Джерри. — Иди же, иди. Эти последние слова относились ко мне. С тобой-то я делиться не стану. Тебя отец изобьет до полусмерти, как только ты вернешься к нему. Не помня себя от страха, я выскользнул у них из рук и упал на мостовую, крича во все горло, что скорее умру, чем сделаю еще хоть шаг к нашему переулку. Так как я был босой, я не мог очень сильно легаться, но все-таки довольно удачно отбился от своих неприятелей. Оба мальчика были в отчаянии. Бесчестный изменник Джерри побледнел от злости. Хотя он был отъявленный трус, но тут на него вдруг нашел припадок храбрости. Он повернулся к своему противнику и со всего размаху ударил его кулаком по лицу. Мальчик стоял секунду неподвижно, ошеломленный ударом, и пристально смотрел на Джерри, потирая ушибленный нос. Потом вдруг одним прыжком бросился на Джерри, повалил его на землю и принялся колотить изо всех сил. «Пока они дерутся, мне надо спасаться!» — сообразил я, вскочил на ноги и с быстротой молнии пустился бежать, пока мои противники били друг друга, валяясь в грязи среди улицы. Часть четвертая Я пробую лаять, мои новые знакомые. Я побежал назад в ту сторону, откуда пришел, и снова очутился в Смитфилде, в той части рынка, где провел большую часть дня. Никто не гнался за мной, и на базаре было еще темнее и тише, чем полчаса назад, когда я ушел оттуда. Теперь я уже знал, что возвратиться домой — безумие. Из разговоров между Джерри Пеппом и его приятелем я понял, что и отец, и миссис Берг страшно злы на меня. Отцу так хотелось расправиться со мной поскорее, что он даже обещал целый шиллинг тому, кто меня поймает. Для него это были большие деньги. На шиллинг он мог купить себе три кружки пива. Но если я не вернусь домой, что же мне делать? Где я буду спать? До сих пор я всегда спал на кровати. Кровать была худая, но все же то была кровать. А теперь? Неужели мне ночевать здесь, где я сижу? Впрочем, почему бы не так? Я хорошо поужинал, а ночь не особенно холодная. Одну ночь можно переспать и здесь. Свернусь в уголке, да и засну. Светает тебе жана, и тогда... Тогда? Что же я буду делать тогда? Прежде чем ложиться спать, соображу, за какую работу взяться, и завтра с утра поищу себе занятий. За какую же работу мне взяться? Конечно, за лаяние. Пойду завтра на какой-нибудь рынок, высмотрю там разносчика подобрее и предложу ему свои услуги. А что, если голос мой окажется недостаточно звонким? Надо попробовать. Было еще не поздно, всего десятый час, и я удалился на самую середину свиного ряда, чтобы начать там свои упражнения. Какие цветы и плоды я буду продавать? Из цветов вернее всего, что левкои. Теперь их много покупают. «Левкои, свежие, душистые, левкои!» Мой голос показался мне довольно громким, но все-таки выходило не так, как у настоящих разносчиков. Надо было побольше протянуть на «Ой!» Попробуем еще раз. «Левкои, свежие, душистые, левкои!» Так было гораздо лучше. Я с четверть часа ходил зад и вперед по темному ряду и громко торговал левкоями. Я кричал «Хоп-хоп!» воображаемому ослу, перевозившему кордины с цветами, и почтительно обращался к воображаемому хозяину за мелочью. Выучившись вполне удовлетворительно продавать левкои, я принялся за землянику. Оказалось, что выкрикивать землянику труднее. «Земляника! Сладкая! Земляника! Сочная! Кубите землянику!» Кричал я на разные голоса, и все не мог попасть в тон. Наконец, после множества повторений, Я наловчился выкрикивать «Землянику!» Как будто бы совсем хорошо. Тут я заметил, что за углом склада притаились два мальчика. Мне сейчас же представилось, что это Джерри Пеп и его противник, что, окончив свою битву, они согласились действовать против меня сообща. В ту минуту, когда я повернулся к ним, Один из них выскочил из засады и схватил меня за волосы. «Земляника! Сладкая! Земляника! Сочная!» Закричал он, передразнивая меня и дергая за волосы при каждом слове. «Чего ты тут кричишь? Как ты смеешь поднимать шум на базаре, Когда тебе давно пора лежать у себя на кровати, а?» Он подражал голосу и жестам грозного полицейского, Хотя он прибольно таскал меня за волосы, Но, повернувшись к нему, я почувствовал радость. «Это не Джерри Пеп и не его соперник, Это другие мальчишки, значит, они не потащат меня домой». «Слышишь, мальчик!» — продолжал шутить мой полицейский. «Иди сейчас домой, не то я сведу тебя в часть». «Сами вы идите домой!» — отвечал я, вырываясь из его рук. «Что вы ко мне пристали?» «Мы то идем домой!» — отозвался другой мальчик, Смеявшийся над проделкой товарища. «Мы были в театре, а теперь идем к себе домой!» Потом, обращаясь к своему спутнику, прибавил. «Пойдем, в самом деле, Молди!» «Этак и к ночи мы не доберемся до Вестминстера». Вестминстер — аристократический район Лондона. Я несколько раз бывал с отцом на рынке Ковендгарден и знал, что рынок находится или в самом Вестминстере, или где-то поблизости. Но дороги туда я не мог найти и решил расспросить мальчишек. «В какой части Вестминстера вы живете?» «Конечно, в самой лучшей!» «А близко от вас Ковендгарден?» «До театра Ковендгарден?» — спросил Молди. «Помилуйте, в нашей коляске минуты две езды, и мы с Рипстоном всегда берем себе там ложу, правда, ведь с Рипстоном». «Полно тебе болтать чепуху!» — остановил его Рипстон. «Мы живем, правда, близко и от рынка Ковендгарден и от театра. Живем в Дельфах. А ты, мальчиган?» «Не все ли равно, где я живу?» — подумал я. «В Ковендгардене я найду себе такой же удобный ночлег, как и в Смитфилде. Если я пойду туда с этими мальчиками, они покажут мне дорогу, и завтра я вовремя буду на месте». «Пойдемте?» — сказал я уже поздно. «Да ты куда идешь?» — с удивлением спросил Молди. «Я иду с вами», — смело отвечал я. «Да ведь мы идем в Дельфы, и я туда же». «Разве ты живешь в арках?» «В каких арках? Вы сказали, в Дельфах?» «Ну да, Дельфы или арки — это все равно». «Ах, я не знал. Да я и не мог знать. Я ведь никогда там не бывал». «Никогда не бывал? Ты же сказал, что живешь там». «Нет, я нигде не живу. У меня нет никакого жилья». «Ну уж, это пустяки!» — вскричал Молди. «У всякого человека есть квартира. Где же твое старое жилье?» «Где мое жилье?» «Мне не хотелось рассказывать этим незнакомым мальчишкам про все свои дела, но они пристали ко мне с расспросами, и я не мог больше скрывать от них, что я бездомный бродяга. Впрочем, им кажется не опасно открыться. Они, по-видимому, живут сами по себе, и, может быть, даже помогут мне найти работу». «А вы обещаете, что не выдадите меня, если я вам все расскажу?» — спросил я. Они торжественно заверили меня, что не способны на такую низость. «Ну вот, видите, я жил дома с отцом, там и спал до сегодняшней ночи. И ты убежал, и не хочешь возвращаться домой? Никогда не возвращусь. Мне нельзя возвратиться», — с убеждением отвечал я. «Понимаю», — сказал Молди. «Ты что же такое там стибрил?» «Как стибрил?» «Ну, да стащил. Тебя поймали или тебе удалось улизнуть?» «Как поймали?» «Я ничего не украл. Я просто бежал от того, что меня там били». Мальчики недоверчиво переглянулись. «И неужели ты в самом деле только от того убежал, что тебя били?» — спросил Рипстон. «Только. Если бы вам задавали такого трезвону, вы не говорили бы «только». А тебе давали там обедать и все такое?» «Давали?» «И у тебя была настоящая постель с одеялом, с подушкой?» «Конечно?» «Каково?» «Он еще говорит «конечно», — скричал Рипстон. «И неужели ты думаешь, мы поверим тебе, будто ты бросил все и еду, и постель, и убежал из дому только от того, что тебя били? Ты просто лгунишка». «Или набитый дурак», — решительно сказал Моуди. «Не верьте мне, если не хотите», — проговорил я. «Только я сказал вам сущую правду». «Что же, может, оно и так», — заметил Рипстон. «На свете случаются странные вещи. Только вот я тебе что скажу, мальчик. Кто бежит из хорошей квартиры да от хорошей еды только потому, что его бьют, того и стоит оставить без квартиры и без еды, чтобы он понял, какие это хорошие вещи». «Пусть бы меня бил кто-нибудь с утра до вечера», — заявил Моуди. «Только бы дал мне еду и жилье». «Ну, ему это было бы невыгодно, Моуди», — смеясь отвечал его товарищ. «Нет, я не верю, что этот мальчишка убежал от побоев. Он, должно быть, обокрал или поджег кого-нибудь, только не хочет признаться, боится, что мы его выдадим. Оно и понятно, ведь он нас не знает». Разговаривая таким образом, мы шли вперед очень быстро. Впрочем, нам приходилось часто останавливаться, так как у Моуди то и дело падли с ног огромные его башмаки. Мы проходили по таким темным, извилистым переулкам, каких я в жизни не видывал. Даже днем путешествия по этим узким, мрачным переулкам не могло быть приятно, а теперь была ночь, темная ночь. Я чувствовала, что каждый шаг удаляет меня от дома. Моя домашняя жизнь была очень горька, но все-таки, по словам моих спутников, я был дурак, что бросил ее. Слезы выступили у меня на глазах. Мы шли все дальше и, наконец, очутились в широкой улице, ярко освещенной газом. Часть пятая. Арки. Было уже поздно, около одиннадцати часов, но на улице толпилось множество народа. Нас толкали на каждом шагу, и мы с трудом пробирались вперед. «Идем скорее», — заметил Рипстон, оборачиваясь ко мне, «теперь уже недалеко». Эти слова обрадовали меня. Когда мы вышли на широкую светлую улицу, я подумала, в каком прекрасном месте живут мои спутники и с каким удовольствием я и сам поселился бы здесь. Но затем меня взяло раздумье. Они сказали, что идут домой, в свое жилище, а меня с собой и не звали. Пожалуй, они войдут в тот дом, где живут, а меня оставят среди улицы. Слова Рипстона «теперь уж недалеко», ободрили меня. Я решил, что, значит, они приглашают меня к себе. Вдруг оба мои спутника исчезли. Куда они девались? Может быть, я обогнал их, сам того не замечая? Я поворотил назад, громко кличая их по имени. Никто не отвечал. Я побежал опять вперед, изо всех сил крикнул «Рипстон!» Нет ответа. Отчаяние опять овладело мною. Может быть, мальчишки нарочно сыграли со мной эту злую шутку, им не хотелось идти со мной, и они бросили меня среди улицы. Может быть, они завели меня совсем не туда, где находится Ковенд-Гарден, и я от него еще дальше, чем был до встречи с ними? Все эти мысли были так печальны, что я не мог совладать со своим горем. Я прислонился к фонарному столбу и заплакал. Вдруг я услышал знакомый голос. «Смитфилд, где же ты?» Меня не звали Смитфилдом, но так называлось то место, где меня встретили мои товарищи, и они не знали моего настоящего имени, прозвали меня так. Голос услышанный мною был голос Моулди. Я в этом не сомневался. «Я здесь», — отвечал я. «А вы где?» «Мы здесь. Разве ты не видишь?» Я не видел никого. Голос выходил, словно из-под земли. Рядом с теми лавками, перед которыми я теперь очутился, тянулась невысокая стена. В стене возле самой земли были проделаны круглые дыры, которые вели куда-то вглубь. Не оттуда ли доносился ко мне этот голос? Вдруг кто-то схватил меня за руку. «Это ты, Моулди?» — спросил я. «Конечно я!» — нетерпеливо отвечал он. «Иди же, если хочешь идти». И Моулди вел меня в одну из этих круглых пещер, которые были в стене. В лицо мне пахнуло сырым и холодным воздухом. Вокруг было так темно, что за два шага ничего нельзя было разобрать. Пройдя несколько шагов в том ужасном проходе, который, как звериная нора, шел вглубь, я почувствовал такой страх, что принужден был остановиться. «Вы здесь живете, Моулди?» — спросил я. «Здесь, внизу!» — отвечал он. «Надо еще немножко спуститься. Идем, чего ты боишься?» «Да здесь так темно, Моулди!» «Ты верно привык спать на пуховиках, а мы не так избалованы. Идем, не то, пусти мою руку, не задерживай меня!» Я изо всех сил уцепился за его руку. Я не знал, что делать. Он, должно быть, почувствовал, как дрожит моя рука. «Полно! Чего тут бояться, малыш!» — сказал он почти ласково. «Пойдем скорее. Там мы найдем фургон или повозку и охапку соломы. Будет на чем прилечь». Я пошел с ним дальше в темный сырой проход. Проход этот так круто спускался вниз и был такой скользкий, что будь я в башмаках, я, наверное, раз в десять упал бы. Я старался ободрить себя, думая о том, как недурно будет в конце этого прохода найти повозку с соломой, о которой говорил Молди, и улечься на ней. Какой добрый мальчик, Молди! Он так гостеприимно предлагает мне разделить с ним постель. Мы спускались все ниже и ниже, а ветер, дувший нам в лицо, становился все холоднее. Наконец мы догнали Рипстона. Он заворчал на нас, что мы так замешкались, и предсказывал, что теперь не найдется ни одного пустого фургона. «Куда мы пойдем?» спросил я несмело. «Куда ведет эта дорога?» «В реку, если идти все прямо», — смеясь отвечал Рипстон. «Чего ты его пугаешь?» — добродушно вмешался Молди. «Да, Смитфилд, дорога ведет в реку, если идти все прямо, но мы не пойдем прямо, мы свернем в сторону». Я не помнил себя от страха и шел вперед, потому что, если бы я вздумал воротиться, я не нашел бы дороги. Кругом было по-прежнему темно. Молди вел меня за руку, а Рипстон шел сзади, напевая какую-то веселую песенку. Мы свернули в сторону и спустились вниз по лестнице. Дойдя до самой нижней ступени, Молди сказал, «Ну вот мы и пришли. Рип, возьми его за другую руку, а то он наткнется на что-нибудь и разобьет себе голову». «Поднимай ноги», — смеет Филд, — посоветовал мне Рипстон. «Да если наступишь на что-нибудь теплое, мягкое, не думай, что это муфта. Не дрогай, и то, пожалуй, укусит». «Кто укусит?» — боязливо спросил я, раскаиваясь, что не остался ночевать в свином ряду. «Кто? Крыса?» — отвечал Рипстон, видимо, наслаждаясь моим страхом. «Тут бегают громадные крысы с добрую кошку величиной». «Полно болтать пустяки, иди вперед», — остановил товарища Молди. «Куда мы попали?» «Темно и страшно. От кирпичных стен валит густой пар. Это видно при мерцающем цвете сальных агарков, рассеянных там и сям. Один из таких агарков прилажен к стене на старом ноже со штопором, шагах в двадцати от лестницы, по которой мы спустились. Цвет его падает на грязного оборванного старика, который чинит башмак. Старик сидит на перевернутой рыбной корзине. Рабочими инструментами ему служат старая столовая вилка и кусок бечевки. Провертив вилкой дыру в подметке, старик придвигает развалившийся башмак поближе к агарку, чтобы лучше разглядеть, куда попасть с бечевкой. На носу у него очки, или, лучше сказать, медная оправа с одним стеклышком. Руки у него дрожат так, что даже высмотрев дырку, он не сразу может попасть с нее бечевкой. Агарок, освещающий старика, бросает свет на передок повозки, в которой сидят какие-то мальчики и кидают комки грязи в свечу старого сапожника. Комок грязи попал старику в лоб. — А-а-а! Смотри, Смитфилд! — засмеялся Молди. — Вот здорово! По делам старику! — Отчего по делам? Что он им сделал? — спросил я. — Ой, он такой скупердяй! — отвечал Молди. У него, говорят, зарыто под этими камнями много денег, много золота и драгоценных камней. — Эх, хорошо бы нам найти их! В эту минуту метко пущенный комок грязи вышиб башмак из рук старика, едва только ему удалось продеть бечевку сквозь дырочку. Теперь он ползал на четвереньках, отыскивая на полу башмак. С повозки, в которой сидели мальчишки, раздался дружный хохот. — Деточки, дайте мне, пожалуйста, кончить работу, — просил старик. Мне осталось сделать стежков шесть-семь, и я отдам вам свою свечку. Можете тогда играть в карты или во что хотите. — А ты нам спой, дядя, песню, — раздался голос из повозки. — Тогда мы не будем тебя трогать. Старик запел дрожащим голосом, стараясь воспользоваться перемирием, чтобы кончить работу. Когда он пропел первый куплет и дошел до припева, мальчики хором подтянули ему. В эту самую минуту ловко пущенный комок грязи совершенно залепил одинокое стеклышко на очках старика. Другой комок погасил свечку и свалил ее на пол. В повозке поднялся смех еще громче прежнего. — Идем, — сказал Молди, — нечего нам тут стоять. Наш фургон там, в заднем конце. Крепко держась за Молди, я последовала за своими товарищами. Оба они, видимо, совершенно привыкли к этому месту, а неловко пробирались вперед между тем, как я беспрестанно натыкался на оглобли повозок, которые трудно было различить в темноте. Одна только свеча бедного старика могла сколько-нибудь освещать пространство. Все остальные огарки были окружены толпами мальчишек и взрослых, которые, присев на сыром полу и на клочках соломы, играли в карты, курили трубки и ругались самыми гадкими словами. Наконец мы остановились. — Стой, Смитфилд, вот наш фургон, — сказал Молди. Я ничего не видел, но слышал, что Молди лезет по спицам колеса. — Ну что, каково там? — спросил Рипстон. — Отлично! — отвечал Молди с фургона. — Ну, полезай, — сказал мне Рипстон. — Становись на колесо, я тебя подсажу. — Он действительно подсадил меня, да так энергично, что я упал на четвереньки на дно повозки. — Ты сказал? — Отлично! — проворчал Рипстон, так же влезая в повозку. — А соломы тут и нет. — Не крошки! — подтвердил Молди. — Я так и знал, — продолжал ворчать Рипстон. — Я как только ступил на колесо, так сейчас почувствовал, что в этой повозке возили сегодня уголь. — А ты бы, — заметил Молди, — написал перевозчику, чтобы он перестал возить уголь, занялся перевозкой мебели, да оставлял бы всякий вечер хорошую охапку соломы, и не то мы переменим квартиру. — Это еще ничего, что соломы нет, — проговорил Рипстон. — Главное неприятно, что проклятая угольная пыль постоянно лезет в нос и в рот. — Ну, так тебе здесь нравится, Смитфилд? — Мы здесь ляжем спать? — Это и есть наша квартира. Милости просим, будьте как дома, — любезно проговорил Молди. — А где же ваша постель? — Ведь есть же у вас постель. — Еще бы! Перина, набитая лучшим пухом, и целая куча подушек и простынь. У нас все есть только вот беда, не знаю, куда все это девалось. И Молди принялся шарить по повозке, как будто отыскивая пропавшую вещь. — Эй, — сказал он, — толкуй ты нам о постелях, вот наша постель. И он стукнул каблуком о край повозки. — Жесткая она тебе кажется, так полезай вниз, там много мягкой грязи. — Не слушай его, Смитфилд, — заметил Рипстон. — Сегодня здесь хуже, чем всегда, потому что нет соломы. А когда есть солома, здесь очень хорошо. Придешь сюда, эдак в холодную ночь, думаешь, какой я несчастный, опять будешь спать на голых досках. Вдруг смотришь в повозке целый ворох славной сухой соломы, в которую хоть с головой зарывайся. И при воспоминании об этой роскоши Рипстон причмокнул языком так аппетитно, точно хлебнул ложку горячего вкусного супу. — А вам не холодно, когда вы раздеваетесь? — спросил я. — Не знаю, — коротко ответил Рипстон. — Никогда не пробовал. — Я раздевался в последний раз, в прошлом году, в августе, — сказал Моуди. — Однако пора спать, давай ложиться. Кто будет подушкой? — Смитвилд. Хочешь ты? Я был до того несчастен, что мне казалось все равно, чем не быть, и потому я согласился. — Да ты, может, не хочешь? Ты так и скажи, не стесняйся, — заметил Рипстон. — Ведь это как кто любит. Одному нравится, чтобы было мягко, другому, чтобы тепло. Тебе что лучше? — Я люблю, чтобы мне было и тепло, и мягко, — со слезами отвечал я. — Ишь как, и то, и другое, — усмехнулся Моуди. — Ну, слушай, хочешь быть подушкой, так полезай сюда и не хнычь. Нам, плакс, не нужно. Напрасно мы взяли тебя. Я поспешил уверить Моуди, что плачу, потому что не могу удержаться от слез, но что я готов быть подушкой, если он мне покажет, как это делается. Тут нечего показывать, — отвечал Моуди, смягчившись. Подушка тот, кто ложится так, что другие кладут на него голову. Ему от них тепло, а им мягко. Это и просто, и удобно. — Ну, прочь дороги, я буду подушкой, — вскричал Рипстон, и лег в конце повозки. — Ложитесь. — Ложись, как я, Смитфилд сказал Моуди, укладываясь в пасть. Но подражать его примеру было довольно трудно. Он захватил для себя все туловище Рипстона, а мне предоставил одни ноги. Роптать было бесполезно, и я постарался устроиться кое-как. — Ты хочешь спать, Рип? — спросил Моуди после нескольких минут молчания. — Хочу, а ты? — Я никогда не могу спать после таких сражений. Представь себе, что на твой корабль наскакивают трое пиратов, а на тебе всего рубашка, штаны, да два ножа и никакого другого оружия. — Да, славные штуки представляют в театре, — проговорил Рипстон сонным голосом. — Спокойной ночи. Опять наступило молчание, и опять Моуди прервал его. — Ты спишь, Рип? Рип? — Ну уж, другой раз не заманишь меня в подушке, если будешь так болтать, — сердит отозвался Рипстон. Чего тебе надо? — Странный ты человек. Ты не любишь лежать и разговаривать о том, что видел. — Из-за этой-то глупости ты меня разбудил? — Я хотел только спросить у тебя, как ты думаешь, разбойники бросили в колодец настоящее тело? — Конечно, я видел руки сквозь дырку в мешке, — насмешливо отвечал Рипстон. — И ты думаешь, там был настоящий глубокий колодец? — Еще бы, конечно. — А я не слышал, как плеснула вода, — настаивал Моуди. — Ты плохо слушал. Колодец-то ведь глубокий, сразу не услышишь. А я услышал уже через три минуты. Моуди замолчал, но он дышал очень тяжело. Видно было, что ему хотелось поговорить. Он попробовал покликать Рипстона, но тот вместо ответа громко захрапел. Он обратился ко мне, но мне не хотелось разговаривать, и я притворился, что сплю. А на самом деле мне не спалось. Прижавшись мокрой от слез щекой к коленям Рипстона, я думал о своем прошлом, о бегстве из дому и о том, что ожидает меня в будущем. Лучше бы я выдержал потасовку миссис Берг. Лучше бы я вернулся домой, когда Джерри Пепс схватил меня. Отец отстегал бы меня ремнем, но теперь все было бы уже кончено. А я лежал бы в теплой постели и воюкал бы маленькую Полли. Конечно, боль от побоев еще не прошла бы, но в эту минуту я готов был вынести всякое мучение, только бы меня перенесли в наш переулок, в дом номер девятнадцать, и просили бы мне все мои прегрешения. Бедная маленькая Полли. Я не мог думать о ней без слез. Она не выходила у меня из головы. Может быть, она убилась о каменной ступени лестницы и теперь лежит в комнате одна без движения, мертвая? Эта последняя мысль была так ужасна, что остановила мои слезы. Я вспомнил свою мать, вспомнил тот вечер, когда она умерла, и тот день, когда ее похоронили. Вдруг послышались тяжелые шаги. Подростки и мальчишки, игравшие в карты, бросили к фургонам. Кричат уши свечи, идут крючки. Я знал, что крючками называют полицейских, и мне вдруг стало страшно. Наверное, миссис Берг донесла полиция о моем побеге, и теперь меня разыскивают. Зачем я не лег подушкой? Тогда бы меня не видно было из-под других. Шаги приближались. Трое полицейских подошли к нашему фургону. Я задрожал всем телом, и на лице у меня выступил холодный пот. Один из полицейских вскочил на колесо и осветил наш фургон ярким светом фонаря. Вот он соскочил вниз, и я вздохнул свободнее. Они ушли все трое, разговаривая о своих делах, и шум их шагов слышался все слабее и слабее. Мало-помалу все звуки стихли, кроме храпа спящих и писка крыс. Я заснул. Часть шестая Товарищество Рипстон Молди и Компани Я спал крепким сном, когда подушка вывернулась из-под меня, и голова моя ударилась одно по воске. Я протер глаза и заметил, что Молди уже встал. Кругом было полутемно. Мне казалось, что полицейский осветил нас фонарем всего минут пять тому назад. Я чувствовал себя усталым и измученным, как будто совсем не спал, и потому без дальних рассуждений опять свернулся в углу, подложив себе руку под голову. Чего же ты, Смитфилд, — скричал Рипстон, — поворачивайся, разве ты намерен целый день сидеть здесь? — Да теперь еще ночь, — проворчал я. — Какой же день, когда так темно? — Глупости ты, Мелеш, вставай и смотри, как светло. Солнце уже взошло. Полезай сюда, сам увидишь. Кругом было темно, но там, куда указывал Рипстон, видно было что-то с первого взгляда похожее на блестящий серебряный шар. Присмотревшись лучше, я понял, что это просто круглое отверстие, в которое врываются солнечные лучи. Через это светлое отверстие видна была река, подернутая мелкою рябью и сверкавшая под лучами солнца. Виден был клочок голубого неба и нагруженная сеном барка, медленно двигавшаяся по течению. — Пойдем, — сказал я, перекидывая ногу за борт нашей фуры, — пойдем туда, где светит солнце. Чего нам сидеть в темноте? — Всякий идет, куда ему дорога, — ворчливо ответил Молди. — Иди туда, если хочется. — А вы с Рипстоном разве не пойдете? — Мы пойдем туда, куда всегда ходим, в Колленд Гарден. Что нам делать около реки? — Может быть, он идет собирать кости, — заметил Рипстон. — Хорошее дело получать по медному грошу за фунт, да еще когда наберешь этот фунт, а угольчики поколотят. — Подумают, что ты перешел на берег воровать уголь. Ты за костями, что ли, Смитфилд? — Нет, я этого дела не знаю. — Так что же ты думаешь делать? — Мне все равно. Лишь бы заработать на хлеб. Я думала взяться за лаянье. Ведь это хорошо, а? Об мальчика переглянулись и засмеялись. — Чего это ты вздумал? — спросил Молди. — Разве ты уж у кого-нибудь лаял? — Нет, я так только пробовал, учился. Помните, вчера на рынке. — В самом деле? Э-э-э, да у тебя славный голос. — Мне было очень приятно слышать эту похвалу. — Значит, ты думаешь, — спросил я у Молди, — мне удастся найти себе хозяина и заработать на хлеб? — Хозяина ты, может быть, найдешь, — отвечал Молди. А уж насчет хлеба... Он сделал выразительный жест. — Мы попробовали это дело. Да и другие мальчишки пробовали. Ничего в нем хорошего нет, правда, Рип? — Еще бы, — подтвердил Рипстон. — Что за жизнь? Встаешь поутру, еще совсем темно. Веди тележку на базар, потом присматривай за тележкой, пока хозяин закупает товар. Если он торгует овощами, надо их мыть и раскладывать, а потом шляться целый день по улицам и кричать. — Вечером, — подхватил Молди, — весь товар сложат в одну корзину, и опять надо бегать с ним да надрывать себе глотку, пока не погаснут свечи во всех домах. И за это все, что ты получишь, только что покормят. — И кормят-то не всегда, — прибавил Рипстон. Все это очень огорчило меня. Я надеялся сделать слоителем, и эта надежда заставила меня бросить отцовский дом и потом идти за Рипстоном и Молди к Оленгардену. А вот теперь оказывается, что другие мальчишки уже пробовали это дело и бросили, так как оно оказалось невыгодным. — Чем же вы добываете себе хлеб? — спросил я у своих товарищей. — Чем добываем? — разными разностями, — отвечал Молди. В это время мы все трое шли по тому узкому проходу, через который вошли вчера ночью. — Мы глядим в оба, и что попало, то и хватаем, — пояснил Рипстон. — Значит, у вас ничего нет определенного? — Э, нам нельзя быть разборчивыми, — сказал Молди. — Иной раз так хорошо, что сидим себе, да поедаем жареную свинину, а другой раз куска хлеба не достанем. — Как, когда повезет. И никогда не знаем, когда подвернется счастье. Вот хоть, например, вчера вечером целый день не добыли ничего, ни завтракали, ни обедали, ни ели, ни крошки. Нашли в сорной куче несколько кочерыжек капусты, вот себе и вся наша еда. Молди уж рукой махнул, говорит, «Пойдем подарки спать, что тут шляться?» А я говорю, «Попробуем еще немного, если ничего не будет, пойдем». Только что я это сказал, вдруг слышим, кто-то кричит, «Эй!» Видим, стоит джентльмен, хочет нанять карету. Молди побежал, привел ему карету, джентльмен дал шесть пенсов, да извозчик один пенс. Вот мы и разбогатели, пять пенсов проели, а за два сходили в театр. Мы часто бываем в театре. А ты когда-нибудь видел представление, Смитфилд? Ну, только в Балагане. О, это совсем не то. Мы ходим в настоящий театр, где дают славные пьесы. Капитан-вампир, смерть разбойника, пираты пустыни, окровавленный бандит. В это время мы вышли на набережную. Там было очень тихо, на часах только что пробило пять. Молди остановил нас. Слушай, сказал он мне, прежде чем идти дальше, ты должен решить, пойдешь ты вниз к реке или в Колленд-Гарден со мной и Рипстоном. Да я бы лучше с вами пошел, если бы вы позволили. Чего тут позволять? Всякий может идти куда хочет. Ты, главное, придумай, за какую работу возьмешься. Я не знаю никакой работы. Я совсем один. Я не знаю, за что взяться, отвечал я. Я бы хотел идти с вами, чтобы вы меня научили. Да ты как хочешь, спросил Рипстон. Работать сам по себе или идти с нами в долю? Я бы лучше хотел идти к вам в долю. С радостью ухватился я за выгодное предложение. Ну, хорошо. Так ты и во всем должен быть с нами в долю, сказал Рипстон. С нами и работать, и есть, и жить. Конечно. Значит, ты пойдешь с нами и будешь делать то же, что и мы, сказал Моуди. Все, что найдешь, все, что получишь, все будешь делить с нами поровну. Ничего не истратишь без нас. Еще бы. Я знаю, что это нехорошо. И если тебя поймает полиция, ты не выдашь нас, чтобы самому вывернуться из беды. Конечно, не выдам. Я на все соглашался, хотя не вполне понимал, чего от меня требовали. Ты будешь нам верным товарищем, не струсишь, не изменишь? Никогда. Ну, так по рукам, мои товарищи. Пойдем и примемся сейчас же за работу. Судьба моя была решена. Целый день и целую ночь меня не было дома. Теперь я и думать не смела о возвращении домой. Кроме того, жизнь, которую вели мои новые товарищи, казалась мне гораздо приятнее моей домашней жизни. Их никто не бил. Они делали, что хотели. Ели иногда свинину, которую мне никогда не давала миссис Берг, и даже ходили в театр. Наконец, мы пришли к Ковенгардену и стали ходить по окраинам базара, где нагружались тележки и тачки. Я уже хотел спросить, когда же начнется наша работа, как друг Рипстон отбежал от нас и кинулся к человеку, стоявшему с поднятым пальцем подли груды салата. — Куда он пошел? — спросил я. — На работу, — объяснил мне Молди. Ты видел этого человека, что стоял с поднятым пальцем? Это значит, ему нужен мальчик. Если бы он поднял два пальца, значит, работа для взрослого. Рипстонова работа даст нам кофе. Если мы с тобой что-нибудь добудем, мы купим булок. И то кофе без хлеба — плохой завтрак. Ты смотри в оба, Смитфилд. Я смотрел во все стороны, но никто не поднимал пальца. Минут через двадцать мы подошли к кофейной недалеко от базара. Туда же пришел и Рипстон. Он заработал полтора пенса, и мы решили, не ожидая, пока добудем себе на хлеб, тотчас же напиться кофе. В кофейной нам дали по чашке слабого, но очень горячего кофе. Выпив его, мы почувствовали себя гораздо бодрее и пошли опять искать работу. Наши поиски на этот раз оказались бесплодными. Мы исходили овощной рынок вдоль и поперек. Мы побывали во всех закоулках фруктового базара, но работы себе не нашли никакую. Я не унывал, видя, что Рипстоны молодые, спокойные и весело прохаживаются взад и вперед, немал не огорчаясь. Часов в десять утра мы оставили базар и пошли глухими улицами и задворками к Дрирлейну. — Ну что, — Смитфилд спросил у меня Моулди, — нравится тебе быть с нами вдоль? — Нравится, — отвечал я, — только жалко, что сегодня у нас было так мало удачи. — Ну, не особенно мало, — заметил Рипстон. — Тебе, кажется, Смитфилд было очень хорошо. Я принял это за шутку и отвечал, смеясь, — конечно, мне везде хорошо, так же, как и вам. Весело и беззаботно шли мы по улицам до входа в какой-то грязный переулок. Здесь товарищи мои остановились. — Ну, Смитфилд, — сказал Моулди, — выкладывай. — Что такое выкладывать? — с удивлением спросил я. — Все, что у тебя есть, — сказал Рипстон, — тот старик, с которым мы ведем дела, живет здесь. Я решительно не понимал, чего хотят от меня мои товарищи. Моулди принялся обыскивать меня и обшавил все мои карманы. Когда он убедился, что они пусты, в лицо его выразила сильнейшую ярость. — Вот так товарищ у нас! — скричал он, обращаясь к Рипстону. — Славный товарищ, нечего сказать. — Да в чем дело? — спросил Рипстон. — У него нет ничего, решительно ничего. Хоть бы какая дрянная луковица. — И это ты называешь быть нашим товарищем? — с укором обратился ко мне Рипстон. — Хорош, гусь, нечего сказать. — Что же мне было делать, — оправдывался я, — если я нигде не мог найти работу? Ведь вы знали, что денег у меня нет. Да если бы и были, я скорее купил бы хлеба, чем луку. Я никогда в жизни не видал такого сердитого лица, какое было в ту минуту у Моулди. Выслушав мои объяснения, Моулди с гневом накинулся на меня. Гнев его был так силен, что он не мог произнести ни слова. Рипстон засмеялся. — Но не злись так, Моулди, — сказал он. Смитфилд еще глуп. — Смотри сюда, Смитфилд. С этими словами он вынул из кармана своей куртки семь отличных яблок. Затем показал мне карманы штанов. Карманы оказались набитые орехами. — Зачем же ты купил столько яблок и орехов? — спросил я. — Зачем? — Чтобы перепродать их с лихвой. Я ведь торгую этим товаром. — Да когда же ты покупал? Я не видел. — И тот торговец, у которого я покупал, тоже не видел. Он в это время занимался с другими покупателями, и я не хотел отрывать его от дела. Понимаешь? Я начинал понимать, и мне становилось страшно. Я боялся даже высказать свои догадки, чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения. — Э-э-э, что с ним толковать, — скричал Моулди. Он не понимает твоих намеков. Смотри сюда, Смитфилд. Видишь эти яблоки и орехи, которые добыл Рипстон? Ну, он стащил их, украл, понимаешь? Теперь смотри сюда. Вот это украл я, и очень жалко, что мне не удалось стащить побольше. Теперь мы идем в этот переулок продавать свою воровскую добычу, получим деньги и купим себе побольше еды. Грубое признание Моулди поразило меня. — Ну чего же хныкать? — насмешливо вскричал он. — Неужели ты воображал, что мы благородные, благонравные, благочестивые мальчики? — У тебя есть семья, — сказал Рипстон. — Ты можешь вернуться домой, когда хочешь. Ты ведь не обязан есть тот пудинг, который мы купим себе, потому что этот пудинг достался нам нечестным путем. Иди, добывай себе хлеб, как знаешь. С этими словами они отвернулись от меня и вошли в переулок, оставив меня одного. Я стоял на улице и должен был, как сказал Рипстон, добывать себе хлеб. Я мог убежать домой. Дороги туда я не знал, это верно, но я мог расспросить прохожих. Вполне честный мальчик не побоялся бы никаких трудностей, лишений, тревог. А разве я не был честен? Правда, я всю ночь провел с ворами и утром позавтракал с ними. Но разве мне не было стыдно? Разве краска не бросалась мне в лицо при одной мысли об этом? Отчего же я не шел домой? Чего я ждал? Это может спросить только тот, кто не испытал, что такое голод. Страшный голод, терзающий несчастного мальчика, который не ел почти ничего накануне, а поутру проглотил всего одну чашечку жидкого кофе без булки. Страшный голод, от которого все тело дрожит мелкой дрожью, цепенеют руки и ноги. Мысль, что Моуди, Рипстон, воры, была ужасна. Но не менее ужасен был голод. Рипстон сказал, что я могу не есть их пудинга, если не захочу. Значит, если захочу, они дадут мне поесть. И какой это должно быть вкусный пудинг. Я его знаю. Его делают из муки, из свиного сала, из чего-то еще необыкновенно сытного. Он такой горячий, что греет руки, пока не положишь в рот последнего куска. Его обыкновенно режут большими-большими кусками. И каждый кусок величиной с кирпич. Кусок такого огромного, горячего, вкусного пудинга носился у меня перед глазами, когда я увидел, что Рипстон и Моуди возвращаются из переулка. Я спрятался за фуру с мешками муки и следил за ними. «Ну вот, весело», — говорил Рипстон, — «наконец-то мы можем позавтракать». «Да, славные денежки дал нам старик за яблоки и орехи», — ответил Моуди, весело подбрасывая, ловя на лету, пять или шесть пенсовых монет. «Но куда же запропастился Смит? Надо позвать его». Рипстон свистнул, но я прижался плотно к колесу, и они прошли мимо, не заметив меня. Я перешел дорогу и стал следить за ними. «Вот и лавка Блинкенса. Зайдем и купим себе две порции пудинга, Рипп. Пускай этот дурачина Смит голодает, если ему нравится». Моуди вошел в лавку и через несколько секунд вышел оттуда, неся на широком капустном листе целую груду того самого пудинга, о котором я мечтал. «Щедесно пахнет», — сказал Рипстон, вдыхая душистый пар, распространявшийся вокруг. Я перешел на ту сторону улицы и пошел за ними. Я был довольно далеко, однако мог ясно видеть, как Рипстон взял один из больших кусков, поднес его ко рту и откусил от него чуть не половину. Я подходил к ним все ближе и ближе, наконец так близко, что мог слышать, как они жуют. Я слышал, как Рипстон вдыхал и выдыхал воздух, чтобы остудить забранный в рот слишком горячий кусок. Когда он поворачивал голову, я даже видел удофольствие, сиявшее у него в глазах. Когда они начали есть на капустном листе, было всего пять кусков. Теперь каждый из них уже доедал по второму. — Люблю я пудинги Бленкенса, — сказал Рипстон. — В них так много салым. — Верно, — отвечал облизываясь Моуди. — Они все равно, что с мясом. — Мне уж, пожалуй, и довольно, — заметил Рипстон. — Пудинг такой сытный. — Конечно, не ешь насильно, — засмеялся Моуди. Я один справлюсь с последним куском. — Я не мог выдержать. — Моуди, — сказал я, положив руку к нему на плечо, — дай мне кусочек. — А, это ты! — вскричал Моуди, увидев меня. — Верно, бегал домой, посмотреть не примут ли назад. До тебя выгнали. — Или, может, ходил на базар и сообщил наши имена полицейским? — спросил Рипстон. — Никуда я не ходил. Я все время шел следом за вами. Дайте мне кусочек, пожалуйста, если бы вы знали, какой я голодный. — А разве ты не знаешь, что красить нехорошо? — подсмеивался безжалостный Моуди, засовывая в рот большой кусок. — Как же ты хочешь, чтобы я кормил тебя ворованной едой? Ты еще, пожалуй, подавишься. — Мы же решили, что всем будем делиться, — сказал я, видя, что мне не разжалобить Моуди. — Да, конечно, я и теперь не прочь, — возразил он. Но ты хочешь есть с нами пудинг, а не хочешь с нами воровать. Так нельзя, не правда ли, Рип? — Да он просто, может быть, не понял, в чем дело, — заметил Рипстон, который был гораздо добрее товарища. Если бы ему хорошенько все объяснить, он, может быть, и не сплошал бы, правда, Смитфилд? И Рипстон дал мне последний оставшийся у него кусочек пудинга. Что это был за кусочек? Никогда в жизни не едал я ничего подобного. Такой теплый, жирный, вкусный. А на ладони у Моуди лежал на капустном листе большущий кусок, из которого могло выйти по крайней мере десять таких кусочков. — Так как же, Смитфилд? — Моуди уже подносил ко рту последний кусок. Рипстон знаком остановил его. Кто съест этот кусок? Все зависело от моего ответа. А я со вчерашнего завтрака ничего не ел, кроме скудного ужина. — Конечно, — смело отвечал я, — я бы не дал Маху. — Значит, теперь, когда ты знаешь, в чем дело, ты не станешь сплошать? — Не стану. — Ну и отлично, дай ему этот кусок Моуди, он, кажется, ужасно голоден. — Нет, постой, — возразил Моуди, — я не буду есть этот кусок, — он спрятал его в карман куртки. Но пусть Смитфилд прежде заработает его и докажет, что говорит правду. Пойдем. Мы пошли назад в Ковидгарден. Я держался поближе к тому карману Моуди, где лежал пудинг и не отставал от товарищей. Когда мы подошли к рынку, Моуди огляделся кругом. — Видишь, там ларек между двух столбов, где стоит человек в синем переднике, — спросил он меня. — Там расставлены корзины с орехами. — Вижу. — В первой корзине миндаль. Иди туда, мы подождем тебя здесь. Я понял, чего требовал от меня Моуди. Он хотел, чтобы я пошел и наворовал орехов из корзины. Я уже решил, что завою для себя порцию пудинга во что бы то ни стало. И не колебался, хотя сердце мое сильно билось, пока я подходил к ларьку. С этой стороны ларек был завален грудами цветной капусты и зелени. Подойдя поближе, я понял, что мне нужно было обойти его кругом и приблизиться к орехам. Я притаился за грудой капусты. Продавец орехов разговаривал с покупателем, повернувшись ко мне спиной. Женщина, торговавшая капустой, тоже сидела спиной ко мне. Она обедала, держа свою тарелку на коленях. Корзина была доверху наполнена орехами. Я запустил руку раз, другой, третий. Набил себе полный карман и затем, выскочив из узкого прохода, пошел к Молди и Рипстону, выглядывавшим из-за столба. — Славно, Смитфилд! — воскликнул Молди. — Я все видел. Ты напрасно уверял, что не знаешь нашего дела. Молодец. Вот тебе твой пудинг. — Мне бы так чисто никогда не сработать, — заметил Рипстон. — Тебе! — с презрением воскликнул Молди. — Да ты ему в подметки не годишься. Я бы сам не сумел стащить орехи так ловко, как он. Но, конечно, в других вещах ему со мной не сравняться, — прибавил он, вероятно, боясь, чтобы я не слишком возгордился. Все шло хорошо, пока на улицах было светло. Но, когда наступила ночь, и я снова очутился в фургоне, я начал чувствовать сильнейшее угрызение совести. На этот раз подушкой был Молди, и мне предоставили лучшее место. Голова моя лежала у него на груди, и все же я не мог заснуть. Я сделался вором. Я украл миндальные орехи, продал их и истратил вырученные деньги. Все мои жилы напряглись и бились беспрестанно, повторяя мне ужасное слово. Вор! 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 Твердило мне сердце, и я ни на минуту не находил в себе покоя. Вор! Прошептал я. Молди еще не спал? Кто вор? Спросил он. Я вор, Молди, отвечал я. Ну, а кто же тебе говорит, что ты не вор? Насмешливо спросил Молди. Но ведь я никогда прежде не был вором, сказал я. Честное слово, никогда. А то вот мне так грустно теперь. Ты врешь, произнес Рипстон, который тоже не успел заснуть. Нет, право, уверял я. Умри я на этом месте, если вру. Ну, что же, заметил Молди, ты точно так же и теперь можешь сказать, умри я на этом месте, если я вор. Нет, этого я не скажу, а то, пожалуй, и в самом деле умру. Ведь я теперь вор. Пустяки, какой ты вор, скричал Молди. Разве то, что ты сделал сегодня, можно назвать воровством, это совсем не воровство. А что же это такое? Мне всегда говорили, что брать чужое значит воровать. Это говорят люди, которые сами не пробовали и потому не понимают, сказал Молди, приподнимаясь на локте, чтобы удобнее обсудить интересный вопрос. Вот видишь, если какой-нибудь мальчишка войдет в лавку да запустит руку в ящик с деньгами и его поймают, это будет воровство. Если он полезет в карман к покупателям, это также воровство. За это отдадут его под суд, и судья также скажет, что это воровство. Ну, а если какой-нибудь малолетний мальчишка старается заработать полпенни, да его поймают с чужими орехами или с чужими яблоками, разве ты думаешь, его будут судить? Никогда. Просто купец даст ему подзатыльник, и самое большее позовет сторожа. Тот тоже поколотит его, да и отпустит на волю. А разве с настоящими ворами сторожу позволили бы самому расправляться? Ни за что. Если брать орехи и другие вещи не называется воровать, так как же это называется, спросил я у Молди. Молди как, это называется свистнуть, смазурить, слямзить, стянуть, стибрить, да не все ли равно, как назвать. Ну, а если бы я спросил у полицейского, как бы он это назвал? Вот вы и думал, кто же станет спрашивать у полицейских. Известно, какие они лгуны, — возразил Рипстон. Признайся, Смитфилд, что ты просто струсил, — сказал Молди. Нет, но мне думалось, что это воровство. А если не воровство, так и прекрасно. То-то же, — сказал Молди, — когда я был маленький и жил дома, я нередко слыхал, как отец читает матери газеты. Вот и в газетах часто говорится, что даже судейские, на что хитрые люди, а и те должны быть осторожны, должны называть все как следует. Если кто не пойман на настоящем воровстве, судьи не смеют назвать его вором. Они говорят, что он присвоил, совершил хищение или сплутовал. А хищение не беда. Вот Рипстон стащил раз чайные ложки, так его засадили в тюрьму на две недели. Правда, Рипстон? Нечего тыкать мне в глаза этими ложками, — сердит, — отозвался Рипстон. Я знаю мальчишек, которым доставалось побольше двух недель, да еще и розги в придачу. Но не болтаю, молчу. Намек этот, видимо, относился к Молди, который обиделся и назвал Рипстона подлецом и бродягой. Впрочем, они скоро помирились, поболтали еще несколько времени о том, о сем, и оба спокойно заснули. Но я опять, как и в прошлую ночь, долго не мог заснуть. Рассуждения моих товарищей не убедили меня. Может быть, похищение орехов не называется воровством? Ну, во всяком случае, я не хотел заниматься такими делами. Я собирался завтра же утром объявить Молди и Рипстону, что буду честным мальчиком и стану честно работать на рынке. Если одни не хотят оставаться моими товарищами, ну что ж, я уйду от них. Приняв это решение, я заснул. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала себя ужасно несчастной. Мне было холодно, зубы у меня стучали. Я готова была отдать всю одежду за глоток горячего кофе. В Молди были деньги на кофе. Вчера вечером он подержал лошадь одному джентльмену, зашедшему в ресторан поесть устриц, и получил шесть пенсов. Четыре пенсы мы истратили на ужин, а два оставили себе на завтрак. Мы вышли на улицу, дрожа от холода, моросил дождь, на мостовой было мокро и грязно. Не успели мы дойти до кофейной, как я почувствовала, что рубашка и штаны промокли у меня насквозь и прилипли к телу. Я не забыл своего вчерашнего решения уйти от этих воришек, и все собирался с духом, чтобы сказать им об этом. Но как я мог собраться с духом? Я был голоден, я промок до костей. Я чувствовал, что буду совсем одинок и беспомощен, если поссорюсь с товарищами. Три чашки кофе на два пенса потребовал Молди у буфетчика. Все было кончено. Если бы этот кофе принадлежал кому-нибудь другому, я, пожалуй, сказал бы, что хочу уйти, но, принимая угощение Молди, я не мог попрекать его собственным промыслом. Прежде чем мы допили кофе, Молди сказал, но нечего прохлаждаться, сегодня у нас много делом. Знаешь, Смитфилд, хорошую погоду всякий сам бегает по своим делам, а в дурную все норовят как бы кого-нибудь нанять для беготни. Он оказался прав. Дождь лил все утро, и работы у нас было вдоволь. Я заработал одиннадцать пенсов, Рипстон, Шиллинг и полтора пенса, а Молди — девять с половиной пенсов. Меня очень радовало, что я добыл больше, чем Молди. Хотя я промок до костей и больно порезал себе палец на ноге, наступив на разбитую бутылку, но я чувствовал себя необыкновенно счастливым, посматривая на свои деньги, добытые честным трудом. Рипстон и Молди, заработав себе достаточно на пропитание, также не стащили на базаре ни одного яблока. — Вот, можно сказать, честно поработали утро, — сказал, принимая от нас деньги Молди, который всегда был нашим казначеем. — Это лучше, чем добывать разные вещи дурными способами, да продавать их, — осмелился заметить я. — Еще бы, конечно, так больше добудешь. — Мне бы хотелось, чтобы меня заставляли работать, а не делать другое, — сказал я. — Кто же тебя заставляет? Беда в том, что нельзя всегда одним заниматься. Порой и так плохо придется, что недолго и с голоду помереть. По-моему, надо браться за все, что попадет под руку. Рипстон был совершенно согласен с мнением своего товарища. Мы пошли в харчевню, очень весело пообедали, отложили себе денег на ужин, и у нас еще осталось шесть пенсов. На эти шесть пенсов товарищи решили купить мне башмаки. Мы пошли в лоскутный ряд и купили несколько широкую, но очень удобную обувь. Часть восьмая Собачонка За мною следят неприятная ночь Жизнь наша была в сущности довольно однообразным. Каждый день мы вставали с рассветом, бродили по одним и тем же улицам и переулкам, и исполняли одну и ту же работу. Когда работы не хватало для нашего пропитания, мы воровали разную мелочь из одних и тех же корзин и продавали ее одному и тому же старику, а затем обедали. Иногда мы угощались свининой, а иногда целый день должны были питаться куском черного хлеба. То находили в своем фургоне солому, то должны были спать на голых досках. Когда я убежал из дому, я был очень плохо одет. Пару штанов, рубашка и рваная старая куртка. Теперь рубашка и штаны у меня были новые, а куртку заменило нечто вроде пиджачка. Да, шестипенсовые башмаки мои очень скоро развалились, и я по-прежнему ходил босиком, так как у нас не хватало денег для покупки новой поробу. Я познакомился с Рипстоном и Молди в половине мая, а теперь была уже половина октября. В течение осени я раз в семь или восемь побывал в театре, и это доставило мне величайшее удовольствие. Однажды мне пришлось провести ночь в полицейском участке. Вот как это случилось. Возвращаясь домой в подарки, мы заметили маленькую собачонку, бежавшую за нами следом. — Пошла прочь! — крикнул Молди. — Некогда нам возиться с тобой. Он поднял камень и бросил собаку. — Как тебе не стыдно, Молди! — добротушно заметил Рипстон. — Пускай тебе бежит. — Рипстон, возьмем ее с собой, — сказал я. — Мы можем прийти к ее в нашем фургоне и даже покормить. Она, наверное, бездомная. Ночью я проснулся от резкого света фонаря, направленного мне в лицо. Около нашего фургона стоял полицейский, держа в руках собачонку. — Это ты украл собаку, негодяй! — закричал полицейский, грубо хватая меня за руку. — Она сама пристала ко мне, сэр! — ответил я, дрожа от страха. — Знаем мы это, сама пристала! — передразнил меня полицейский и вытащил зашиворот из фургона. Я горько плакал. — Ничего, не беспокойся, Смив! — утешал меня Рипстон. — Я выручу тебя. И он действительно спас меня от грозившей мне тюрьмы. Он расспросил, чья это собачонка, прямо отправился в дом к ее хозяевам и рассказал им все дело. Она принадлежала больной дочери одного важного доктора. В середине следующего дня меня вызвали в приемную комнату участка. Грустная молодая женщина, сидевшая там, подозвала меня к себе и спросила. — Это ты тот мальчик, который приютил вчера маленькую собачку? — Я, миледи, — ответил я, не знаю, фугаться мне или радоваться. — Тебя сейчас выпустят отсюда. Я пришла похлопотать о тебе и поблагодарить от имени своей маленькой дочки. Она больна и не могла заснуть, все плакала о своей собачке. Теперь ей стало немного лучше. Спасибо тебе. Не сердись, что из-за нас ты провел ночь в участке. И она ласково погладила меня по голове. Выходя из участка, я прыгала от радости, ощупывая в кармане монету в пять шиллингов, которые она мне дала. Пять шиллингов. Это было такое богатство, какого наша маленькая компания еще никогда не имела. Решено было хорошо покутить. Мы пообедали в отличной харчевне, выпили по кружке пива и развеселились так, что решили ехать в театр на Омнибусе, платя по два пенса за место. От выпитого пива Рипстона и Молди стал тошнить. Нас вывели из театра в половине пьесы, и мы должны были вернуться домой пешком по дождю, так как у нас уже не осталось ни одного пенни в кармане. Раз утром, неделю через пять после моего побега из дому, я встретил на базаре одного нашего соседа. «А-а-а!» — закричал он. «Вот ты и попался, Мазурик! Сейчас я доведу тебя к отцу!» И он хотел схватить меня, но мне удалось увернуться. После этого я стал внимательнее прежнего, посматривать по сторонам, боясь встретить отца. Товарищи, которым я подробно описал его наружность, помогали мне. На следующее утро, часов в семь, Молди указал мне на двух человек, шагавших по улице от фруктового ряда. Я тотчас узнал того субъекта, который чуть было не поймал меня вчера. Рядом с ним шел мой отец. Он был очень бледен, видимо, сильно взволнован, а в руке держал большущий кнут, который, вероятно, раздобыл у кого-нибудь для этого случая. Едва я взглянул на него, колени мои затряслись и губы задрожали. «Хип, голубчик, спаси меня!» Проговорил я, прячась за спину товарища. «Видишь, какой он сердитый, какой у него кнут!» Рипстон попятился, быстро подвел меня к груди пустых корзин и прикрыл меня ими, а сам сел на опрокинутая лукошка и принял саха, как ни в чем не бывало, чистить и есть морковку. Через несколько секунд подошел отец. «Слушай-ка ты, малый!» — обратился он к Рипстону. «Не видал ли ты тут на базаре мальчишку в старой куртке? Рост он будет вот этакого!» Я видел сквозь щели корзины, как отец указал мой рост. «А как его зовут?» — спросил Рипстон, продолжая жевать морковку. «Джим?» «Джима я знаю! Он такой толстый, сильный, славно дерется на кулачках, любого мужчину свалит!» «Да нет!» — нетерпеливо отозвался отец. «Я спрашиваю тебя о маленьком мальчике лета к восьми!» «Восьми!» — медленно повторил Рипстон. «А его точно Джим зовут?» «Да, конечно! Его зовут Джим Баллизетт!» «Джим Баллизетт!» — скричал Рипстон, точно вдруг вспомнил. «Знаю! Знаю! Мы его прозвали Раузер! Оттого я и не мог сразу вспомнить! Он жил где-то около Каукросса, и отец у него, кажется, разносчик!» «Он и есть! Где же он? Отец еще злой такой часто стигал Джима кожаным ремнем!» «Он болтал обо мне! Какий неблагодарный мальчишка! И у него еще есть мачеха такая гадина! Ябедничает на него, хлещет водку, как воду!» «Где он?» — заревел отец. «Он бросился на Рипстона и тряхнул его за шиворот так сильно, что корзины чуть не разлетелись в разные стороны!» «Пустите! Так скажу, а то не скажу!» — крикнул Рипстон, и потом у его голоса мне показалось, что он в самом деле хочет выдать меня. «Ну, говори!» — сказал отец. «Сказать вам правду!» — он пошел в грузчики. «Когда? Куда?» «Ну, это я не знаю!» — угрюмо отвечал Рипстон. «А только вчера вечером один мой знакомый встретил его на Вестминстерском мосту. Да и спрашивает, ты что здесь делаешь, Раузер? Разве на базаре нет работы?» «А Раузер и говорит, нет уж, — говорит, — я на базары больше не стану ходить, там меня выследил отец, а я пойду к одному знакомому барочнику, который живет на Вэнсфордской дороге, да и поступлю к нему в грузчики. Вот, больше я ничего не знаю!» «Проклятый мальчишка!» — вскричал отец. «А не говорил он, когда думает воротиться?» «Не знаю. Да врет ли он воротиться? Он все говорил, что хочет в море уплыть!» — отвечал Рипстон. «Попадет теперь на реку, увидит там корабли и все такое, и поминай его, как звали!» «Это верно!» — сердито промолвил отец. «Пойдем, Джек!» — опросился он к спутнику. «Чего нам гоняться за этим негодяем? Пусть потонет в море бродяга!» И, сунув кнут под мышку, отец ушел вместе с приятелем, а Рипстон помог мне выбраться из моего убежища. После этого мне ни разу не случалось встречать ни отца, ни кого-либо из своих прежних знакомых. Вскоре я захворал. Хотя я держался на ногах и не жаловался, но уже давно чувствовал себя не совсем здоровым. И это неудивительно. Осень стояла дождливая, платье не высыхало на мне по несколько дней к ряду. Я не мог не только просушить его, но даже снять на ночь. У меня сильно болело горло, болела спина между лопатками. Целых две недели меня мучила зубная боль. Это было ужасно. Я не мог съесть куска хлеба, не размочив его сперва в воде. Я не мог разжевать ни репы, ни кочерыжек, часто составлявших нашу единственную пищу, и принужден был голодать, пока какой-нибудь счастливый случай не давал мне возможности купить себе мягкой пищи. Я целые ночи просиживал без сна в уголку фургона, покачиваясь из стороны в сторону и не смыкая глаз от боли к досаде моих товарищей. «Чего ты хнычешь, Смив?» «Не мешай нам спать», — ворчал Рипстон. «В самом деле, Смив, какой ты несносный», — прибавлял Молди. «Не только не помогаешь раздобывать пропитание днем, но еще надоедаешь по ночам». «Но что же мне делать, Рипп, — плакал я, — вы оба стали бы добрее ко мне, если бы сами промучились столько времени». «Надо ему как-нибудь помочь, Молди», — сказал Рипстон, разжалобившись моими слезами. «Позовем старого скрипача, который ночует в соседнем фургоне. Мне говорили, что он умеет рвать зубы. По-моему, лучше сразу вынести сильную боль, чем возиться с каким-то несчастным зубом целой недели». «Вот это дело», — сказал Молди, и отправился за скрипачом. Через несколько минут они вернулись. В руке у скрипача была длинная ржавая струна. «Ну, бедняга», — сказал скрипач, — «садись и разевай рот пошире, а вы, ребята, держите его за руки, чтобы он не мешал мне работать». Я повиновался, хотя сердце мое сильно стучало от страха. Старик обмотал струной мой больной зуб и дернул ее изо всей силы. «А-а-а!» — закричал я, повалившись на спину. Изо рта у меня текла кровь. Но с зубной болью было покончено. Наши дела в Ковенгардене в последнее время шли все хуже и хуже. Нас там заприметили, и это было очень неприятно. Все знали, что мы воришки, и зорко следили за нами. Чуть не каждый день нас колотил то какой-нибудь торговец, то базарный сторож. Рипсону удалось открыть погреб, где хранилась на зиму морковь. Мы забрались туда и целую неделю питались одной морковью. Сначала мы считали, что нам повезло, но скоро увидели, что питаться одной морковью очень вредно. Вероятно, она и была отчасти причиной моей болезни. Обыкновенно в воскресные дни, если погода была неплохая, мы долго гуляли по берегу реки, а потом ложились в свой фургон и рассказывали друг другу разные истории. В тот день, когда я заболел, Рипсон и Молди пошли гулять, а я остался в фургоне один. У них от вчерашнего дня сохранилось несколько пенсов, и они пообедали хлебом с патокой. Я же ничего не ел со вчерашнего обеда. Я весь горела и дрожал, язык у меня пересох, глаза болели, голову ломило, точно кто-нибудь сбил ее колотушками. На мое счастье, в фургоне было немного соломы, и товарищи предоставили ее всю в мое распоряжение, но я никак не мог улечься как следует. Сколько не встряхивал свою соломенную подушку, она все казалась мне слишком низкой для моей отяжелевшей головы. К ночи мне сделалось хуже. Я должен был на этот раз служить подушкою, но Рипсон великодушно занял мое место, а Моулди позволил мне положить голову к нему на колени, хотя право выбирать место принадлежало ему, так как он был подушкою накануне. Они даже легли спать раньше обыкновенного, чтобы я мог скорее улечься как следует, но все заботы их были напрасны. Скоро Рипсон заметил, что голова моя жжет его через куртку. Вдруг Моулди, ничего не говоря, ударил его по ноге. Моулди, обычно кроткий, и он был ужасно зол в Спасонье. «Ты чего это?» — с досадой спросил он. «А ты что не лежишь смирно? Дрыгает ногами, точно танец отплясывает». «Да разве это я?» — скричал Рипсон. «Это Смитфилд». «Ты чего трясешься, Смитфилд?» «Мне ужасно холодно, Моулди. Я просто как лед холодный». «Хорош лед! От него пышет, как от печки. Пощупай-ка, Моулди!» — сказал Рипсон. «Моулди приложил руку к моей щеке». «Вот тебе! Не смей лгать!» — вскочил он и дал мне сильную пощечину. «А расплачешься, так я и другую влеплю». Я старался превозмочь себя и не плакать, но это было выше моих сил. Целый вечер удерживался я от слез, но выходка Моулди прорвала плотину. Рыдания душили меня, и слезы лились у меня из глаз в таком изобилии, что я не успевал вытирать их. Я как будто переполнился горем, которому непременно надо было излиться. Я плакал тихо, приплав ко дну фургона, и товарищи могли заметить, что я плачу только по судорожным всхлипываниям, вырывавшимся у меня иногда. Когда я увидел отца с кнутом на Ковенгарденском рынке, я решил никогда не возвращаться домой. С того дня я даже не вспоминал ни о маленькой Полли, ни о домашней жизни. Сердце мое замерло и очерствело. Теперь я почувствовал, что оно как будто оттаивает, становится мягче, и в то же время на него ложится тяжесть, которую я не в силах выносить. У Моулди, должно быть, тоже не хватило терпения выносить мой плач. Исполняя свое обещание, он размахнулся еще раз и дал мне пощечину сильнее прежней. «Экки ты, разбойник!» — набросился на него Рипстон. «Бьет мальчика, который моложе его, да к тому же еще больной!» «Встань-ка, голубчик Смитфилд! Помоги мне, мы ему зададим!» И, не ожидая моей помощи, Рипстон засучил рукава и принялся колотить Моулди. Мне не хотелось драться, я старался примирить их, уверяя, что я плачу не от пощечины, а от болезни. Как только Моулди совсем пришел в себя, он выказал полнейшее раскаяние. Он сознался, что поступил как негодяй и предложил мне ударить его изо всей силы по носу, причем он будет держать руки за спиной. Рипстон убеждал меня принять это предложение, но я отказался. И тогда Моулди заставил меня взять, по крайней мере, его шапку под голову и укрыться его курткой. Рипстон также охотно отдал бы мне свою одежду, но у него была всего одна синяя фуфайка, заменявшая ему и рубашку, и куртку, а шапку он потерял накануне, убегая от рыночного сторожа. Хотя товарищи всеми силами старались уложить меня поспокойнее и укрыть потеплее, мне не становилось лучше. Я по-прежнему весь горел и в то же время дрожал от холода, язык мой был сух, дыхание прерывистое и тяжело. Впрочем, после слез мне стало как-то легче, я готов был лежать спокойно и покоряться всему, что со мною делают. Часть девятая. Я попадаю в работный дом. Моя болезнь сильно встревожила моих друзей. Уложив меня и укрыв курткой, они и сами не легли, осели в дальний угол фургона и начали перешептываться. — Это должно быть простуда, — шептал Рипстон. — Беда, если на человека нападет простуда, ведь это простуда, правда, Молди. — Должно быть что-нибудь такое, — еще тише отвечал Молди. — Хорошо бы горчичники поставить. Я помню, мне ставили, когда я был маленький. — Как ты думаешь, Молди, не сходить ли за горчицей? — Чего ходить? Ведь сегодня воскресенье, все лавки заперты, а в аптеках горчицы нет. — В аптеке можно бы купить пилюли, — предложил Рипстон. — Одна беда. У этих пилюль такие трудные названия, не знаешь, как спросить. — Да так и спроси. Пилюль на четыре пенса. А аптекарь спросит, — каких вам? — Сказать, слабительных. Они, кажется, все слабительные, — равнодушно ответил Молди. Он вообще вел разговор неохотно и, казалось, думал о чем-то другом. — Значит, решено, Молди, — опять заговорил Рипстон. — Завтра наш первый пенс пойдет на пилюли для Смитфилда. Молди ничего не ответил. Оба на минуту замолчали. Я лежал тихо и вслушивался в их шепот. Сдержанность Молди возбудила подозрение Рипстона. — Молди, — спросил он, — если это не простуда, то что же это такое у Смитфилда? — Почем, я знаю, — неохотно ответил Молди. — Да ведь ты же был в больнице. Ты видал, так много больных. Может, с кем-нибудь было тоже, что с ним? — Тише, — заметил Молди. Он, пожалуй, не спит. — Спит. Слышь, как ровно он дышит. — Да. А слышь, как под ним солома шуршит. Должно быть опять озноб. Затем он прибавил еще более тихим шепотом. — Жалко мне, что я отдал ему свою куртку, Рип. Шапка не беда, а куртке жаль. — Какая ты жадная скотина, — выбранился Рипстон. Он бы, наверное, отдал свою куртку, если бы тебе понадобилось. — Ну, пусть пропадает все равно, — вздохнул Молди. — Отчего же пропадает? Ты ведь завтра возьмешь ее? — Но нет. С ней вместе можно захватить такую вещь, которой бы мне не очень хотелось. — Да что такое, — говорит Олков. — Тише, тише. Услышат, перепугается. Они тихонько приподнялись и высунули голову из фургона. Но я все-таки слышал все, что они говорили. — У тебя привита, Оспа, Рип, — спросил Молди. — Привита, и свидетельство есть. — Ну и отлично, значит, себе и бояться нечего. А у меня не привита. Ко мне горячка как раз пристанет. — Разве у него горячка? — испуганным голосом спросил Рипстон. — Значит, он умрет, Молди. — Наверное. — Вдруг? — Так вдруг и умрет. — Нет, не вдруг, — прошептал Молди. — С ними там все прежде разные штуки делают. Головы им бреют и все такое. — Это зачем же Молди? — с испугом спросил Рипстон. — Да они совсем как сумасшедшие делаются. Если их не обрить, они себе все волосы вырвут, — отвечал Молди. — Ах, какая беда! — Смитфилд умрет, вот бедняга! — Рипстон заплакал. Я едва верил глазам, но это была правда, он плакал. Я не испугался и даже не удивился тому, что у меня, по словам Молди, была горячка. Горячка была самая худшая болезнь, какую я знал, а я чувствовал себя очень-очень худо. От горячки всегда умирают. Это я знал хорошо. Но даже это не пугало меня. Мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое, чтобы никто не трогал меня, не говорил со мной. Рипстон и Молди продолжали шептаться в другом углу фургона. Я слышал их шепот, слышал смех и ругательство мальчиков, игравших в карты, слышал топот ног и другие звуки. Понемногу все стихло, только товарищи мои продолжали шептаться. Я был рад, что они не спят. Мне ужасно хотелось пить, и я попросил Молди достать мне глоток воды. Они всполошились. «Полно, дружище!» — ласковым голосом отозвался Молди. «Как же я тебе достану воды? Ведь ты знаешь, что у меня нет ни чашки, ни кружки. Потерпи, полежи спокойно до пяти часов, тогда придут возщики, и ты сможешь пить сколько хочешь». «Ах, я не могу ждать до пяти часов, Молди, право, не могу. Я с ума сойду. Не говори мне, чтобы я ждал до пяти». «Ну, хорошо, я не буду говорить, только ведь это правда, оттого я и сказал». «А который теперь час?» «Должно быть около часу». Меня мучила страшная жажда, а волны реки беспрестанно ударялись о нижнюю часть стены, около которой стоял наш фургон. Я представил себе реку, какую я видел ее утром, после первой ночи, проведенной подарками. Она искрилась в солнечных лучах, и по ней тихо плыла барка с сеном. Мною овладело непреодолимое желание сойти вниз к берегу и напиться. Мне не нужно было ни чашки, ни кружки. Я мог пить прямо из реки. Я поднялся и стал перелезать через стенку фургона. Было так темно, что товарищи не могли видеть меня, но они услышали шорох. И едва я успел перекинуть одну ногу за край повозки, как Рипстон крепко схватил меня за другую. «Что ты, Смитфилд?» — скричал он испуганным голосом, чуть не со слезами. «Куда это ты, голубчик?» «За водою». «Да ведь воды нет, Молди, иди помоги мне!» — с отчаянием скричал бедный Рипстон. «Нет воды, Смитфилд!» «Вода есть!» — говорил я. «Я пойду к реке и там напьюсь». «Нет, не пить ты идешь, ты верно хочешь топиться. Ты ведь теперь все равно, что сумасшедший!» — с отчаянием кричал Рипстон. «Молди, хватай его, да помоги удержать!» Но Молди не решился подойти. Он боялся заразиться, ведь у него не была привита оспа. Кроме того, ему должно быть казалось, что в бешенстве я могу укусить его. Он начал уговаривать меня, не двигаясь с места. «Чего это ты вскочил, Смитфилд?» — говорил он успокоительным голосом. «Этак ты разбудишь все арки! Лежи спокойно! Я сейчас добуду тебе воды!» «Это ты врешь!» — сказал Рипстон. «Просто хочешь удрать и оставить с ним меня одного!» То же пришло в голову и мне. Но мы были несправедливы к Молди. Он вытащил свою шапку у меня из-под головы, соскочил с фургона и через несколько минут воротился с полной шапкой свежей речной воды. Пробираться в темноте к реке было небезопасно. Молди, однако, посчастливилась совершить свое путешествие благополучно. Шапка его, хоть и старая, была крепка и до того засалена, что совсем не пропускала воды. Я опражнил ее питью большими глотками, и это питье доставило мне несказанное наслаждение. В ту ночь мои приятели положительно спасли мне жизнь. Если бы они пустили меня на берег, резкий холодный ветер с реки, наверное, убил бы меня. Пробираясь в темноте, я легко мог поскользнуться и упасть в реку. Утолив жажду, я лег и заснул. Мне все снились какие-то обрывки странных и неприятных снов, пока Рипстон не потряс меня за плечо, говоря, что пора вылезать из фургона, что фургонщик уже пошел за лошадью. Я попробовал привстать, но не мог. Я мог сидеть, но когда поднимался на ноги, колени мои дрожали, и я падал. — Ну, ребята, — сказал фургонщик, подходя к фургону, — вываливайте с ней, когда мне с вами возиться. — Да вот у нас тут один мальчик не может вывалиться, — сказал Моуди, уже выскочивший из фургона. — Что такое ты говоришь, как это не может вывалиться? — Вывалиться-то, пожалуй, он и может, только ему не вылезть. Он говорит, что у него ноги отнялись. Не потрудитесь ли вы и сами высадить его? — Я его высажу так, что он долго меня не забудет. С этими словами сердитый фургонщик быстро прыгнул в телегу с фонарем в руках. — Пошел вон, лентяй! — крикнул он. Но в эту минуту свет его фонаря упал на мое лицо, и он сразу переменил тон. — Ах ты, несчастный! — скричал он. — Давно это с ним. — Со вчерашнего вечера, — ответил Рипстон, — да мы не знали, что ему так плохо. — Где же он живет? Отправьте его поскорее домой, — сказал фургонщик. Мне вспомнилась сердитая физиономия отца, когда я глядел на него в последний раз сквозь щели корзин на базаре. Я боялся его кнута, когда был здоров, а вернуться к нему теперь казалось мне совсем невозможным. — Мальчик, где ты живешь? Где твой дом? — спросил у меня фургонщик. Я ничего не отвечал, притворяясь, что не слышу. — Да вы, ребята, не знаете ли, где он живет? — обратился он к моим товарищам. Они очень хорошо знали, но не выдали меня. — У него нет никакого дома, он живет здесь, — сказал Молди. — И отца с матерью нет, он сирота, — прибавил Рипстон. — Несчастный, — сказал фургонщик. — Если оставить его здесь, он помрет, непременно помрет. — Свезу его хоть в работный дом. — Хочешь в работный дом, мальчик? Мне было все равно, только бы не домой. Я был так слаб, что не мог говорить. На вопрос фургонщика я только кивнул головой. Добрый человек заботливо укутал меня в лошадиную попону и, взяв лошадь под усы, вывез фургон из подарок. Рипстон все время сидел рядом со мной в фургоне. Молди, несмотря на свою боязнь горячки, не мог расстаться со мной, не попрощавшись. Я услышал, что он цепляется за фургон и, глянув в ту сторону, увидел его грязное лицо. — Прощай, Смитфилд, — сказал он, и затем обратился к фургонщику. — На нем моя куртка, так вы, пожалуйста, скажите в работном доме, пусть ее спрячут и отдадут ему, если он останется в живых. Ну, прощай, старина, выздоравливай. И он исчез. Рипстон долго оставался в фургоне, наконец крепко пожал мою горячую руку, с любовью посмотрел на меня плотнее, завернул меня в попону, перескочил через задок фургона и, не сказав ни слова, убежал. Часть 10. Я остаюсь в живых. Добрый фургонщик привез меня в работный дом. Там меня раздели, обмыли и вложили в постель. Доктор сказал, что болезнь у меня очень серьезная, однако, странное дело, я не чувствовал себя особенно дужно. Очень было приятно лежать. Если бы кто-нибудь спросил меня, что лучше, быть здоровым под темными арками или лежать здесь в горячке, я, не задумавшись, выбрал бы горячку. Да и чего было задумываться? Постель у меня была чистая и мягкая, лекарство не особенно противное, а бульон, которым меня кормили, отличный. И, однако, все, даже доктор, смотрели на меня как-то мрачно. Все подходили к моей постели на отсыпчиках и говорили со мной тихим голосом, точно были уверены, что я ужасно мучаюсь. Не раз приходило мне в голову, что я, может быть, попал сюда по ошибке, что у меня совсем не та страшная болезнь, которую называют горячкой, и что, как только ошибка откроется, меня тотчас же выгонят прочь. Не знаю, сколько времени я прохворал, но помню, что раз утром я проснулся гораздо бодрее, чем был накануне. Все с удивлением поглядели на меня. Сиделка, подавая мне суп, чуть не разлила его и тут же начала бормотать о счастливчиках, которые чудом спасаются от неминуемой смерти. Надзирательница остановилась у моей койки и сказала, «Ну, его, кажется, не скоро придется хоронить». Больше всех удивлялся доктор. «Ай да молодец!» — кричал он. «Вот уж не ожидал, что он так ловко вывернется». «Да, сэр», — заметила сиделка, «он, можно сказать, обманул свою смерть». «Вот это верно!» — засмеялся доктор. «Он и вправду обманул ее. Вчера ночью жизнь его висела на волоске, а теперь каким молодцом глядит!» «Он, наверное, поправится. Мы поставим его на ноги, прежде чем ему придется еще раз стричь волосы». Я не совсем понимал этот разговор, но последние слова доктора удивили меня. В первый же день моего пребывания в работном доме мою голову обрели так, что она стала гладкой, как шар, и я был уверен, что долго не придется мне стричься. «Неужели меня они выпустят отсюда раньше этого времени?» «Должно быть, доктор ошибается». Действительно, доктор ошибся. Худо было то, что ошибся и я. Волосы у меня росли очень медленно, но выздоровление шло еще медленнее. Можно сказать даже, что настоящие страдания мои начались именно около того времени, когда, по мнению доктора, я должен был бы бодро стоять на ногах. На ногах я правда стоял, то есть меня принуждали вставать, одеваться и ходить по палате, но я не чувствовал себя ни бодрым, ни веселым. Аппетит у меня был хорош, даже слишком хорош, так что я без труда мог съедать втрое больше скудных больничных порций. Но мне было гораздо приятнее лежать в горячке, когда все за мной ухаживали, и я мог сколько хотел нежиться в постели, а не слоняться из угла в угол, попадаясь всем под ноги, беспрестанно натыкаясь больными костями на край кровати и на жесткую мебель. Одну неделю у меня опухли ноги, я не мог надеть башмаки. Потом у меня заболели уши, потом глаза, так что я должен был ходить с большим зеленым козырьком. И все время я ужасно скучал, чувствовал себя злым и несчастным. Каждый скрип в двери раздражал меня. Работный дом опротивил мне. Я захотел поскорее выздороветь, чтобы мне отдали мою одежду и отпустили на волю. Я был вполне уверен, что ничего другого со мною не сделают. Мне хотелось только одного, чтобы к моему одеянию прибавили рубашку, шапку и, пожалуй, башмаки. И я думал, что могу, когда захочу сказать, «Благодарю вас, что вы вылечили меня. Теперь я ухожу, до свидания. И предо мной тотчас же распахнутся все двери, и мне можно будет идти на все четыре стороны». Куда идти, об этом я так же не задумывался. Я, конечно, возвращусь под темные арки к Рипстону и Молде, которые очень обрадуются мне. Хоть я и пользовался в работном доме и хорошей едой, и хорошей постелью, я без всякого страха думала о возвращении к прежней жизни, к жизни маленького бродяги. Мне вспомнилось, как мы свободно расхаживали по улицам города, добывая и тратя деньги на что хотели. Мне вспомнились все наши веселые проделки, и я от души хотел поскорее увидеться с Молде и Рипстоном. В целом мире о них одних думал я с любовью. Мой родной дом как будто не существовал для меня. Наконец я выздоровел. Это было уже в феврале. Снег толстым слоем покрывал землю, когда доктор, обходя палату, приказал завтра же выписать из больницы меня и другого мальчика, Байлса, у которого недавно была скролотина. Когда доктор ушел, Байлс спросил меня, — Слушай, Смитфилд, ты сирота? — Сирота, — ответил я. — Ну так тебя на морские работы. — Как так? С какой стати? — А так, что всех сирот отправляют в Стрэдфорд и тебя туда отправят. — Разве ты не знал? — Ужасно больно секут в Стрэдфорде и в черную яму сажают. Я знал одного сироту, такого же, как ты, так его там убили. — За что же убили? — А, его поймали, когда он хотел убежать. Он перелезал через высокую стену, утыканную гвоздями. Его схватили, бросили вниз, заперли в темную яму, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Все говорят, что его убили. — Какой же он был дурак, что поехал в Стрэдфорд? — воскликнул я. — Да разве он сам поехал? Его повезли, вот как и тебя повезут, — отвечал Байлз. — Нет, меня не повезут, — решительным голосом объявил я. — Когда начальник будет проходить по нашей палате, я попрошу, чтобы он отдал мне мою одежду и позволил идти, куда хочу. — Вот это ловко! — засмеялся Байлз. — Попроси его, он тебя, наверное, пустит, да еще, пожалуй, даст тебе денег на извозчика. Я не обратил внимания на слова Байлза. Я всегда считал его глупцом. Кому охота удерживать меня в работном доме? Напротив, все будут рады отделаться от меня. Начальник каждый вечер обходил палаты, чтобы посмотреть, все ли в постелях. Когда он подошел ко мне, я подозвал его. Все в палате подняли голову с подушек и посмотрели на меня с удивлением. Я и не подозревал, что совершаю дерзкий поступок. — Ты не позвал меня, мальчик? — спросил меня начальник, как будто не доверяя ушам своим. — Да, сэр. Я хотел просить вас, чтобы вы приказали отдать мне мое старое платье и положить его сюда на стул. Я надену его завтра утром. Я хочу отсюда уйти. В глазах начальника блеснул гнев. Задим он спокойно обратился к надзирательнице. — Что этот мальчишка в своем уме, миссис Браун? — спросил он. — В своем, сэр, если только у такого дерзкого негодяя есть ум, — ответила надзирательница. — Очень хорошо, — сказал начальник, вынимая карандаш и записную книжку. — Он ведь из тех, что уходят завтра. — Какой его номер? — Сто двадцать седьмой, сэр, — ответила надзирательница. — Благодарю. — Ну, номер сто двадцать седьмой тебе придется вспомнить сегодняшний вечер. И, взглянув на меня еще раз, он пошел своей дорогой. Я был поражен. Я закрыл голову одеялом и долго не мог опомниться. Неужели это правда? Я не смею выйти из работного дома, когда захочу. Я здесь пленник. Завтра меня увезут в то ужасное место, о котором рассказывал Байлз. И там, конечно, сразу засадят в черную яму, задерживаясь начальнику. Что мне делать? Как избавиться от ужасной участи, грозящей мне? Если бы даже мне удалось вырваться из работного дома, я не могу бежать в этой одежде. Я должен сознаться, что не постыдился бы унести с собою одежду, данную мне работным домом. Но одежда эта была какая-то странная. Коротенькая курточка, штаны с лифчиком, доходящие только до колен, синие шерстяные чулки и башмаки с медными пряжками. Как я мог бежать в таком наряде? Всякий из-за мира узнал бы меня. А, впрочем, от работного дома дарок недалеко. Только бы мне добраться туда. Моуди и Рипстон, конечно, выручат меня. Но как улизнуть из работного дома? Я долго не мог уснуть, раздумывая об этом. Наконец я составил план, очень рискованный, но другого я не мог придумать. У нас в палате была одна добрая няня, помощница сиделок, которая часто получала от кого-то письма. Звали ее Джен. Письма эти привратник оставляла у себя, и она обыкновенно или сама сходила вниз за ними, или посылала кого-нибудь из нас. За то, что привратник сберегал ее письма, она часто давала ему несколько медиков на табак. Я решился воспользоваться этим. Конечно, мне придется много лгать, но это пустяки. Слишком уж страшным казался мне Страйдфорд. Наступило утро. Мы завтракали в половине восьмого, а письма приходили с восьмичасовой у почты. Когда я проснулся, я начал колебаться, но за завтраком мальчики осыпали меня насмешками и все толковали о том, как мне зададут в Страйдфорде. После этого я уже перестал колебаться. В четверть девятого я ухитрился, спрятав шапку в штаны, незаметно выбраться прочь из палаты и спуститься с лестницы. Внизу шел длинный коридор до самого двора, на дальнем конце которого находились ворота. Там сидел привратник. Окно больничной палаты выходило во двор, и я увидел, что Джен смотрит на меня и как будто удивляется, с какой стати я очутился во дворе в такое время. Я не обратил на нее внимания и храбро подошел к коморке привратника. Писем нет, сказал он, увидев меня. Я знаю, отвечал я, но Джен просит, чтобы вы позволили мне сбегать за угол, купить ей почтовые бумаги. Она говорит... Вот выдумала, сердито вскричал привратник. Разве я могу позволить это? Скажи твоей Джен, что уж очень она зазналась просить такие глупости. С этими словами он взглянул вверх в окно, а в окно Джен делала ему самые отчаянные знаки. Ладно, нечего знаки делать. Если я пущу его, меня за это, пожалуй, прогонят со службы. — Позвольте, — поспешно перебил я его, видя, как исчезает моя надежда. — Джен велела мне вдобавок купить вам восьмушку табаку. — Это другое дело. Он опять взглянул в окно больничной палаты, где все еще стояла Джен. Она вся раскраснелась, верно, у нее мелькнуло подозрение, она отчаянно мотала головой. — Да только нечего вашей Джен задабривать меня табаком. Ну, давай деньги, а сам беги скорее, да смотри, не копайся, не то тебе влетит. Дать ему деньги и бежать. Он меня отпускает, дорога открыта, и вдруг все дело должно погибнуть из-за того, что у меня нет каких-нибудь двух пенсов. Я решил снова солгать. — У меня нет мелочи, — сказал я, — Джен велела мне купить вам табаку из тех денег, что дала мне на бумагу. Я стал искать в кармане воображаемую серебряную монету. — Ну, беги скорее, чем тут стоять да болтать, ты бы уж и вернуться успел. Превратник отодвинул засов маленькой калитки, и я был свободен. Мне хотелось тотчас же пуститься бежать, но я боялся, не подстерегает ли меня кто-нибудь, и потому сначала просто пошел скорым шагом. Зато, дойдя до первого угла, я бросился бежать со всех ног. Было пасмурное холодное утро. Я чувствовал себя необыкновенно легким и бодрым. Местность была мне знакома. Я знал самую близкую дорогу, и минут через пять добежал до того прохода на набережную, который вел вниз под темные арки. Часть одиннадцатая. Я еще раз направляюсь к улице Тернмилл. Когда я повернул в проход карком, на часах пробило девять. Это заставило меня остановиться. Молди и Рипстона не могло быть подарками. Они, наверное, давно уже ушли на работу и не вернутся раньше сумерек. Надо было провести весь день, не повидавшись с ними. Это значительно уменьшило радость, которую я испытал, вырвавшись так благополучно из работного дома. Я мог, конечно, разыскать своих друзей на базаре, но явиться туда в моем костюме было немыслимо. Я решил пробраться подарки и там просидеть весь день, покуда они не вернутся. Странно. То место, где стоял наш фургон, оказалось совсем не таким уютным, каким оно представлялось мне, когда я лежал в больнице. Здесь было темно и жутко, сырость пронизала меня до костей. У одной стены я увидел кучу какого-то тряпья. Едва я подошел ближе, куча зашевелилась и раздался скрипучий старческий голос. «Чего ты здесь ищешь, мальчишка? Я думал, что хоть днем все уйдут и дадут мне умереть в тишине. Тяжело умирать на людях». «Я не помешаю вам умирать», — вежливо сказал я. «Умирайте, пожалуйста». «Я только ищу местечко, где бы укрыться от холода». «Полезай в ящик, там, на тележке водовоза, — прохлепел мой новый знакомый. Если бы меня еще носили ноги, я и сам забрался бы туда». Я осмотрелся и заметил повозку, на которой стоял большой ящик. Я влез в него, радуясь, что нашел себе уютный уголок. Скоро, однако, оказалось, что убежище это никуда не годится. Внутри ящика осталось много воды. Вода замерзла, но когда я улегся на лед, он стал оттаивать, и вода просочилась сквозь мои штаны. Я вылез из ящика и прилег за бочкой водовоза, чтобы укрыться от ветра. Но ветер был такой резкий, пронзительный, что укрыться от него не было возможности. Он с силой вырывался сквозь узкий проход и приносил с реки обледенелый снег. Меня прохватывало до костей, щипало за уши. А когда я приподнимал голову, ветер дул мне прямо в лицо. Я должен был держать шапку обеими руками. Пальцы у меня заболели от холода, точно обожженные огнем. Я не мог больше получаса переносить эту пытку. Соскочил с повозки, засунул руки в карманы и принялся бегать зад и вперед, топая по скользким камням, чтобы как-нибудь разогреть окоченевшие ноги. Наконец холод до того измучил меня, что я решил попробовать развести огонь. На берегу можно было подобрать много щепок и куски угля. Одна беда — у меня не было спички. На реке стояло много барок, на барках работали грузчики. Они, конечно, дали бы мне спичку, если бы я попросил у них. Но как подойти к ним в моем костюме? Ведь они сразу увидят, что я из работного дома. Станут расспрашивать меня и кончатся тем, что меня поймают. Оставалось одно — снять куртку и вымазать себе лицо и руки грязью, чтобы быть похожим на одного из мальчишек, которые роются на берегу в речном иле. Ищут там щепки, бутылки, жестянки и всякий хлам. Для этого мне пришлось снять на ветру не только куртку, но и чулки, башмаки и шапку, так как жестянщики этой одежды не носят. Их ноги, руки и лицо вечно выпачканы грязью. Чтобы вымазаться таким же образом, я должен был пройтись голыми ногами по речному илу, покрытому сверху слоем льда, окунуть в этот ил руки и натереть им лицо. Жестянщики всегда носят с собой или мешок, или какую-нибудь посудину, в которую собирают все, что найдут. На мое счастье, я увидел под кормою одной барки старую кастрюлю, лежавшую в выле. Я взял ее в руки и, подойдя к одному старому грузчику, попросил у него спичку. «Проходи, проходи, воришка!» — закричал он. «Только что из тюрьмы и опять за прежнее!» «Я не был в тюрьме!» — крикнул я со слезами. «Я не был, я не был в тюрьме!» «Не был в тюрьме! Ах ты, лгун! Да ты посмотри на свою голову! Разве это не тюремная стрижка?» «Нет! Я был в работном доме, и меня там обрили, потому что у меня была горячка! Я убежал из работного дома!» Старик свисел седую голову через край барки и пытливо стал вглядываться в мое грязное, залитое слезами лицо. Должно быть, он убедился, что я говорю правду, потому что сказал гораздо ласковее. «Ну, если тебе нужна только спичка, так возьми себе хоть две, да иди своей дорогой!» Он воткнул спички в расщелину багра и передал мне их таким способом. «Но, увы, все труды мои оказались напрасны. У меня были и щепки, и уголь, и клочок бумаги, но все это было такое сырое, что обе спички мои истлели и ничего не могли зажечь. Я посмотрел на берег. Старика, давшего мне спички, не было на барке. Пришлось обойтись без огня. Я опять сошел к реке, смыл грязь с рук, с ног, с лица, дал им просохнуть на ветру, так как у меня не было полотенца. Потом надел опять чулки, башмаки, куртку и шапку и принялся расхаживать взад и вперед подарками. Около двух часов пошел снег. Это не огорчило, а, напротив, обрадовало меня. Я думал, что из-за дурной погоды Рипстон и Молди вскорее вернутся домой. Я уселся на последней ступеньке той лестницы, по которой они обыкновенно спускались под арки, и стал ждать. На церковных часах пробилось семь, но мои друзья не являлись. Куда мне теперь деться? За что приняться? Уж не вернутся ли, пожалуй, домой? Когда эта мысль в первый раз пришла мне в голову, я прогнал ее как совершенно нелепую. Но время проходило. У меня исчезла надежда увидеться с моими единственными друзьями. Мысль о доме повторялась опять и опять. Наконец, я уже не мог думать ни о чем другом. Чего мне так бояться возвращения домой? Я уже больше девяти месяцев не видал никого из своих. Может быть, они обрадуются мне? Может быть, в худшем случае отец прочтет мне хорошую аннотацию? Теперь я уже не такой маленький мальчик, каким был, когда бежал из дому. Я знал, как искать работу, за какую работу взяться. Я не буду в тягость своему семейству. Однако, прежде чем идти в наш переулок, я побродил несколько времени около арок. Затем добежал до рынка, посмотрел, не там ли Рипстон и Молди. И, не найдя их нигде, решил направиться на Тернеллскую улицу. Я шел бодро, нигде не останавливаясь и ни на кого не обращая внимания. Но когда я дошел до Смитфилда, шаги мои стали замедляться, а, подойдя к переулку, я и совсем остановился. Не опасно ли так прямо явиться к отцу? В это время дня он обыкновенно бывает в пивной. Подождать разве, пока он выйдет оттуда? Он всегда добрее, когда немного выпьет. Я остановился против переулка и стал поджидать отца. Он всегда возвращался домой в одиннадцатом часу, а теперь был только десятый. Я ждал терпеливо, и мысль о том, как меня встретит отец, что он мне скажет, мешало мне даже чувствовать голод и холод. Но время шло, а отца все не было. Я решил, наконец, дойти до пивной, куда всегда заходил отец, и посмотреть, там ли он. Вдыху к двери пивной распахнулось, и из нее вытолкнули женщину. Платье на ней было все изорвано и страшно испачкано. Рыжие волосы всклокочены, губы разбиты, а на руках у нее был ребенок, завернутый в грязные тряпки. Я тотчас же узнал ее. Это была миссис Берг с моей бедной сестренкой Полли. «Ах ты, пьянчуга!» — визжала она. «Как ты смеешь бросать в меня бутылками! Чуть не убил ребенка! Вернись только домой, я обломаю об тебя всю кочергу!» Мужчина, вытолкнувший ее из пивной, набросился на нее с кулаками. «И ты еще смеешь попрекать меня пьянством, низкая ты тварь!» — кричал он. «Сама пропиваешь все деньги, что я выдаю на еду. Семья из-за тебя голодает с того самого дня, как ты вошла ко мне в дом. Мало убить тебя, бесстыжая пьяница!» «Полно вам буяни, Джим Баллизет!» — сказал мистер Пигот, удерживая его за руки. «Я не позволю вам бесчинствовать у меня в кабаке. Можете бить ее дома, а здесь я не позволю, здесь нельзя!» «Джим Баллизет?» Он назвал этого пьяного, грязного человека Джим Баллизет. «Неужели это мой отец?» Я привык его видеть всегда одетым опрятно, даже щеголевато. Бывал, вернувшись с работы, он хорошенько умоется и не выйдет из дому иначе, как в чистой рубашке, в крепкой фланелевой куртке и шелковой косынкой на шее. А у этого человека немытое багровое опухшее лицо с тусклыми заплывшими глазами, небритые щетинистые щеки, волосы давно не видали гребенки, на нем засаленная грязная рубашка и старая рвана измятая шляпа. «Пустите меня!» кричал он мистеру Пиготу. «Я должен набить морду этой пиявки, высосавшей у меня всю кровь!» «Перестань, Джим!» убеждали его люди, выскочившие вслед за ним из пивной. «Успеешь расправиться с нею! Пойдем-ка лучше, выпьем еще по стаканчику!» К шумевшей толпе подошел полицейский. Что опять Баллизет и скандалит, спокойно обратился он к трактирщику. «Да!» — ответил мистер Пигот. «Сил не хватает с ними справляться. Наконец-то вы пришли на подмогу!» «Да, господин полицейский!» — кричал отец. «Уберите отсюда эту рыжую тварь, чтобы глаза мои больше ее не видели!» И он, шатаясь, вернулся в пивную. «Нет! Лучше пристукните этого изверга, пропившего все мое добро!» захныкала миссис Берг, немного успокоившись при виде полицейского. «Ну, иди, иди домой, скандалистка!» заворчал полицейский, бесцеремонно втащил ее в наш переулок и втолкнул в дверь нашего дома. «Что мне делать?» Идти за миссис Берг, конечно, глупо. Я никогда не рассчитывал на ее ласку. «Соваться ей на глаза теперь, когда ее поколотили опасно, она набросится на меня с кулаками. Бедная малютка Полли! Мне очень жалко ее, но хорошо уж и то, что она, по крайней мере, жива и здорова, и не сделалась по моей вине калекой. Подойти к отцу? Может быть, отец сжалится надо мной? Прежде миссис Берг восстанавливала его против меня, а теперь он с ней поссорился. Может быть, он примет меня на злу ей? Я робко вошел в пивную. Там было много народу, и я не сразу увидел отца. Только оглядевшись хорошенько, я заметил, что он сидит, положив обе руки на стол и склонив на них голову. «Эй, ты, работный дом, чего тебе?» спросил у меня трактирный слуга. Я пришел к отцу, к тому человеку, сказал я, указывая на отца. «А как зовут твоего отца, мальчик?» «Джим Баллизетт». «А-а-а! Я так и думал! Я его сразу узнал!» скричал с корняк, живший в нашем переулке. «Джим, проснись-ка, смотри, выросился твой сыночек!» «Да проснись же!» увещевал он отца, слегка расталкивая его. «Врешь, отстань!» проворчал отец, не поднимая головы. «Заговори с ним, Джим, скажи ему два-три слова, он узнает твой голос». «Это я, отец!» проговорил я, дотрагиваясь до его локтя, дрожащей рукой. «Я пришел, я воротился домой». Отец медленно поднял голову и так свирепо поглядел на меня, что я отступил шага надво. Он несколько минут впивался в меня злыми глазами, и я уже начинал надеяться, что гнев его мало-помалу исчезнет, как вдруг он, не говоря ни слова, бросился на меня и схватил за ворот рубашки. Рука его сильно сдавила мне горло. «А, попался, негодяй, попался!» проговорил он, отстегивая другой рукой свой страшный ремень. «Что вы с ним делаете, Джим? Джим, ведь вы его задушите! Оставьте его, Джим! Можно ли так обращаться с ребенком?» вступили за меня окружающие. «Сын мой! Что хочу, то и делаю с ним!» закричал отец. Он остановился на минуту, должно быть, соображая, как удобнее положить меня для того, чтобы высечь. Затем приподнял меня за шиворот и бросил на стол лицом вниз. Тут он, должно быть, в первый раз заметил, какая на мне странная одежда. «Это что у тебя за наряд?» спросил он. «Должно быть, тюремный, заметил кто-то, и стрижка тюремная». «Нет, это не тюрьма, сказал слуга, это работный дом». «Да, работный дом!» подхватил я. Мне выдали этот костюм, когда я заболел горячкой и попал в работный дом. Я думала этими словами разжалобить отца, но вышло наоборот. Он отскочил от стола с отвращением и, обратившись к окружающим, проговорил слезливым голосом. «Вот вы говорите, чтобы я отпустил его, а знаете ли вы, что сделал этот мальчишка? Он бежал из дому, чуть не убил мою дочь, потом нищенствовал и этим опозорил меня. Он был в работном доме, слышите ли вы? В работном доме, чтобы я его пустил. Да ни за что на свете! Я изобью его до смерти!» «Только, пожалуйста, не в моем кабаке!» скричал мистер Пигот, хватая на лету конец ремня, который отец уже занес надо мной. Мистер Пигот хотел выхватить и весь ремень, но другой конец ремня был крепко обмотан вокруг отцовской руки, между ними завязалась драка. Воспользовавшись этим, я незаметно соскользнул со стола на пол. «Зовите полицию!» кричал хозяин. «Зовите кого хотите! Никто не помешает мне расправиться с этим бродягой!» Дверь распивочной приотворилась. В нее просунулось с полдюжины голов любопытных прохожих, привлеченных шумом. Я спрятался под стол. Добродушный слуга наклонился и протащил меня к двери. Все присутствующие были до того заняты дракой отца с мистером Пиготом, что не обратили на меня внимания. «Беги скорее домой и радуйся, что так дешево отделался!» сказал слуга, выталкивая меня на улицу и закрывая за мной дверь. Часть двенадцатая. Я знакомлюсь с двумя джентльменами. «Радуйся, что так дешево отделался!» сказал мне трактирный слуга. «Радоваться чему?» хотел бы я знать. Я был самым несчастным мальчишкой на свете. У меня не было ни угла, ни друга, ни куска хлеба. У меня не было даже одежды, так как платье на мне было чужое и страшно стесняло мою свободу. Все мои планы рушились. Я спасся от побоев, но это не утешало меня. Мне было так худо, что если бы я услышал, как отец догоняет меня, размахивая своим ужасным ремнем, я не прибавил бы шага. Было уже около одиннадцати, все ласки запирались. Я шел, куда глаза глядят, не обращая внимания на дорогу, но удачу выворачивая то в ту, то в другую сторону точно бездомная собака. Вскоре я очутился на улице, ведущей в кожевенный ряд. Улица была не длинная и вся состояла из лавок. Лавки были заперты, только в булочной светился огонь. Я подошел к освещенному окну и глазам моим представилась целая груда булочек разной формы и величины. Я остановился неподвижно, точно у меня вдруг отнялись ноги. Не напрасно бродил я взад и вперед. Я нашел, наконец, то, что мне нужно. Ах, если бы мне дали хоть одну из этих чудных румяных булочек! Сколько бы штук мог я съесть, которую бы я выбрал раньше всего? Нижнюю, а на поджаристей и еще вон ту, что поближе. З-з-з! Закрылся последний ставень. Исчез и свет, исчезли прекрасные хлебцы. Булочное сделалось таким же темным пятном, как и все остальные ласки. С утра я не чувствовал голода, я даже не думал о еде. Но теперь желудок мой как будто проснулся и стал требовать пищи. Мучительный голод как-то оживил меня. Я вдруг почувствовал себя необыкновенно бодрым. Во что бы то ни стало необходимо добыть себе еду, но как? Просить милостыню? У кого? Улицы, по которым я шел, редко посещались богатыми людьми, и теперь там не видно было ни одного человека. Да и как мне просить милостыню в одежде из работного дома? Кто даст мне пенни и не станет расспрашивать меня, зачем я ночью слоняюсь по улицам? Кроме того, просить милостыню поздно. Пока я выпрошу пенни, все лавки уже закроются. Украсть разве что-нибудь? Ну что? На всей улице открыта одна лишь пивная, а из пешеходов виден один полицейский. Впрочем, я не мог разглядеть ничего вдали, так как снег валил густыми хлопьями. Вдруг я услышал шаги и веселый смех, а через минуту увидел двух молодых джентльменов с сигарами и тростями в руках. Украсть у них что-нибудь мне и в голову не приходило, но я надеялся, что они сжалятся надо мной и дадут мне какую-нибудь монетку. Они были очень веселые и должно быть очень богатые, у каждого на пальце был перстень с большим блестящим драгоценным камнем. На мое счастье, один из них остановился закурить сигару невдалеке от меня. «Будьте так добры», сказал я, «Подайте мне что-нибудь». «А вот, попроси у моего приятеля», отозвался джентльмен, «Берни, дайте шиллинг бедному мальчику». Сердце у меня забилось от радости. Я обратился к приятелю джентльмена. «Протяни руку», сказал он. Я протянул, а он плюнул мне на руку. «Вот какие шиллинги я даю попрошайкам! «Ха-ха-ха!» засмеялся другой джентльмен. На минуту я почувствовал такой припадок бешенства, что готов был сцепиться мистеру Берни в нос, но голод заглушил мою ярость. Я обтер руку о стену и снова протянул ее веселым господам. «Уж теперь-то вы не откажетесь дать мне хоть пенни, хоть полпенни», проговорил я самым вежливым голосом. «Я умираю от голода!» «Лжошь, негодяй!» закричал мистер Берни. «Толкует о голоде, а сам одет франтом. Разве в таких щегольских башмаках просят милостыню?» «Сведем-ка его к полицейскому, Джонс!» «Тут только я сообразил, что действительно башмаки у меня крепкие, новые, слишком хорошие для нищего, и что я могу продать их. Лучше ходить босиком, чем терпеть такой страшный голод». Мальчики, ночевавшие подарками, часто рассказывали, что Филдлейне есть много лавок, где торгуют до поздней ночи и покупают все, что угодно, без разбора, не расспрашивая, откуда товар. До Филдлейна было недалеко. Я нагнулся и начал развязывать башмаки. «Ты что это делаешь?» спросил мистер Берни. «Да вот спасибо! Вы мне напомнили, какие на мне башмаки. Теперь уж я не стану просить у вас милостыни. Держите при себе и свои пенни, и свои плевки. Не то нам может достаться кирпичом по башке». «Пойдем, Джонс!» сказал Берни. «Если он осмелится тронуть нас, мы позовем полицейского». «Нет, постой!» остановил своего приятеля Джонс. «Ты что же хочешь делать с этими башмаками, мальчик?» «Продать их?» «Куда же ты понесешь их ночью?» «Хочешь продавать?» «Покажи их сюда. Пойдем к фонарю». Я снял чулки и сунул их в башмаки, а башмаки связал шнурками и перекинул через плечо. Мистер Джонс подвел меня к фонарю, взял в руки один башмак и принялся разглядывать и ощупывать его самым серьезным деловым видом. «Сколько ты за них хочешь?» спросил он. «Полно вам шутить надо мной!» скричал я. «Зачем вам знать, сколько я за них хочу?» «Какие тут шутки!» сказал мистер Джонс. «Я хочу сделать дело, назначая цену. Я куплю башмаки». Какую назначить цену я решительно не знал. Тут я вспомнил, что однажды моя покойная мать дала мне два шиллинга девять пенсов за пару башмаков гораздо хуже этих. А эти башмаки были очень хорошие, такие теплые, удобные. Стоя на холодном снегу босыми ногами, я вполне оценил их. «Восемнадцать пенсов», сказал я. Мистер Джонс посмотрел на мистера Берни, и оба молодых человека принялись хохотать, точно я сказала им какую-то необыкновенную забавную шутку. «Ну, хорошо, хорошо», заговорил мистер Джонс. «Шутка, шутка, и только мы никогда не сделаем дело, если ты не скажешь настоящую цену. Сколько дать тебе за эти башмаки?» «Восемнадцать пенсов, не меньше». «А хочешь шесть?» «Нет, восемнадцать. Не то, давайте назад, давайте, я не хочу продавать вам». «Ну, нечего с тобой делать», со вздохом произнес мистер Джонс. «На тебе деньги и убирайся скорее, покуда я не раздумал». Он сунул мне семь пенсов, взял под руку мистера Берни и пошел прочь. Я ухватился за его пальто. «Еще одиннадцать пенсов», закричал я, «не то отдайте мне башмаки и чулки». «Да ты с ума сошел», скричал мистер Берни, «мы можем гораздо дешевле купить новые сапоги». «Да тут еще чулки». «А, чулок я и не заметил, посмотрим, какие такие чулки». Мистер Берни вытащил чулки из башмаков, внимательно осмотрел их и затем сказал, «Ну, нечего делать, ты, кажется, мальчик хороший, мы тебе прибавим, дадим шиллинг за все». «Нет, я не хочу, мне надо восемнадцать пенсов, я бы и этого не взял, не будь я такой голодный». В эту минуту мы подошли к маленькой грязной ловчонке, она еще не была заперта, и на окне я увидал несколько больших буханок хлеба и кусок холодного вареного сала. «Это ты врешь, что тебе хочется есть», сказал мистер Джонс. «Будь ты и вправду голоден, ты бы обрадовался шиллингу, ведь за четыре пенса можно купить огромный кусок хлеба с этим салом». Соблазнительно было глядеть на это чудесное сало, я был так голоден, что, кажется, мог бы съесть весь кусок до последней крошки. Однако отдать сапоги за такую неподходящую цену мне не хотелось. «Восемнадцать пенсов», настаивал я. «Экки ты какой! Ну уж если тебе так нужны эти деньги, так поищи, нет ли у тебя еще чего продажного, носового платка, ножичка или чего-нибудь такого, посмотри-ка в кармане». «Нечего мне смотреть, у меня только то и есть, что на мне». «Ну что же, мы все покупаем», сказал мистер Берни. «Мы можем дать тебе за твою одежду не восемнадцать пенсов, а восемнадцать шиллингов. Продавай». «Неужели они в самом деле дадут мне за мое платье восемнадцать шиллингов? Да я рад был продать его и за половину этой цены, оно ведь только мешало мне». «Как же я буду продавать здесь, на улице?» спросил я. «Зачем на улице? Повезем его к себе, Берни», предложил мистер Джонс. С этими словами молодые джентльмены, держа в руках мои башмаки и чулки, быстро пошли к Сафрон-Гиллу. Я не отставал от них. Дойдя до самой грязной части Гилла, они остановились перед одним домом. Ключ от дверей был в кармане у мистера Джонса, и мы все трое, пройдя темный коридор, поднялись по скрипучей лестнице во второй этаж и вошли в комнату. Мистер Берни зажег маленькую оловянную лампу, прибитую к стене, и при свете этой лампы я мог рассмотреть жилище молодых людей. Оно походило на лавку тряпичника. В одном углу навалена была такая огромная куча шляп, что верхушка изломанного потертого цилиндра касалась потолка. В другом углу свалено было множество старых башмаков и чулок всех сортов и размеров. Кроме того, груда старого платья лежало на длинном столе. В этой ловчонке, видимо, жили люди. На складном столе перед камином стоял чайный поднос с грязными чашками и кофейником. Тут же на капустном листе я увидел кусок масла и початую булку. «Можно съесть?» спросил я, и, не дожидаясь ответа, откусил большой кусок. Мистер Берни ударил меня по руке медной спичницей. Булка полетела на пол. Я поднял ее, но мистер Джонс тотчас же выхватил ее у меня. «Ты не воровать сюда пришел», дометил он строго. «Вот что, мальчик», сказал мистер Берни ласковым голосом, «я вижу, что ты очень голоден, мне жаль тебя. Возьми этот хлеб в придачу к шиллингу за башмаки и не приставай к нам больше». «Если бы я не попробовал хлеба, я, может быть, продолжал бы настаивать на своей цене, но теперь я положил в карман шиллинг, который мистер Берни протянул мне вместе с хлебом и жадно вцепился зубами в булку. «Ну, а теперь проваливай», проговорил мистер Джонс, отворяя передо мной дверь. «Дело сделано, и нечего тебе тут околачиваться». «Вы же хотели купить мое платье», напомнил я. «Еще говорили, что дадите восемнадцать шиллингов». «Восемнадцать шиллингов?» мистер Джонс пощупал материю на моей куртке. «Восемнадцать шиллингов недорого, я бы дал и больше. Ну, да, если ты столько просишь, так вот тебе твоя цена». Он протянул мне восемнадцать пенсов. «Это восемнадцать пенсов?» скричал я. «А мне надо восемнадцать шиллингов». «Эх ты дурачина!» «Да кто же даст столько за эту дрянь?» «Ну, что же мне восемнадцать пенсов?» «Ведь я должен купить себе другое платье вместо этого?» Берни притянул меня к себе и еще раз внимательно осмотрел всю мою одежду. «Знаешь что, Джонс», сказал он добродушно, «сделаем доброе дело, дадим бедному мальчику другую одежду, в этой ему неудобно». «Делать добро хорошо», возразил мистер Джонс, «только ты пожалей меня, ведь мне придется нести половину убытка». «Полно, приятель, от доброго дела нельзя разориться». С этими словами он порылся в кучу старого платья и вытащил оттуда пару больших бумазийных брюк, очень испачканных, очень нестрепанных, покрытых спереди и сзади заплатами. «Они разорваны», сказал я, указывая на большую дыру. «Ну, конечно, это вещь поношенная», отвечал мистер Берни, «не новые же платья тебе давать». «К тому же они очень широкие и такие длинные, пустяки, теперь носят широкие брюки, а если окажутся длинные, мы подрежем, примерь-ка». «Я снял с себя все и остался в одной рубашке». Мистер Джонс тотчас же подхватил мои вещи и запрятал их куда-то. Бумазейные брюки были так широки, что нигде не прикасались к телу, а пояс приходился у меня под мышками. Брюки влочились по полу. «Видите, я говорил, не впору». «Как не впору? Будто нарочно для тебя сшито». «Да они ужасно неудобны. Смотрите, эта буковица должна быть спереди, а она приходится под мышкой». Ему неловко от того, что он скомкал всю рубашку около пояса, заметил мистер Джонс. «Снимите с него рубашку, Дерни, мы дадим ему другую потоньше». «Ну вот, теперь отлично», сказал он. «Эту пуговицу мы застегнем на эту дырку, а ту на ту превосходно. Брюки приходятся теперь под самое горло, сними жилета, не надо, славная штука. Найдем ли мы тебе такую же хорошую куртку?» «Да вот, дай ему эту», проговорил мистер Джонс, подавая какую-то рвань. «Она навехонькая, да не беда, жаль мальчика, нужно же делать добро». Они натянули на меня куртку, всю перепачканную масляной краской. Очевидно, прежде ее носил маляр. «Славно тебе будет, и тепло, и удобно», сказал «Проваливай». «Как? А рубашку? Ведь вы мне не дали рубашки». «Рубашку? В передачу к штанам и куртке?» «Да ты, с ума сошел, любезный». «По крайней мере, дайте мне хоть немножко денег, ведь мое платье стоило гораздо дороже». «Каково это, Джонс?» скричал Дерни обиженным голосом. «Мы ему сделали добро, а он еще требует денег». «Бессовестный, неблагодарный мальчишка! Пошел вон!» Они вытолкали меня из комнаты, столкнулись лестницы, выгнали на улицу и заперли за мной дверь. Часть тринадцатая. Я становлюсь уличным певцом. Старый друг. на церковных часах пробила полночь в ту минуту, когда мошенники захлопнули за мной дверь, и я пошел шагать по мягкому холодному снегу. Я не сразу мог сообразить, выгодна ли была моя сделка с господами Дерни и Джонсом. Мне казалось, что вся выгода была на их стороне, а между тем они обвиняли меня в бесстыдной неблагодарности к ним. деле не оценил по достоинству их доброты. Что сделали они для меня? Прежде у меня была пара теплых чулок и крепких башмаков, у меня был костюм, была рубашка. Теперь у меня не было ни башмаков, ни рубашки, и костюм мой состоял из куртки и штанов. Зато теперь я не так сильно страдаю от голода, как прежде. Я избавился от одежды, в который днем мне нельзя было показаться на улице, и у меня в руках целый шиллинг. Но где же он, этот шиллинг? Если бы мостовая разверзлась под моими ногами, я не испытал бы такого испуга. Я стал обшаривать карманы своих новых штанов. Карманы были глубокие, и мне пришлось нагибаться до самой земли, чтобы достать до дна. Но напрасно шарил я во всех закоулках, в ужасе я запустил руки в карманы куртки, и там все пусто. Осталось только несколько черствых хлебных крошек. Куда же он девался, этот шиллинг? Тут только я вспомнил, что оставил его в доме старьевщиков. Получив за сапоги и чулки шиллинг и кусок хлеба, я сунул шиллинг в карман моих прежних штанов, а когда я снял их, чтобы примерить эти бумазейные брюки, я забыл взять оттуда деньги. Ясно вспомнив все это, я почувствовал некоторое облегчение, до их дома было недалеко, и я пустился со всех ног бежать к Сафрангиллу. Найти Сафрангиллу и то место, где жили старьевщики, было нетрудно, но прибежав на их улицу, я остановился в недоумении. Я не заметил номера их дома, а с виду все дома были совершенно одинаковые. Я внимательно вглядывался в каждое здание, но не мог заметить ни одного признака, которым один дом отличался бы от другого, и кроме того, везде, во всех окнах огни уже были потушены. Вдруг я заметил свет в одном окне второго этажа, я подпрыгнул к дверному молотку и постучался, мне не ответили. Я постучался второй раз сильнее прежнего, окно, в котором светился огонь, отворилось, и из него выснулась голова старика в колпаке. Извините, сэр, сказал я, живут ли в этом доме мистер Берни и мистер Джонс? Почем, я знаю, вздумал стучаться по ночам. Неохота мне сойти к тебе вниз, а то бы я задал тебе хорошую трепку. С этими сердитыми словами старик громко захлопнул окно. Что мне было делать? Стучаться во все дома уйти? Значит, отказаться от шиллинга? Конечно, я один виноват во всем. По своей глупой рассеянности я забыл, что мой шиллинг остался у них, у моих покупателей. Чуть они узнают, в чем дело, они сейчас же возвращат мне мои деньги. Всего лучше подождать здесь до утра и подстеречь молодых джентльменов, когда они выйдут на улицу. К счастью, прямо против того дома, где жили старьевщики, была какая-то небольшая ловчонка, и я устроился подли нее на ступеньках. Там я и провел всю ночь до рассвета, то засыпая на несколько минут, то опять просыпаясь. В семь часов утра лавочник, во владениях которого я расположился, отворил свою дверь и прогнал меня. Я, однако, держался тут же поблизости и часов в девять увидел, что из дома, замеченного мною, вышли два молодых человека с черными мешками в руках. Они были одеты не так щегольски, как вчерашние джентльмены, их сюртуки казались очень потертыми, а кепки сильно засаленными. Тем не менее, я сразу узнал в них мистера Берни и мистера Джонса. «Извините, сэр», сказал я, обращаясь к мистеру Берни, «Я оставил свой шиллинг, в кармане тех штанов. Отдайте мне его, пожалуйста». «Что такое? Какой шиллинг? Какие штаны?» «Да те, что я вам вчера продал вместе с курткой. Вернитесь домой, посмотрите». «Что он такое болтает?» с изумлением спросил мистер Берни. «Вы знаете этого мальчика Уилкинс?» обратился он к своему товарищу. «В первый раз вижу». «Вы ошиблись, голубчик», ласково сказал мне Берни. «Как зовут того господина, которого вы ищете?» «Одного звали Берни, другого Джонс». «Разве это не мистер Джонс?» «Нет, дружок, меня зовут не Джонс, а Уильям Уилкинс». отвечал мистер Джонс. «Неужели вы скажете, что не вы купили у меня мое платье из работного дома, что не вы живете в той комнате, набитой старым платьем?» с отчаянием скричал я. «Конечно, не мы, что ты к нам привязался». «Неправда, вы...» «Постойте, вон идет полицейский, я сейчас позову его». Увидев полицейского, знакомые мои, видимо, смутились и двинулись вперед быстрым шагом. «Отдайте мой шиллинг!» кричал я, догоняя их. «Отдайте! Не то я закричу, что вы воры!» «Эти гадкие попрошайка!» побледнев от гнева, скричал мистер Джонс. «На тебе два пенса и убирайся прочь!» «Я не уберусь! Вы мне дайте весь мой шиллинг! Не то я, пожалуй, спросил Берни. «А на то, что вы взяли у меня деньги, когда покупали мое платье из работного дома?» «Из работного дома? Вот это здорово! Так ты бежал из работного дома и продал свое платье. Хорошо, теперь я сам сведу тебя в полицию, тебе влетит за такие проделки!» С этими словами он схватил меня за ворот куртки и потащил навстречу полицейскому. Положение мое было отчаянное. Я сделал усилие, вырвался из рук Дерни, он держал меня не крепко и пустился со всех ног бежать прочь. Бегство стоило мне моей шапки. Когда я вырвался из рук Дерни, она свалилась на землю и, торопливо оглянувшись, чтобы посмотреть, не гонится ли за мной, я увидел, как бессовестный мошенник поднял ее и спрятал в мешок. Я отбежал далеко от Сафрангил и, убедившись, что никто не преследует меня, остановился обдумать свое положение. Меня все еще не оставляла надежда найти прежних товарищей. Кроме того, я искал себе работы, но напрасно ходил я взад и вперед между лавками. Ни Рипстона, ни Моудзи, нигде не было. Встретившиеся мне знакомые мальчики сказали, что мои друзья уже с самого Рождества не ходят на базар и никто не знает, куда они делись. Найти работу мне так и не посчастливилось, хотя я сильно вырос за время болезни и был одет не так, как прежде. Все продавцы сразу узнали меня. Опять появился, Мазурик, проваливай, проваливай, уходи бы дальше, говорили они, завидев меня, убирайся прочь, арестант. Все попрекали меня моей арестантской стрижкой, и так как у меня не было шапки, моя стриженная голова по-всякому бросалась в глаза. Мне не удалось заработать ни гроша. Снегу в тот день не было, но зато был ветер и сильный мороз. С утра я решил не заниматься воровством, даже тем невинным воровством, каким промышляли мои прежние товарищи. Решение я принял за чашкой горячего кофе, но потом прослонялся по базару весь день, ничего не евши, стал колебаться. Однако совсем стемнело, в лавках зажглись огни, и голод заставил мою совесть замолкнуть. Я решил еще раз обойти базар и ни за что не возвращаться с пустыми руками. Две минуты спустя я бежал к Дрюри Лейну с великолепным ананасом в кармане. Ананасы в то время были очень дороги. Я слышал, как лавочник, которому принадлежал ананас, похищенный мною, говорил покупатель, указывая на него и на полдюжины других. Эти все по десять шиллингов штука, сэр. Такой цены мне, конечно, никто не даст. По правде сказать, если бы я не слышал слов лавочника, я бы оценил свой ананас в два, много в четыре пенса. Теперь же я решил не уступать дешевле двух шиллингов. По дороге к старому Бадже Симмонсу, всегда покупавшему краденные вещи у меня и моих товарищей, я уже решил, как и страчу десять пенсов. На шесть поужинаю, а за четыре пристроюсь куда-нибудь на ночь. Намучившись прошлую ночь, я чувствовал почти такую же потребность в хорошей постели, как и в еде. Бадже Симмонс занимал комнату в квартире одного сапожника. Подойдя ближе, я с радостью заметил, что у сапожника светится огонь, и над желтой занавеской окна виднеется его рука, продергивающая дратву. Сапожник хорошо знал меня, и потому я смело посучался. Он отворил мне дверь, и меня удивило, что он говорит со мной точно с незнакомым. «Что тебе нужно, мальчик?» спросил он. «Да ничего, позвольте только пройти к Бадже». «Бадже Симмонс уже здесь не живет, да и тебе лучше убираться по добру, по здорову, а то опять станет ходить сюда полиция. Я уже думал, что никого из вашей шайки не увижу». «Куда же это переехал Бадже?» с беспокойством спросил я. «Пожалуйста, скажите, мне нужно его видеть». «Никуда он не переехал, он просто в тюрьме за решеткой», ответил сапожник, тревожно оглядываясь по сторонам. «Иди, иди прочь», прибавил он, выталкивая меня на улицу. «За мной следят, смотрят, с кем я вожу знакомство, и иди». «Да вы посмотрите, может быть, и вы купите вместо Баджа?» спросил я, начиная вытаскивать ананас из кармана. «Я вам уступлю дешево за шиллинг, за девять пенсов». «Уходи прочь со своим ананасом», закричал сапожник, дрожа от волнения и своими грязными руками стал втискивать ананас ко мне в карман. «Уходи», говорят тебе. «Он бросился на меня с таким гневом, что я убежал от него со всех ног. Все было против меня. Где живут другие скупщики краденого, я, к великому моему сожалению, не помнил, не знал. И зачем только я стащил этот проклятый ананас? Лучше бы стащить апельсин или грушу. Я мог бы продать их прохожим. А с ананасом куда мне сунуться? Начни я предлагать его прохожим. Пожалуй, угодишь за решетку туда, где теперь сидит Баджи Симонс. Что же мне делать? Остается одно съесть ананас самому. Я никогда не едал ананасы и теперь охотно променял бы его на добрый ломот черного хлеба, но мне не оставалось выбора. Дойдя до Бетфорда, я остановился на площади, загроможденной разными экипажами и повозками, влез в одно из повозок и, притаившись там, съел весь ананас до самого стержня. Впоследствии этого дорогого ужина оказались самые неприятные. У меня так сильно разболелся живот, что я просто не мог шевельнуться. Я просидел в повозке до половины ночи, но тут руки и ноги мои до того окоченили от холода, что я должен был вылезть вон и хорошенько растереть их. К счастью, я заприметил в углу площади кучу навоза, от которого валил густой пар. Я сейчас же побежал туда и очень удобно провел в теплом навозе все время до рассвета. Как я жил следующий день, мне трудно рассказать. Помню только, что я без цели бродил по разным улицам. Вечером я заметил, что на одной стороне улицы собралась кучка народа. Я подошел ближе и увидел, что все слушают пение мальчика. Я также стал слушать. Песня была мне знакома. Это была одна из ирландских песен, которую любила распевать моя мачеха. Мальчик пел недурно, только голос его как-то совсем не подходил к смыслу слов. Однако пение его понравилось, и по окончании песни в шапку его посыпалось столько полутенцевых монет, что я вытращу в глаза от удивления. Что если бы и мне приняться за пение, мелькнуло у меня в голове? Ведь это во всяком случае честное средство добывать пропитание. Это лучше и нищенства, и воровства. Мне немного нужно. Если хоть один из десяти, нет, из двадцати прохожих даст мне полтенни, с меня и довольна. Я сделал несколько шагов, стараясь припомнить слова и мотив песни. Затем остановился и запел. Через минуту около меня остановился какой-то мальчишка, потом старик, потом женщина, потом молодая служанка с бутылкой пива. Ну, эту послали за делом, подумал я, увидев ее, а она стоит и слушает. Значит, недурно? Это ободрило меня, и я стал петь с большей уверенностью. Мало-помалу толпа вокруг меня все пребывало, и когда я кончил песню, ко мне протянулись три-четыре руки с медиками. Особенно сильное впечатление произвело мое пение на одного полупьяного ирландца. Вот это песня, так песня, вскричал он, крепко схватив меня за руку. Не всякий день удается услышать такое прекрасное пение, а вы еще скупитесь своими медными деньгами, скаредные вы бессердечные люди. Спой-ка еще раз, голубчик, а как кончишь, я сам пойду собирать для тебя. Спой, спой еще, мальчуган, закричало несколько голосов. Я охотно повторил свою песню, и она, видимо, понравилась слушателям. Когда я кончил ее, ирландец обошел всех шапкой в руках и вручил мне целую пригоршню медных монет. Только что я успел спрятать в карман свое богатство и начал потихоньку выбираться из толпы, как чья-то рука дотронулась до моего плеча, и я услышал женский голос. Как? Это ты, маленький Джимми? Бедный мальчик, чем это ты вздумал заниматься? Я боялся только одной женщины на всем свете, но это был не ее голос. Это был добрый, знакомый голос. Я поднял глаза и увидел Марту, племянницу моей знакомой прачки миссис Уингшип. Часть четырнадцатая. Старый друг кормит и одевает меня. Марту я очень любил, почти так же сильно, как ее милую тетку миссис Уингшип. Марта была хорошая, добродушная женщина, и все соседи уважали ее. Это не мешало им всем и детям и взрослым называть ее одноглазой, кривой, у нее действительно не было одного глаза. Я один называл ее настоящим именем. Может быть, поэтому она оказывала мне особенное расположение. У нее всегда было для меня ласковое слово, и много-много раз она кормила и поила меня, когда я умирал с голоду по милости мачехи. «Бедный мальчик», повторяла она, выбравшись со мной из толпы, «да чего ты дошел, пойдем со мной скорее, расскажи мне, как тебе жилось все это время». «Мне нечего рассказывать, Марта», отвечал я, «но тут заметил, что она тащит меня к тому переулку, где живет мой отец. Я не пойду с вами, с меня довольны и того, что было прошедшей ночью». «Знаю, знаю, все, бедняжка, и тетка знает», отвечала добрая молодая женщина. «Уж как она тебя жалеет», говорит, «если бы я могла ходить, как другие, я сама пошла бы отыскивать этого несчастного ребенка». «А вот теперь я и нашла тебя». «Да в каком виде?» Марта отерла себе глаза передником. «Мне ужасно хочется есть, Марта», проговорил я. «Я умираю с голоду». Я заплакал. И мы оба стояли среди улицы и плакали. «Пойдем», вдруг скричала Марта, «пойдем в наш переулок». Тетка говорила, что рада будет, если ты найдешься, вот ты и нашелся. «Нет, я не пойду домой, ни за что не пойду». «Не бойся, я провожу тебя к тетке так, что никто не увидит». «Да тебя и узнать-то трудно», прибавила она состраданием, оглядывая мою тощую фигуру. «Я узнала тебя только по голосу». После некоторых колебаний я наконец согласился идти с Маркой. Когда мы дошли до нашего переулка, она оставила меня в темном углу, а сама пошла предупредить миссис Уингшип и поглядеть заодно, не опасно ли мне будет появиться в двух шагах от жилья моей мачехи. Прошло несколько минут, Марта не возвращалась. Я уже начал думать, что миссис Уингшип вероятно не хочет пустить меня, и от нечего делать вздумал пересчитать свои деньги. Их оказалось 14 пенсов. Какое богатство! И это заработано меньше, чем в полчаса. Положим, мне много помог добрый ирландец, но если я буду приобретать без него хоть вдвое, хоть четверо меньше, это все-таки выйдет 3,5 пенсов в полчаса, 7 пенсов в час, шиллинг и 9 пенсов в 3 часа. Чудесно! Я начал желать, чтобы Марта и совсем не появлялась, но нет, она вернулась, неся какой-то сверток под платком и объявила мне, что в переулке никого нет и миссис Уингшип ждет меня. А все же я лучше не пойду, сказал я, пожалуй, из дому выйдет мачеха, пока мы здесь стоим и разговариваем. Благодарю вас, Марта, я уж лучше уйду куда-нибудь подальше. Нет, нет, скричала она, загораживая мне путь. Ты и так довольно слонялся по улицам. Я не пущу тебя никуда. Пойдем со мной, будь умница. Я тебя так наряжу, что тебя никто не узнает. С этими словами она вытащила из-под платка какую-то старую юбку и женскую шляпку, быстро напялила их на меня и, взяв меня за руку, направилась к переулку так решительно, что я не мог сопротивляться. Мы вошли к миссис Уинкшип в ту минуту, когда она спокойно наслаждалась порцией ромы с горячей водой перед ярким огнем камина. Вот он, тетушка, сказала Марта, снимая с меня юбку и шляпу. «Это он!» скричала миссис Уинкшип, устремляя на меня удивленный, почти испуганный взгляд. «Веселый маленький мальчуган, вылитый портрет покойной матери! Ай-яй-яй, в каком он ужасном виде! И все это по милости той рыжей пьянчушки! Ну уж попадите, она мне в эту минуту, я бы своими руками исколотила ее! Посмотри-ка, Марта, на нем даже рубашки нет, а еще говорили, что он одет в теплый костюм из работного дома, а он... Как кончила свою речь миссис Уинкшип, я не помню. Попав в теплую комнату и подойдя к огню, я вдруг почувствовал звон в ушах. Голова у меня закружилась, ноги задрожали, и я упал на пол. Обморок мой, вероятно, длился довольно долго, потому что за это время в положении моем произошли значительные перемены. Я очнулся в комнате миссис Уинкшип на диване. Вместо куртки и бумазейных брюк на мне были надеты вязаная фуфайка, длинные широкие штаны, вероятно, принадлежавшие когда-то мистеру Уинкшипу, и какой-то халат невероятных размеров, закрывавший меня вместе с ногами, и, вероятно, служивший ночной одеждой самой миссис Уинкшип. Я все еще чувствовал некоторое головокружение, однако мог приподняться и оглядеться кругом. Миссис Уинкшип стояла перед печкой и мешала что-то в небольшом соуснике, а Марта вошла в комнату и поставила на стол блюдо с тремя великолепными бараньими котлетами. При виде этого чудесного кушания я чуть не соскочил с дивана, но мне помешало длинное одеяние, опутавшее мне ноги. Миссис Уинкшип заметила это движение. Ну что, молодец, ожил, ласково, веселым голосом скричала она. Полно, голубчик, гляди веселей, чего это ты вдруг раскис? Я и в самом деле вдруг расплакался ни с того, ни с сего. В моих слезах она сама была виновата. Она поцеловала меня в лоб, а со смерти матери меня еще никто ни разу не целовал. При этом материнском поцелуе я не мог удержаться от слез. Миссис Уинкшип дала мне волю наплакаться, а сама занялась приготовлением ужина. Через несколько времени из блестящей голландской печки распространился необыкновенно приятный запах. Ну что, готов ты, Джейми? Готов. Благодарю вас. У меня было к обеду мясо, ласковым голосом сказала миссис Уинкшип, усадив меня в большое кресло перед столом. Остатки я положила тебе в суп. Кушай, голубчик, досмотри, не оставляй ни кусочка, а в это время и котлеты поспеют. Долго уговаривать меня было нечего. Суп показался мне изумительно вкусным. Но разве он мог утолить мой волчий аппетит? Я напал на него, как на врага, которого следовало истребить как можно скорее, и пожирал его с такую быстротую, что миссис Уинкшип от изумления сдерживала дыхание. Вот до чего дошел, воскликнула она с глубоким вздохом, когда миска оказалась пустою. Это ему все равно, что глоток воды. И действительно, все, что я съедал, казалось мне крошечной порцией. Но я не сказал этого миссис Уинкшип. Моя деликатность дошла до того, что, когда она у меня спросила, съем ли я еще одну баранью котлетку, я отвечал, пожалуй, только не целую, а половинку. Хотя мысленно пожирал в это время не только все котлеты, стоявшие в голландской печи, но и толстый кусок хлеба, которым я собирался дочисто подобрать весь жир с блюда. Впрочем, глаза мои оказались жаднее желудка. Съев одну котлету и несколько картофелин, я почувствовал себя совершенно сытым. «А теперь», сказала миссис Уинкшип, «когда Марта убрала ужин, и мы все трое спокойно уселись перед камином, расскажи нам, Джимми, по порядку все, что с тобой было в это время». Я охотно исполнил желание миссис Уинкшип. Я подробно рассказал ей всю свою жизнь с той самой минуты, как бежал из родительского дома и укусил за палец свою мачеху, когда я стал говорить о своих приятелях Рипстоне и Молди и о том, как я принимал участие в их базарных похождениях, миссис Уинкшип разродилась бранью против моей мачехи, которая своей жестокостью чуть не довела меня до тюрьмы. «Да ведь закражено базаре не сажают в тюрьму», объяснил я ей. «За это сторож сам расправляется. Мне так Молди говорил». «Ну, твой Молди просто лгунишка. Скоро ты и сам убедился бы в этом. Хорошо еще, что ты заболел и что твоя горячка положила конец воровству. Ведь ты больше уже не воровал». «Нет, никогда», отвечал я, решив умолчать об ананасе. Рассказ о моем побеге из работного дома сильно насмешил миссис Вингшип, а описание бесчестной проделки старьевщиков привело ее в ярость. «Эккие подлецы!» восклицала она. «Если бы я была мужчиной, я бы подкараулила их и задала им такую трепку, что чудо». «Хорошо, что хуже ничего не было», произнесла она со вздохом облегчения, когда мой рассказ был окончен. «Конечно, и то худо, что сын моей милой поле, сделался нищим, но могло быть и еще хуже». «Как нищим?» «Милостыни я не просил. Когда Марта встретила меня, я пел». «Ну, это все равно, никакой разницы здесь я не вижу», решительным голосом ответила миссис Вингшип. «Я не знал, что это все равно», проговорил я смущенно. «Я не хочу жить нищенством, я готов, пожалуй, выбросить те четырнадцать пенсов, которые мне подали ». «Где они?» «Уж лучше не спрашивай. Тебе таких денег не нужно, Джимми. Они сделают добро тому бедняге, которому посланы. Тебе не след тратить их на себя». «Что она сказала о грязном тряпье, который ты ей снесла, Марта, вместе с деньгами?» «Очень обрадовалась, не знала просто, как и благодарить. Она сейчас же села выкраивать штанишки своему маленькому Билли». «Про какое-то грязное тряпье они говорят. Неужели про мои штаны и про куртку? Пускай себе маленький Билли получает и деньги моей одежду, не остану же я нагишом. Тот костюм, в который нарядила меня миссис Вингшип, теперь был удобен, в нем было очень тепло, но не могу же я показаться в нем на улице. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, может быть, они толкуют совсем не о моих вещах. Надо поскорее рассеять сомнения. Я подумал несколько минут, как бы деликатнее начать разговор и, наконец, заметив на камине большую пуговицу, спросил, нужна вам на что-нибудь эта пуговица? Нет, а что? Да не худо бы пришить ее к моей куртке, там нет верхней пуговицы. Но чего еще вспоминать эту грязную ветошь? Ты никогда больше не увидишь ее, Джимми. Никогда не увижу, с испугом воскликнул я. Как же это можно? Как же я останусь без куртки? Не беспокойся об этом, сказала добрая женщина, гладя меня по голове. У тебя будет куртка, хорошо, если бы не было дело труднее, чем раздобыть себе куртку. А что же такое труднее, спросил я с любопытством. Разве достать штаны труднее? вопрос мой сильно рассмешил старуху. Нет, и штаны не беда, Джимми, сказала она. Главная трудность в том, что я с тобой буду делать. Оставить у себя невозможно, ты сам знаешь, какая поднимется суматоха, если тебя найдут здесь. Конечно, здесь я не могу оставаться, я сам этого очень боюсь, поспешил я ответить. Хорошо бы отдать его кому-нибудь в ученье, спокойно произнесла Марта, продолжая свою работу, она штопала чулки. Хорошо то хорошо, да кому отдать? Вот я думала, только вы скажете, какое же это ремесло? Что такое? Да отдать бы его в трубочисты к братцу Белчеру, он ведь держит мальчиков. Превосходно! С радостью воскликнула миссис Вингшип. Вот это дело так дело, правда, Джимми? Я из вежливости ответил «Да, конечно». На самом деле я совсем не разделял восхищение миссис Вингшип. Конечно, если бы мне предложили сделать сатрубочистом в прошлую ночь, когда я издявший и голодный лежал на навозной куче, я, может быть, с радостью согласился бы. Но для мальчика, сытно поужинавшего, сидевшего на мягком диване и одетого в теплую фланель, лазанье по трубам не представлялось приятным занятием. «Как я рада, что эта мысль пришла тебе в голову, душа моя!» продолжала восхищаться миссис Вингшип. «Лучше этого ничего и придумать нельзя. Во-первых, это ремесло, которому легко научиться и которым можно заработать деньги и очень порядочные деньги». Дик Белчер прежде был такой же несчастный оборвыш, как Джимми, не имел ни гроша за душой, а теперь он ни в чем не нуждается. Во-вторых, он живет далеко и, главное, чистя трубы, Джим так измажется сажей, что родной отец не узнает его, хоть встретится с ним нос к носу. Ну, это дело улажено. Завтра же утром Марта поезжай в Кембер-Ойл и привези с собой Дика Белчера. Часть пятнадцатая мой новый хозяин. У миссис Вингшип был очень хороший диван, такой широкий и мягкий. Я мог бы безмятежно проспать на этом диване всю ночь под чистой простыней и теплым одеялом, но на самом деле я долго, очень долго не мог уснуть. Я все думала о той судьбе, какую готовили мне добрые женщины. И чем больше я думал, тем меньше хотелось мне поступать в ученики к трубочисту. Я знала одного трубочиста, он жил по соседству с отцом, у него было двое учеников, и жизнь их представлялась нам, мальчиком, настоящим мучением. Ученики жили у мистера Пайка, так звали нашего трубочиста, очень недолго. Они беспрерывно менялись, и ни один из них не прожил у него больше года. Обыкновенно они или убегали от него, или умирали. Все они казались одинаковыми, похожими друг на друга. Все были грязные, черные, оборванные, мигали и щурились при солнечном свете. У нас мальчишек ходили самые ужасные слухи о жестокости мистера Пайка. Мы были уверены, что он приучает своих учеников влезать в трубы так. Один конец веревки он привязывает к языку ученика, другой держит в руках, стоя на крыше, и если ученик лезет недостаточно проворно и ловко, дергает веревку, что есть силы. А если мальчик замешкается в трубе, мистер Пайк зажигает под ним внизу печки горсть стружек, пересыпанных перцем. Раз он послал одного из своих учеников в трубу, и ученик не вернулся, мы были вполне убеждены, что мистер Пайк зажег слишком много стружек, и зажарил мальчика живьем. Правда, многие видали этого мальчика недели две спустя в шордиче, и говорили, что он просто-напросто убежал. Представляя себе все эти ужасы, я лежал без сна. На часах пробило двенадцать, потом час, потом два. Наконец, я заснул и проспал до десяти часов. Миссис Вингшип и Марта вероятно встали по своему обыкновению очень рано. Они успели не только позавтракать, но и сходить в лавку готового платья. Доказательство того, что они побывали в лавке, лежало у меня перед глазами. На стуле подле моей кровати разложены были чистая рубашка, носки, крепкая суконная куртка и красивые полосатые брюки. Под стулом стояла пара башмаков, несравненно лучше тех, какие выманил у меня мистер Берни, а на спинке стула висела кепка. Я нисколько не сомневался, что все эти прекрасные вещи предназначались мне, и потому поспешил одеться и поздороваться с миссис Уингшип. Добрая старуха очень обрадовалась, увидев меня в приличном костюме. Она принесла теплой воды, вымыть мне руки и лицо, сама причесала меня своей собственной щеткой и напомазила мне волос со своей собственной помадой. Поглядись-ка теперь в зеркало Джимми, сказала она весело, видишь, какой ты молодец, просто чудо. Это платье не очень похоже на то, которое носят трубочисты, заметил я с гордостью, осматриваясь кругом и втайне надеясь, что она придумала для меня другое занятие. Мне не хотелось бы в такой одежде лезть в трубу. Еще бы, отвечала миссис Уингшип, эту одежду ты можешь носить по праздникам, а для работы Белчер даст тебе какие-нибудь лохмоть. Марта поехала в Кэмбер-Ойл и, должно быть, скоро вернется самим Белчером. Марта действительно приехала вскоре после моего завтрака, но одна. У мистера Белчера была сегодня работа на целый день, и он обещал приехать вечером в тележке на своей собственной лошади. Известие о тележке и лошади несколько успокоило меня. Значит, мистер Белчер не такой бедняк, как мистер Пайк. Для я целый день пробыл в комнате, боялся показаться на улице. В сумерках приехал мистер Белчер. С виду он нисколько не походил на трубочисток. Он был не черный, а белый. На нем было модное щегольское пальто, в руках он держал очень красивую шляпу. Лицо у него было такое же бледное, как у Марты, и рябое. Желтые верхние зубы выдавались вперед, и губа не покрывала их. Вообще он не понравился мне. Марта не сказала ему, зачем он нужен, и теперь, когда миссис Уингшип сообщила ему, в чем дело, он, видимо, остался не очень доволен. Сколько лет мальчугану спросил он, оглядывая меня? Девять. Десятый. Не слишком ли он мал? Напротив, велик, нашему ремеслу всего лучше учиться, пока кости гибкие. Какой он нарядный бы чистенький, жалко делать из него трубочиста. Как же тут быть? Кроме этого, мы ничего не можем для него придумать. Возьмете вы его, Дик. Дела-то у меня идут плохо, неохотно отвечал мистер Белчер, да и не знаю, довольна ли он тонок для фабричных труб. Он вынул из кармана линейку и измерил мне плечи. Туго ему придется, он малый, нежирный, похудеть больше не может, а я должен буду так его содержать, чтобы он не нажил себе лишнего кусочка жиру, не то беда, завязнет в трубе. Этакий случай был недавно на лесопильном заводе по дороге в Берманси. Труба там вышиной в 98 футов, а малый ты застрял ровно на половине, так он там и остался пока. Полно вам врать пустяки дик, сердито прервала миссис Линкшип. Небось, когда вы приходили просить у меня одолжение, я не охала да не выдумывала разных отговорок. Этот намек на какое-то одолжение тотчас заставил мистера Белчера переменить тон. Разве я говорю, что не возьму его оправдывался он? Я говорю только, что у меня работы теперь немного, да и мальчишки не больно мне нужны, раз я работаю машиной. Ну да уж ладно, пусть он живет у меня, я его все-таки обучу нашему делу. Таким образом судьба моя была решена, я буду трубочистом, мне грозит опасность завязнуть в трубе, этот гадкий рябой человек будет моим хозяином, я чувствовал себя невыразимо несчастным. Когда же мне его взять, спросил мистер Белчер. Да хоть сейчас, он готов, а мне очень хотелось бы, чтобы вы увезли его сегодня же до ночи. Пожалуй, мне все равно сейчас так сейчас, бери шапку, мальчик. Мне стало ужасно досадно, я понял, что миссис Вингшип хочет поскорее отделаться от меня, поэтому на ее ласковый прощальный привет я ответил сдержанно и холодно. Лошадь и тележка мистера Белчера ожидали нас в конце переулка и были отданы под присмотр какого-то мальчика, которому мистер Белчер обещал награду в полтенне. Когда мы подошли ближе, я увидел, что мальчик этот был никто и другой, как Джерри Петт. Сердце мое сильно забилось, но, к счастью, Джерри был так занят мыслью о полтенне, обещанном ему мистером Белчером, что не обратил на меня никакого внимания, и мы благополучно уехали. Когда мы доехали до Кэмберуэлла и до того места, где жил мистер Белчер, было уже поздно. Это была маленькая грязная улица возле канала. Все дома на ней показались мне ужасно убогими. Впрочем, дом мистера Белчера был выше и красивее всех. К дверям был привешен великолепный медный молоток. Цифра, обозначавшая номер дома, была тоже сделана из кованой меди. На дверях красовалась надпись «Белчер трубочист», а под блестящим медным звонком приколочена была дощечка со словами «Звонок к трубочисту». Между окнами висела вывеска, изображающая целую картину. Букингемский дворец, из трубы которого вылетает столб огня. В окне дворца королева Виктория с короной на голове и с растрепанными волосами простирает руки к трубочисту бегущему во дворец. На шапке трубочиста написано крупными буквами «Белчер». Часовой ворот дворца кричит слова написанные на ленточке вьющиеся вокруг его носа «Белчер, мы думали, что вы не придете. Принц Уэльский ездил за вами и сказал, что вы ушли на другую работу». «Это правда», отвечает Белчер тоже с помощью ленточки. «Я работал у герцога Веллингтона. Там тоже случился пожар, но услышав призыв королевы, я бросил там все в огне и вот я здесь». Мальчик моих лет, такой же черный и оборванный как ученики Пайка, услышав шум колес нашей тележки, выбежал из-за угла и взял лошадь под усцы. Мистер Белчер вышел из тележки, а я остался, не зная сойти или нет. «Позвольте, я вам помогу, господин», вежливо обратился ко мне маленький трубочист. «А впрочем, пусть лучше хозяин поможет вам выйти, а то я, пожалуй, перепачкаю своими руками ваше платье». «Какой же это, господин», рассмеялся мистер Белчер, «простафили это этакие, это просто новый ученик». «Новый ученик? Что ты с ума сошел, что ли? Для чего тебе понадобился новый ученик?» Слова эти были произнесены толстой неопрятной женщиной, вышедшей из дверей дома. На ее растрепанной голове примастился чепчик с пестрыми лентами, в ушах ее блестели серьги, но я тотчас по лицу узнал, что она родная сестра миссис Вингшип. «Понадобился?» «Нисколько он мне не понадобился», проговорил мистер Белчер. «Я должен был взять его, чтобы не обидеть твою сестрицу». «Войдем в комнату, я тебе все расскажу в порядку». Затем, обратившись к мальчику, он сказал ему, указывая на меня. «Возьми его с собой в кухню, Сэм, я позову его, когда мне будет нужно». Сэм взял лошадь под усы и провел ее кругом дома на большой двор, где стоял длинный грязный сарай с двумя дверьми. «Ну-ка, вылезай», грубым голосом сказал мне Сэм, останавливаясь против одной из этих дверей. «Вот тут кухня, смотри, не шуми, когда войдешь туда, а то, если разбудишь малого, что там спит, так сам не рад будешь. Я сейчас к тебе приду, только уберу лошадь. Не стучись в дверь, она не заперта, толкни ее, отворится». Я слегка толкнул черную дверь, она в самом деле отворилась, и я вошел в кухню. Это была очень темная комната, которую слегка освещали горевшие в камине угольки. Сначала я ничего не мог разглядеть, но понемногу глаза мои привыкли к темноте, и я различил возле очага с одной стороны стол и два стула, а с другой какую-то черную кучу, из которой слышалось храпение. Я ступил несколько шагов вперед, стараясь не шуметь. Вдруг из черной кучи раздался лай, и на меня бросилась маленькая собачонка. «Что ты ее дразнишь, Сэм?» послышался сердитый голос из той же кучи. «Ведь она тебе ничего худого не делает». «Да запри дверь, негодяя!» «Ишь, какой ужасный сквозняк! У меня и без того все кости болят, а ты напускаешь ветру. Затвори дверь да поскорее!» Приглядевшись, я заметил, что из кучи приподнялась какая-то фигура. Когда фигура возвысила голос, собачонка залаяла громче. Я струсил. «Это не Сэм!» проговорил я робким голосом. «Это я!» «Да запри же дверь!» При этих словах мимо моего лица пролетел увесистый сапог и стукнулся в стену у меня за спиной. Я побоялся запереть дверь изнутри и остаться вдвоем с таким страшным субъектом. Я вышел из кухни и хотел закрыть за собой дверь, когда явился Сэм, освещая фонарем свое веселое лицо. «Чего же ты не пошел в кухню?» обратился он ко мне. «Я тебе сказал, дверь не заперта!» Я объяснил Сэму, как сердит и меня встретили в кухне. Он засмеялся и взял меня за руку своей испачканной черной рукой. «Эки ты, трутишка!» сказал он. «Испугался паука!» «Его нечего бояться! Пока он сползется своих мешков, ты успеешь добежать до заставы!» Я не собаки испугался, а того мужчины, что лежит на мешках у огня. «Да ведь это и есть паук! Какой же он мужчина!» «Пойдем, ведь хозяин велел себе быть на кухне!» Сэм отворил дверь и вошел, а я вслед за ним, стараясь ступать как можно тише, чтобы снова не рассердить паука. «Кто это был здесь сейчас?» захныкал он жалобным голосом. Настучал, нашумел, напустил такого холода, что просто смерть. «Видел ты его, Сэм?» «Кто был?» «Был один важный граф, сын лорда Флессена. Приезжал справиться о твоем здоровье и привез тебе чудесную мась от твоего ревматизма, а ты взял да и запустил в него сапогом. Достанется тебе когда-нибудь за эту глупую привычку, правда, останется, милый паук». «Ох, я не виноват», застонал паук. «У меня и так болят все кости, а тут отворяют двери, да ветру на меня напускают. Неужели я его ушиб, Сэм?» «Не очень больно, он малый и необидчивый. Вот, погляди на него». Сэм поднял фонарь так, что калека мог ясно увидеть меня. Я также рассмотрел бедняка. Это был мальчик лет шестнадцати, весь обмотанный черным тряпьем. Он сидел на корточках, скрючившись и опираясь на груду мешков, служивших ему постелью. «Простите меня, пожалуйста, сэр», обратился он ко мне смиренным голосом, «я от боли иной раз сам себя не помню, надеюсь, я вас не зашил». Не успел я ответить, как Сэм разразился громким хохотом. «Чудесно, великолепно», воскликнул он, «он и меня надул, честное слово, а я поумнее тебя». «Дурачина ты, совсем он не сэр и не сын лорда, он просто мальчишка, которого отдали в учении к мистеру Белчеру». Паук удивился, «в учении вот так штука». «Что же тут удивительного вмешался я, отчего же я не могу учиться ремеслу трубочиста?» «Да чему же ты будешь учиться, когда у хозяина давно уже нет работы и никаких труп он не чистит?» «Мне все равно», сказал я беззаботно, «буду делать то же, что другие». «Какая работа у вас, у двоих?» «Паук совсем ничего не делает», пояснил Сэм, «хозяин давно бы отослал его прочь». «Да нельзя, он взят по договору на семь лет». «А я по утрам хожу иногда с хозяином и с Недом Парксом на машинную работу, только это совсем пустячное дело. Все заведение держится ночной работой по деревням, я еще с хозяином и с Недом присматриваю за тележкой. «Что же это за работа по деревням?» полюбопытствовал я. «Лазать в фабричные трубы?» «Не знаю, куда там лазать, я думаю, никуда», отозвался Сэм. «И сажи они домой не привозят?» «Не понимаю, зачем они ездят и что они делают там», сказал паук, снова морщись от боли. Он лег на мешки и застонал и заплакал, прежде чем боль у него стихла и мы могли продолжать интересные для меня разговор, раздался голос хозяина. Мистер Белчер звал меня к себе. С помощью Сэма я нашел дорогу к задней двери и оттуда мистер Белчер привел меня в гостиную. Там сидела толстая смуглая женщина, в которой я безошибочно распознал миссис Белчер. На столе я увидел еду, хлеб, масло, лук. Миссис Белчер встретила меня не очень дружелюбно. Эй, ты, мальчик, как тебя зовут? Джим. На, поужинай, если хочешь. Это не какие-нибудь куропатки под яблочным соусом, которыми тебя, может быть, подчевали в других местах, но у нас лучшего не жди. Благодарю, отвечал я примирительным тоном. Я очень люблю хлеб с маслом и с луком. Еще бы! Я думаю, всякую еду любишь. Мало нам было, что одна праздная собака ест наш хлеб, привели еще одного шалопая. Ну, полно, перестань, остановил свою жену мистер Белчер, ведь твоя сестрица не знает наших дел. Если бы все шло по-старому, нам бы нипочем взять к себе мальчика. А тебе, пожалуй, я ей все рассказал. Вот выдумал, вскричала миссис Белчер, да по мне лучше с голоду околеть. А ты больше болтай при мальчишке, который только приехал к нам в дом, со смешкой проговорил мистер Белчер. Ешь себе, Джим, прибавил он, обращаясь ко мне. Хозяйка сегодня немножко не в духе, ей пора спать, она очень устала. Я понял намек и поспешил скорее покончить с большим куском хлеба, отпущенным мне на ужин. Ну, теперь иди спать, сказал мне мистер Белчер. Ты найдешь дорогу назад в кухню, там у меня спят все мальчики, там тепло и уютно. Устрой себе отдельную постель, мешков хватит на всех. Прощай, утром можешь не вставать, лежи себе, пока не позовут. Ты дал ему рабочее платье, спросила миссис Белчер. Ах, я и забыл, вот оно, сказал хозяин, подавая мне черный узел, который валялся в углу. Рубашку и сапоги оставь свои, а остальное платье сверни хорошенько и принеси мне завтра с позаранку. Я взял узел, пожелал хозяевам спокойной ночи и отправился назад в кухню. Часть шестнадцатая Паук и его собака Таинственная сажа Огонь в кухне еще горел. Фонарь был прилажен к гвоздю, вбитому в одну из перекладин потолка. Паук лежал, свернувшись рядом со своей собачонкой, но Сэма я нигде не видел. Без него я не знал, куда лечь, и потому искал его глазами повсюду. Вдруг совсем близко от меня раздался его сонный шепот. Уговор кто последний ложится, тот и туши свечу. Я взглянул вниз и увидел Сэма. Он лежал на куче черных испачканных сажей мешков. Мешок, сложенный вдвое, служил ему подушкой. Шапка его тоже вся в саже была надвинута на уши так, что я мог рассмотреть только его белые зубы да белки его глаз. Удивительно, как скоро человек привыкает к роскоши. Если бы в позапрошлую ночь, когда я дрожал от холода в повозке, кто-нибудь предложил мне переночевать в теплой кухне на куче мешков и для этого пройти семь или восемь миль, я согласился бы с радостью. Теперь же, проспав одну ночь на диване у миссис Вингшип, я уже с отвращением посматривал на грязную постель неопрятного Сэма. Куда же мне ложиться, с грустью спросил я. Да, пожалуй, ложись со мной, предложил Сэм. Возьми из этой кучи два мешка, один положи под голову, а в другой влезай сам. Только смотри, не шуми, не разбуди паука, а то он будет всю ночь стонать их ныкать и не даст нам покоя. Я рассчитал, что так как мы с Сэмом будем лежать в разных мешках, я могу лечь вместе с ним, не особенно нарушая приказания хозяина. Поэтому я быстро разделся, натянул на себя грязные штаны, приготовил себе грязную подушку, погасил фонарь и через минуту устроился на груди мешков. Правда, от сажа шел сильный запах, но этот запах не помешал мне очень скоро заснуть. Было почти темно, когда меня разбудил собачий лай. Я увидел, что Сэм встает на работу, а Нед Паркс отдает ему какие-то приказания. Дверь он держал открытой, не обращая внимания на жалобы из тона паука. Через несколько минут Нед и Сэм ушли, а я, помню слова хозяина, что мне незачем вставать, пока меня не позовут, продолжал нежиться в постели. Вдруг я услышал сердитую речь паука. Ты нисколько не лучше, других. Ну, чего ты валяешься, словно теперь ночь, а не утро? Ведь седьмой час, а ты дрыхнешь. Ты, небось, здоров, так тебе и дела нет до больных. Чего ты меня лишишь? Перестань. Вставай-ка поскорее, из-за дела. Ну, вставай же, ленивая твать. Постой, я заставлю тебя встать. В третьих словах раздался звук удара, затем жалобный звонкий виск. С кучей трепья соскочила собака, подбежала к дверям и начала царапать когтями. Паук слез со своих мешков и ухоя потащился за нею. Чего ты торопишься? Ладно, торопись, торопись. Хочешь усердие свое показать? А вчера помнишь, что ты натворил? До позднего вечера оставил меня без огня? Смотри, сегодня будь умней, нечего тебе меня лизать. Хочешь быть другом, так служи мне как следует. На вот, понюхай-ка. Иди, смотри, возвращайся скорее. Если ты и сегодня сыграешь со мной такую же штуку, я тебя убью, право убью. Я не мог разглядеть, что такое паук давал нюхать своей собачонке. Я видел только, что он выпустил ее из дверей, а сам охая опять улегся на своих мешках. Мы пролежали таким образом с четверть часа. Пауку надоело должно быть ждать своего четвероногого слугу. Он начал бронить собаку и даже несколько раз приотворял дверь, чтобы посмотреть, не возвращается ли она. Наконец послышалось царапание в дверь. Паук отворил и в комнату вбежала его собачонка, неся что-то в зубах. Я тотчас увидел, что это была обглоданная баранья кость, но пауку, должно быть, не сразу удалось разглядеть ее. Иди, иди сюда, дряной пес, обратился он к собаке. Довольно ты, шалил, столько времени бегал за одной щепкой. Ну, да делать нечего. Щепка толстая, хорошая, давай ее сюда. Пинч, голубчик, пинч, иди же сюда. Но собака и не думала слушаться своего хозяина. Она стрелой пронеслась мимо него, забилась в дальний угол комнаты и легла там на свою добычу. Бедный паук беззнавался, пробовал подойти к упрямой собаке, но едва он сделал несколько шагов, как больные ноги изменили ему и он упал на пол. Тогда, стоя на коленях, он принялся осыпать собаку отчаянными ругательствами. Гнев хозяина увеличил робость пинча, и тот не двигался из своего угла. Наконец пауку удалось кое-как ползком на четвереньках добраться до собаки. Он замахнулся, чтобы изо всей силы в сторону, оставив свою добычу. «Ах, ты проклятый пес!» кричал паук, увидев обглоданную кость. «Тебя поцелают за дровами, а ты приносишь какие-то мерзкие кости? Постой же, я с тобой разделаюсь, только бы мне тебя поймать!» И он, продолжая брониться, принялся ползти вслед за собакой. Я не мог больше притворяться спящим. Я приподнялся и спросил у паука, почему он покажу, чуть только поймаю его, отвечал он, продолжая преследовать пинча. Я сказал, что убью его и убью непременно. Подержи-ка его, пожалуйста. «Да что он такое сделал?» спросил я, пытаясь поймать собаку, которая, как стрела, промчалась мимо меня. «Что он сделал?» захныкал паук, едва переводя дух от усталости. «Он просто смеется надо мной. Он знает, что я не могу развести огонь, пока он не принесет мне поленьев. Это его работа каждое утро. И что же? Вчера он принес мне три грязные мокрые щепки, которые никуда не годились. Я ему простил. Сегодня дал ему нарочно понюхать хороший сухой кусок дерева, чтобы он понял, что мне нужно. А он отправился шляться, прогуливаться, набрал себе костей, да еще у него хватило нахальства притащить их ко мне сюда. Теперь он будет гладать кости, а я сиди здесь без огня, пока Сэм не вернется с работы. Значит, часов до десяти, до одиннадцати. А у меня ноют все кости от проклятого холода. Гнев бедного калеки сменился печалью. Он заплакал и стал вытирать глаза грязными черными руками. Полно! Не плачь, сказал я. У нас будет огонь. Я сейчас схожу и попрошу углей у мистера Белчера, ведь он даст, не правда ли? Он то дал бы, да она не даст, шептом проговорил паук. Если она узнает, что я развожу огонь, прежде чем мальчишки возвращаться с работы, она поколотит меня. Оттого-то я и должен пускаться на такие хитрости, чтобы добыть себе дров. Ты мне скажи только, где здесь поблизости лавка, сказал я. Мы достанем себе угля, у меня есть полтенни. В прошлую ночь, когда я от миссис Уингшип, она сунула мне в руку шестипенсовую монету. Как? Ты купишь углей на полтенни? вскричал паук, и тусклые глаза его осветились радостью. Лавка тут близехонько сейчас за углом. А только знаешь, что может у тебя найдется еще полтенни? Найдется, а что? Да вот заварить бы нам себе горячего кофейку. Это такая прелесть, когда все кости болят. У меня и котелок есть, мы бы в нем и заварили. Если бы мне пришлось истратить на кофе все пять с половиной пенсов, которые должны были остаться у меня от покупки уголя, я и тогда не мог бы устоять против умоляющего взгляда паука. Через десять минут я вернулся с покупками, и через час мы с пауком уже сидели у дымившегося котелка. Я пил кофе из черепка разбитого глиняного кувшина, а он черпал старой ложкой прямо из котелка, заменившего нам кофейник. От горячего напитка бедному пауку стало легче, он повеселел, разговорился и рассказал мне свою историю. Он сирота и с детства жил в работном доме. Четыре года назад его отдали в учение к мистеру Делчеру. Целый год дело шло хорошо. Тобиас, таково роворен и ловок. Мистер Белчер охотно кормил, одевал его и обучал ремеслу. Но в один несчастный зимний день мистера Белчера позвали вычистить котел паровой машины, долго стоявшей без употребления. Пауку пришлось залезть в котел и пролежать почти целый день на промерзшем железе, очищая и выскрёвывая заржавленную внутренность котла. После такой работы мальчик простудился, заболел ревматизмом ног, но не мог не только чистить трубы, но даже просто стоять на ногах. Мистер Белчер поселил его у себя в кухне. Он должен был прислуживать другим ученикам, варить им кофе на завтрак и кашу на ужин. Когда дела хозяина пошли худо, и он был принуждён распустить своих учеников, Тобес остался без дела. Но мистер Белчер всё-таки обязан был кормить его до из течения семилетнего срока, обозначенного в договоре. А много дают тебе есть, спросил я. Конечно, не столько, сколько я хочу, но да я жаловаться не могу. За что меня и кормить-то, если я ничего не делаю? А, впрочем, послушать Сэма-то к мне и здоровому пришлось бы сидеть без работы. Он говорит, что порою они все вместе не заработают и одного фунта в неделю. Они ведь кажется, много получают за ночные работы по деревням, спросил я. Удивительно, продолжал паук, не расслышав моего замечания. Всего по фунту в неделю зарабатывают, а беспрестанно обновы себе шьют. Одной лошади им мало, другую купили, да еще какую хорошую. Сэм говорит, бежит просто как паровоз. Ну, что же, заметил я, иметь лошадь да тележку дело выгодное. Эту лошадь, понижая голос, сказал паук. Они держат в конюшне под замком целый день, не выпускают на волю. Должно быть, украли и прячут. Какое? Сэм видел своими глазами, как они заплатили за нее тридцать фунтов чистоганом. и никогда на ней не ездят? Днем никогда. Эту новую гнидую запрягают только по ночам. Ты никому не говори, что я тебе сказал. Отчего? Разве это секрет, что у хозяина есть гнидая лошадь? Нет, секрет не в том, а в том, куда они на ней ездят. Как куда? На ночные работы. Ты же сам говорил, что это дело выгодное. Да, выгодное. Деревенские трубы часто приходится чистить, а сажи в них нет, по крайней мере обыкновенной сажи, проговорил паук, с недоумением качая головой. В эту минуту в кухню вошел Сэм и своим приходом положил конец нашему таинственному разговору. Вскоре я узнал, что паук и Сэм говорят правду, и что действительно живя у мистера Белчера трудно выучиться ремеслу трубочиста. Никакой работы мне не давали, и мне приходилось поневоле бездельничать. Редко случалось, чтобы у мистера Белчера и Неда Паркса была работа, и тогда Сэм шел с одним из них, а я с другим. Возвращались мы домой обыкновенно часов в десять, в одиннадцать утра, да и та небольшая работа, какую мне приходилось делать, была вовсе неутомительна. Я переносил часть машины, когда мы переходили из одного дома в другой, передавал железные палки мистеру Белчеру, чтобы он свинчивал их, а когда окончалась работа, связывал их снова в пучок и, наконец, подметал пол вокруг печек. После завтрака я мог делать, что хочу, и так как меня кормили хорошо, я вовсе не тяготился бездельем. Мистер Белчер, по-видимому, совсем не хлопотал о том, чтобы достать себе побольше клиентов. Однажды утром мы шли с ним по улице. Хозяин, сказал я ему, все окна закрыты, и никто не знает, что идет трубочист. У меня громкий голос, давайте я закричу, что есть силы, многие услышат меня, и у вас будет в десятеро больше работы. Что ты, что ты, этого вовсе не требуется, горделиво и всякий, кому понадобятся мои услуги, может обратиться ко мне. У него всегда было много денег в кармане. Утром он вместе с мистером Парксом пил ром, а вечера проводил в трактире, где курил трубку и пьянствовал. Раза два в неделю они отправлялись на ночные работы и всегда брали с собой Сэма. Сэм очень любил эти поездки. Перед тем, как тронуться в путь, его всегда кормили вкусным ужином и давали ему рюмочку рома. Мистер Белчер и мистер Паркс отправлялись вдвоем в рабочей одежде и брали с собой машину для чистки труб и длинный мешок с инструментами и, кроме того, пустой мешок да фонарь да бутылку водки. Возвращались они домой иногда часа в два иногда в четыре. Сэм рассказывал, что бывают случаи, когда работа оказывалась уже сделанной кем-нибудь другим или в ту ночь ее нельзя было сделать. Тогда они возвращались с пустыми руками. Если же работа удавалась, они привозили домой полный мешок сажи. Тотчас по приезде Сэма отправляли спать, а сами еще долго возились в конюшне, вероятно ухаживая за дорогой лошадью мистера Белчера. Нас, мальчиков, особенно интересовал вопрос, куда девается сажа из деревенских труб? Как ты думаешь, Сэм, спрашивал я, куда они прячут сажу? Не знаю, отвечал Сэм. Нед Паркс стаскивает большой мешок наполненной сажей в конюшню, а после сажи исчезает куда-то. Неужели Нед берет сажу с собой, недоумевали мы. Нед Паркс не жил у Белчера. У него был свой дом на Ньюгеттской дороге, и по окончании работы он по большей части уезжал туда, в тележке. И почему эта собачонка паука так беснуется, когда Паркс остается ночевать у Белчера, как-то спросил я. Я думаю, она не любит Паркса, отвечал Сэм. А может быть, ей не нравится запах деревенской сажи? Пинч так визжит и воет, когда Нед остается здесь, что невозможно уснуть. Сэм замолчал и задумался. Может быть, собака чует крыс, сказал он, когда Пинч разъявился еще сильнее, чем прежде, и стал рыть лапами землю у самой стены, отделявшей кухню от конюшни. В конюшне водятся крысы. Нет, крысы тут ни при чем, шепотом отозвался паук. По-моему, тут другая причина. Во всем виноват Нед Паркс. Собака злится, что он не уехал и не уедет сегодня. В этом все дело, и это ужасно. Правда, Джим? Ужасно потому, что твой пинч так беснуется, сказал я. Джим, сказал паук, собаки ведь очень умные и много понимают, не правда ли? Мне хотелось спать, но я пожалел паука, который, страдая бессонницей, хотел поболтать со мной. Я рассказал ему две-три истории о том, какие разумные бывают собаки. Да, иной раз они и бывают еще умнее, отвечал он, когда я кончил свои рассказы. Слыхал ты что-нибудь об акулах, Джим? Нет, ничего. Эти акулы очень забавные твари. Если на корабле умирает матрос, они плывут за кормой, чтобы съесть мертвеца, когда он будет выброшен в море. Перестань, паук, не желаю я слушать твои страшные россказни. Чего ты пугаешь меня? Если тебе хочется разговаривать со мной, я, пожалуй, не прочь поговорить о собаках, но о мертвецах ни за что. сказать, что у собак такое же чутье, как у акул, Джимми, только им от этого мало радости. Как почуют, так и завоют. Что почуют? Но ведь ты не хочешь, чтобы я говорила о покойниках вот так же, как акула, и... Ну, довольна. Не хочу больше с тобой разговаривать. Прощай, я спать хочу. На другой день, идя с мистером Белчером на работу, я как-то к слову повторил ему рассказ паука об акулах. Он засмеялся, а потом спросил, с какой же стати рассказал он себе этот вздор, о чем шла у вас речь перед этим? Я рассказал ему о странном поведении Пинча и передал весь свой разговор с пауком. С нами были также Нед Паркс. Они с хозяином как-то странно переглянулись и велели мне сейчас же уйти. В эту ночь собака паука исчезла, да так и не вернулась домой к великому горю своего господина. Часть семнадцатая. Желание мое исполняется. Я прожил недель шесть у мистера Белчера. Вдруг в одну субботу вечером Сэм пришел в кухню и сообщил нам, что мистер Белчер выписал его мать из Дорсетшира. Она приехала долго о чем-то разговаривала с хозяином в конце концов согласилась уничтожить контракт и взять Сэма домой. В понедельник Сэм должен уехать с ней вместе. Теперь тебе хорошо будет Джим сказал Сэм. Ты будешь ездить с хозяином на ночные работы а он за всякую поездку будет давать тебе по шести пенсов чтобы ты не проболтался о его секрете. Что же очень рад сказал я я привык держать язык за зубами а что трудно сберечь этот хозяйский секрет Сэм. Нет очень легко тебе хозяин сам его скажет. Нет уж ты будь другом скажи сейчас. Пожалуй только не рассказывай ни пауку ни другим мальчуганам. Нет как можно но пойдем во двор а то как бы не услышал паук. мы вышли. Ты как думаешь Джим какую сажу привозят они по ночам? Как какую из труб я думаю а то откуда же? Из труб конечно да из каких? Слушай Джим мы привозим сажу из церковных труб. Ну так что же велика беда что из церковных. Тише видишь ли есть такой закон по которому нельзя чистить церковные трубы а уж если чистить так надо б на тайком кто на этом деле попадется того накажут ужасно накажут вобьют острые спицы в живот и будут таскать по дорогам вот почему они эту работу делают ночью крадучись в тихомолку ну а если поймают того мальчика что стережет у них лошадь его тоже накажут? Нет как можно он ни в чем не виноват наказывают только тех кого поймают за работой должно быть по закону церковные трубы должен чистить священник а он поручает это дело дьячку а дьячок сторожу а сторож уж от себя нанимает трубочиста и деньги он конечно платит трубочисту хорошие потому дело опасное да и за сажу ни гроша не получишь отчего же разве это не такая сажа как везде? такая же самая только ее нельзя продавать это строго запрещается законом с хозяина берут клятву что он не станет торговать этой сажей Нед Паркс зарывает ее у себя в огороде вот тебе и весь секрет мне сказал его хозяин и тебе скажет а чтобы ты не болтал он будет тебе давать по шести пенсов за каждую поездку все это Сэм рассказывал мне совершенно серьезно я вполне поверил ему наконец-то узнал я настоящий секрет еще какой секрет совсем необыкновенный точно та пьеса какую я видел в шордовичском театре страшное наказание которому по словам Сэма подвергались трубочисты чистившие церковные трубы нисколько не пугало меня напротив опасность предприятия придавала ему особую прелесть в моих глазах и я боялся одного что пожалуй мистер Белчер возьмет вместо Сэма не меня а какого-нибудь другого мальчишку я обратился к пауку и спросил у него как он думает кто теперь будет ездить с хозяином на ночные работы как то известное дело ты не меня же они возьмут с собой я не выдержу и умру по дороге решительно отвечал паук этот ответ нисколько не успокоил меня паук был в тягость мистеру Белчеру и мне пришло в голову что пожалуй он нарочно возьмет паука чтобы тот поскорее помер паук правда не мог ходить но он мог сидеть на козлах и держать вожжи а этого было достаточно впрочем сомнения мои вскоре рассеялись в воскресенье вечером мистер Белчер позвал меня к себе и поболтав о том о сём заявил напрямик что будет брать меня вместо Сэма для ночных поездок он не рассказал мне своей тайны только вскользь упомянул что работы производятся за городом и что о них не следует болтать у всех хозяев которые держат учеников сказал он мне есть свои секреты у меня тоже есть секрет я открою его тебе позже и если ты никому не проболтаешься ты заживешь у меня в свое удовольствие у Сэма всегда водились деньжонки в кармане и он знал вкус таким кушаньем которых другим мальчикам и понюхать не удается ты меня понимаешь Джим конечно понимаю с другой стороны продолжал хозяин как ты думаешь что бы я сделал с Сэмом если бы он стал болтать о моих делах я думаю ему плохо пришлось бы сэр отвечал я с испугом так как лицо у хозяина стало ужасно сердитое да плохо так плохо как верно не приходилось ни одному мальчугану я просто взял бы его за горло вот так и задушил бы тут же на месте говоря эти слова мистер Белчер стиснул мне горло своими длинными пальцами так крепко и посмотрел на меня так свирепо что мне стало жутко впрочем он сейчас же подобрел но с Сэмом все обошлось хорошо продолжал он прежним своим дружеским голосом Сэм был не глупый понятливый мальчик и зато получал от меня не побои а тенцы но на сегодня хватит довольно я не скажу тебе больше ни слова сам увидишь в чем состоит мой секрет завтра ночью если не будет луны на этом кончился наш разговор я поужинал вместе с хозяевами и меня отпустили в кухню снова повторив свое требование чтобы я не проговорился пауку весь следующий день я был так возбужден что даже не мог обедать будет луна или нет этот вопрос не давал мне покоя я не имел никакого понятия о движении луны и считал ее появление на небе делом случайным под вечер я понял что ночь будет темная так как паук начал не переставая стонать косточки мои бедные косточки схлипывал он опять разболелись заныли к ночи будет дождь вот увидишь действительно в сумерки пошел дождь а к ночи погода испортилась совсем миссис Белчер позвала меня ужинать как обыкновенно звала Сэма перед отправлением в ночную экспедицию ужин был прямо-таки роскошный рубцы жареные в масле и тертый картофель за столом вместе со мною сидели мистер и миссис Белчер и Нед Паркс когда мы кончили есть миссис Белчер по приказанию мужа дала мне полстакана горячего грога и я мужественно выпил его одним глотком хотя слезы навернулись у меня на глаза от этого крепкого напитка мистер Белчер и Нед Паркс также вдоволь нахлестались водкой и мы вышли во двор где уже стояла повозка с запряженную гнидой лошадью хозяин и Паркс накинули себе на плечи по мешку чтобы не промокнуть под дождем и уселись рядом в повозке а я завернулся в попону и уютно прикорнул у них в ногах кроме нас в повозке помещались машина для чистки труб и мешок с какими-то инструментами и об этих инструментах так же как и Сэм знал лишь одно что они звякают хотя и старался в тихомолку ощупать их сквозь толстую ткань мешка я не имел ни малейшего понятия о том куда мы едем и все же поездка доставляла мне необыкновенное удовольствие мы мчались во весь дух было темно дождь лил как из ведра мне представлялось что впереди нам грозят страшные опасности но я не боялся их напротив мне хотелось поскорее с ними встретиться мы проехали миль десять когда мистер Белчер остановился у придорожной колоды чтобы напоить лошадь не знаю не знаю как вы нет сказал он а я промок до костей не выпить ли нам чтоб согреться пожалуй выпьем и пошлем мальчишку за другой бутылкой вон в тот кабачок они достали бутылку крепкой водки угостились сами дали мне добрый глоток и я побежал за новой бутылкой когда я вернулся мистер Белчер опять погнал лошадь и мы понеслись вперед быстрее прежнего жаль что мы не захватили еще одного мешка проговорил Нэт Паркс проклятый дождь да ведь у нас есть еще один длинный отвечал хозяин прикройтесь к этим мешком прикрыться пожалуй можно да да что вы боитесь что тот для кого мы его приготовили простудится смеясь пошутил мистер Белчер ну этого положим нечего бояться с таким же смехом ответил Нэт дай-ка сюда мешок Джим я подала ему длинный мешок лежавший подли меня на дне повозки и в первый раз почувствовал какой-то смутный запах о ком они говорили ведь это мешок для сажи кто же может простудиться дождь еще яростнее бил нам в лицо когда мистер Белчер остановил лошадь но обратился он ко мне теперь я расскажу тебе свой секрет но конечно не весь видишь ту церковь я взглянул в темноту в том направлении куда он мне указал и с трудом различил туманное чертание церкви а около нее приземистые сероватые фигуры должно быть надгробные памятники мы пойдем туда чистить трубы прошептал он мне некогда рассказывать тебе все подробности одним словом чистить церковные трубы у всех на глазах нельзя понимаешь понимаю сэр рубким голосом отвечал я ты должно быть промок да и спать хочешь добродушно заметил хозяин хлебни еще глоток это тебя оживит с этими словами он поднес к моим губам бутылку глоток водки действительно подбодрил меня и я снова вполне поверил что мистер Белчер идет чистить церковные трубы спутники мои вылезли из повозки и подведя лошадь к густому кустарнику прямо против калитки остановились вылезай Джим прошептал хозяин и стой подли лошади покуда мы будем работать мы управимся скоро слышишь на церковных часах бьет двенадцать к половине первого мы вернемся и я дам тебе награду за труды ты теперь молодцом правда да сэр благодарю вас отвечал я бодро тебе не страшно что здесь так близко кладбище нет нисколько я засмеялся чтобы убедить его в своей храбрости тогда нет вынулась тележки инструменты мистер Белчер зажег фонарь они вместе вошли в калитку отправились по дороге в церковь и почти в ту же минуту исчезли в темноте и вот я стал ждать держа гнедую под усцы дочь лил не переставая я весь промок потому что теперь попоной была покрыта лошадь я ничего не видел перед собой кроме невысоких кладбищенских памятников и большой серой колокольни и ничего не слышал кроме шума дождя барабанившего по листьям деревьев по доскам повозки и по грубой попоне накинутой на спину лошади не весело мне было стоять в такую погоду одному в полночь среди непроглядной тьмы у ворот кладбища но я утешал себя мыслью что это скоро кончится трубочисты скоро вернутся с сажей я получу свою шестипенсовую монету лошадь во весь дух побежит домой я заберусь в теплую постель и мне будет очень весело вспоминать об этом приключении на часах пробила четверть первого я начал чувствовать какое-то смутное беспокойство ведь привидений не существует в природе все это бабьи сказки а между тем мне становилось все более жутко я чтобы подбодрить себя беспрестанно поглаживал лошадь вот на часах пробила половину первого теперь они кончили подумал я и через минуту будут здесь глаза мои были устремлены на церковную тропку в надежде увидеть Неда Паркса с мешком сажи но он не приходил никто не приходил ничего не было видно у меня начали стучать зубы и ко мне вернулся прежний страх я поглаживал лошадь называл ее разными нежными именами она стояла неподвижно как надгробная статуя гу 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 это был вероятно всего лишь крик совы но я задрожал от страха нужно пройтись решил я и прислушаться не идет ли хозяин подложив камни под колеса повозки чтобы гнидая не вздумала рвануться и увезти ее я отправился в разведку кругом было так темно что за три шага я не видел низги и должен был ощупывать землю ногами чтобы не звиться с дороги я шел все дальше вдруг нога моя наткнулась на что-то большое и твердое я чуть не вскрикнула от ужаса каково же было мое удивление когда оказалось что это была наша машина для чистки труб сначала мне пришло в голову что хозяин и нет стоят где-нибудь поблизости и бросили машину на землю лишь за тем чтобы немножко отдохнуть но напрасно я всматривался в темноту напрасно прислушивался ничего не было видно не слышно вдруг около самой церкви блеснул луч фонаря и я заметил что он приближается ко мне тихонько побежав по дорожке назад я вынул камни из-под колес и встал как ни в чем не бывало подле лошади прошло еще несколько минут ожидания и наконец в нескольких шагах от меня обрисовались две фигуры Нед сгибался под тяжестью большого мешка а мистер Белчер нес инструменты и машину они остановились у калитки и мистер Белчер спросил тихим голосом ну как дела Джим все в порядке никто не приходил никто не разговаривал с тобой никто поспешил я успокоить его они начали укладывать мешок с сажей в тележку и на минуту открыли свой потайной фонарь по виду они скорее были похожи на землекопов чем на трубочистов их руки ноги и вся их одежда были перепачканы глиной комья глины покрывали и мешок с сажей когда мешок был уложен оба выпили водки и дали мне хлебнуть из их бутылки пей смело мой милый сказал хозяин от этого вреда не бывает ты у меня молодец вот себе шиллинг он дал мне серебряную монету а мистер паркс ласково потрепал меня по плечу а как мы поедем назад спросил он мальчику я думаю лучше сесть между нами нет отвечал мистер белчер у меня уже лежит один в ревматизме пожалуй этот подхватит простуду полезай на дно джим и он протиснул меня вниз в угол повозки не клади голову на мешок сажей приказал мне мистер паркс он мокрый ты уши простудишь усевшись как следует мистер белчер хлестнул лошадь кнутом и она вихрем помчалась вперед радуясь что может наконец расправить свои изябшие ноги странный ужас охвативший меня когда я сделал удивительное открытие на церковной тропинке все возрастал ясное дело что мистер белчер ездил вовсе не за тем чтобы чистить трубы он даже не брал с собой в церковь машину он оставил ее на дороге между тем мешок был полон до самого верху полон но чем как узнать мистеру парксу не надо было и предупреждать меня чтобы я не ложился на мешок этот мешок внушал мне такой ужас что я не смел даже взглянуть на него а между тем любопытство мучило меня сильнее и сильнее осторожно я вытянул ногу и ощупал мешок он оказался мягкий может быть это в самом деле сажа нет сомнение слишком мучительно я должен знать правду у меня в кармане был складной нож я вытащил его осторожно раскрыл и наклонившись к мешку быстрогим ударом прорезал большое отверстие ужас на мою руку еще державшую нож вывалилась человеческая рука холодная как лед я громко крикнул испугавшись этого крика лошадь рванулась вперед я вмиг перепрыгнул через задок повозки и со всего размаху шлепнулся в грязь из царапов разбив себе лицо в ту же секунду я вскочил на ноги и помчался вперед сзади кто-то заорал диким голосом и вскоре я услышал громкий топот ног за мною была погоня часть восемнадцатая сцена более страшная чем все представления в театре стой кричал мне нет парк стой перестань орать а не то я тебе шею свернул как я мог остановиться я был убежден что мистер белчер убийца и верил что дед парк свернет мне шею я бежал по жидкой грязи едва переводя дух и беспрестанно спотыкаясь но все-таки успел несколько раз крикнуть караул вдруг я услышал свист и конский топот это гнался мистер парк конечно на лошади они меня в минуту догонят дрожа от страха я залез в канаву и лег на живот в канаве была вода и я должен был подпираться локтями чтобы держать лицо над водой большие кусты по обеим сторонам канавы совершенно закрывали меня через несколько секунд Нед Паркс добежал до того места где я спрятался и мистер Белчер нагнал его в повозки поймал тревожно спросил он у Неда он где-то здесь далеко не уйдет удивительное дело что это с ним стряслось чего это он так испугался мистер Белчер навел свет фонаря на повозку должно быть он показывал Неду разрезанный мной мешок ах проклятый мальчишка вскричал Нед но вы не беспокойтесь хозяин я с ним разделаюсь погоняйте лошадь а я от вас не отстану мы его мигом догоним к моей невообразимой радости совет мистера Паркса был принят и я услышал удаляющийся стук лошадиных копыт но что же мне было делать если я побегу вперед я могу их нагнать если побегу назад к Лондону они нагонят меня на обратном пути в страхе я вылез весь мокрый из канавы и взобрался на дорогу вдруг из-за кустов вышел человек и положил мне руку на плечо что с тобой мальчик спросил он и направил мне в лицо свет своего фонаря это был высокий мужчина в косматом пальто и в шляпе с широкими полями в руках у него было ружье у тебя все лицо в крови от чего кто засадил тебя в эту канаву не эти ли молодцы и он указал на удаляющиеся повозку нет сэр сказал я дрожащим голосом я спрятался в канаву сам не выдавайте меня сэр они убьют меня они убийцы как убийцы что такое с удивлением спросил лесничий человек встретившийся мне был лесничий я рассказал ему что видел в таинственном мешке куда же они теперь поехали спросил он видимо сильно взволнованный в погоню за мной сэр отвечал я они скоро вернутся им надо ехать в Лондон на улицу Виксенд там живет мистер Белчер сэр а ну если это правда мы им приготовим хорошую встречу лесничий взял меня за руку повел в небольшую рощу около дороги и громко свистнул минуты через две к нам подошел другой лесничий с двумя огромными собаками я должен был повторить ему историю с мешком но они от нас не уйдут суровым голосом проговорил он собаки бросились на меня и одна уже схватила меня за штаны куш крикнул на нее второй лесничий садись сюда мальчик дюк слот стерегите его я сел на землю а собаки уселись тут же одна справа другая слева по их глазам было видно что они не позволят мне сделать ни одного движения по дороге раздался стук лошадиных копыт слышно было что лошадь гнали во весь дух с того места где я сидел сквозь ветки кустов я отчетливо мог разглядеть дорогу я заметил что один из лесничих вышел на середину дороги и стал там где должна была проезжать повозка шум колес слышался все ближе и ближе и вдруг раздался оружейный выстрел от страха я закрыл глаза и когда снова открыл их мне представилась такая картина гнидая взвелась на дыбы ее с большим трудом удерживал под усцы один из лесничих другой освещал своим фонарем повозку и перепуганных трубочистов Нед Паркс размахивал кнутом и грозил размозжить голову на глицу осмелившемуся встать у него на пути мистер Белчер притворился спокойным что вам надо ребята говорил он лесничим если вы разбойники так с чего же вы вздумали нападать на бедных трубочистов убирайтесь подальше от греха пустите лошадь не уберетесь убьет именем закона арестуем вас произнес торжественным голосом лесничий державший фонарь арестуете нас вот так штука да за что же за убийство у вас в повозке лежит тело убитого вами человека все пропало бегите белчер скричал Нед и одним прыжком выскочил из повозки мистер белчер пустился за ним но лесничий тут же нанес ему прикладом ружья такой сильный удар по голове что тот упал замертво Нед Паркс продолжал бежать и прямо в мою сторону он вероятно наткнулся бы на меня если бы крик ужаса вырвавшийся у меня из груди не заставил его остановиться тогда он взглянул на меня и на лице его выразилась злобная радость он замахнулся на меня большой железной палкой которую захватил с собою и готовился нанести мне смертельный удар но собаки безошибочно поняли данное им приказание истеречь меня прежде чем палка успела опуститься на мою голову они набросились на Неда повалили его на землю и крепко держали одна за рукав другая за шейный платок второй лесничий быстро подбежал к нам и не говоря ни слова ловко скрутил Парксу руки и ноги мой готов скричал он подбегая к повозке а ты, Том поглядел туда в мешок бедняга в самом деле мертвый да мертвый отвечал Том умер должно быть с неделю назад если не раньше как с неделю может ли быть что за злодеи что за убийцы злодеи это пожалуй только никак не убийцы Джо они никого не убивали они только выкапывали мертвые тела видишь у них тут в мешке ни топора ни ружья а только буравда лопаты но все равно из-за этого им славно достанется посови-ка мне уложить их в повозку мы сведем их в Илфорд там их рассудят а что другой молодец связан спросил Джо слезая с повозки он я думаю еще не очнулся от моего удара впрочем для большей безопасности конечно лучше связать и его Джо пошел к тому месту где за несколько минут перед тем лежал без чувств мистер Белчер и вскрикнул от удивления а его и нет убежал это была правда холодный дождь вероятно оживил мистера Белчера и он пустился на утек захватив с собой одно из ружей оставленных лесничим подле него преследовать его в темную дождливую ночь было невозможно нечего делать свезем хоть одного сказал лесничий Том они подняли с земли мистера Паркса уложили его на дно повозки и поехали позвольте мне лучше бежать рядом попросил я боясь садиться подле Паркса смотревшего на меня со страшной узлобой пустяки тебе нечего бояться отвечал Джо и втащил меня в повозку он не посмеет и пальцем тебя тронуть он ударил кнутом по лошади и мы поехали в Илфорд находившийся от нас на расстоянии двух миль Паркс действительно не тронул меня пальцем но он сделал хуже он напугал меня до смерти Джим крикнул он едва мы отъехали несколько шагов не отвечая ему посоветовал мне лесничий Том Джим продолжал Паркс ты слышал хозяин ушел и ружье с собой захватил не знаю много ли ты наболтал только больше ни слова садись садись сюда вперед мальчик сказал лесничий Джо тогда тебе не слышно будет что он говорит я с удовольствием сел подальше от Паркса но он кричал так громко что я услышал бы его если бы находился на другой стороне дороги Джим говорил он помни что тебе обещал хозяин если ты когда-нибудь проболтаешься насчет его работы он свое слово сдержит будь уверен может быть пройдет неделя пройдет две а он все-таки не забудет своего обещания ты не надеешься что судья защитит тебя судье за всем не усмотреть и хозяин может вмиг сделать с тобой то что говорил ты будешь лежать на постели за сто миль отсюда дверь будет заперта на замок труба будет закрыта железными заслонками и вдруг ты проснешься и увидишь что он подходит к тебе подходит чтобы сделать то что обещал ты это помни и смотри будь осторожней лесничие нарочно громко разговаривали и стучали ногами по дну повозки чтобы я не слышал угроз Неда но я слышал каждое его слово и на меня напал такой ужас что я чуть не бросился прямо под колеса моим покровителям хорошо было говорить не слушай его мальчик он нарочно хочет запугать тебя тебе нечего бояться если ты скажешь на суде всю правду они не знали мистера Белчера они не знали чем он грозил мне если я проболтаюсь и какой у него был при этом страшный вид тебе нечего бояться а кто же защитит меня неужели те полицейские от которых я бегал всю жизнь вдруг станут моими лучшими друзьями да если бы даже это случилось разве они могут каждую минуту стеречь меня во время нашего разговора за ужином мистер Белчер явно показал мне как мало времени нужно на то чтобы задушить мальчика кроме того когда я узнал что хозяин вовсе не убийца во мне явилось сомнение не глупо ли я поступил выдав его я раскаивался что заварил эту кашу и решился последовать совету Неда и болтать как можно меньше когда меня позовут к судье тем временем наступило утро меня привезли прямо в приемную комнату полицейского дома ну мальчик ласково сказал полицейский инспектор теперь расскажи мне все что ты знаешь о своем бывшем хозяине да он совсем промок шутка ли пробыл всю ночь под дождем ему надо переодеться у нас есть подходящая сухая одежда сказал один полицейский я сейчас принесу господин инспектор когда меня переодели и излепили мою шишку пластырем инспектор велел напоить меня горячим кофе и только тогда приступил к допросу полицейские стояли кругом и внимательно слушали скажи мальчик часто ли твой хозяин ездил на ночную работу спросил он не знаю сэр ответил я опуская голову как ты не знаешь ведь ты жил с ним под одной кровлей он никогда не брал меня раньше с собой сэр я спал и ничего не слыхал не нравятся мне твои ответы мальчик ты должен говорить все что знаешь скажи-ка где живет твой хозяин не знаю забыл ну уж это ты ушешь мальчик твоих лет не может забыть адрес хозяина у которого он прожил столько времени рассердился инспектор честное слово сэр я так перепугался нынче ночью что все вылетело у меня из головы но ведь нынче ночью ты называл этот адрес лесничему и какая досада что тот не запомнил его обратился инспектор к одному из полицейских постарайся припомнить повернулся он снова ко мне я забыл я ничего не могу вспомнить угрюмо повторил я ну хорошо строго заметил инспектор увидите его но помни мальчик завтра тебе придется рассказать все на чистоту а покуда ступай я не поверил ему между тем дело вышло так как он сказал часть девятнадцатая я убегаю от полиции на другой день мистера паркса и меня привели в суд для допроса должно быть судьи уже знали о моем намерении как можно меньше говорить и один из них седой в зеленых очках принял меня так сурово что на меня сразу напала робость смотри на меня мальчик скричал судья ударив рукой по столу у меня захватило дыхание я взглянул на него и струсил еще больше он смотрел мне прямо в лицо сквозь свои зеленые очки а двадцать человек полицейских стояли вокруг готовые повиноваться малейшему его знаку в это время Нед Паркс кашлянул у меня за спиной и оглянулся и судья закричал не смотри на подсудимого мальчик смотри только сюда понимаешь ты что значит давать присягу молоди особенно любивший всякие рассказы о судебных делах объяснял мне это и потому я ответил это значит целовать Евангелие и клясться что я буду говорить правду и если я после этой клятвы совру мне будет худо глаза мои были прикованы к зеленым очкам судьи наконец у меня навернулись слезы как будто я смотрел на солнце да если ты дав присягу соврешь все тем же строгим голосом сказал судья ты будешь сурово наказан тебя сошлют за море в каторжные работы приведите его к присяге экзекутор а вы подсудимый не смотрите на свидетеля пока его допрашивают и попробовал бы я сказать неправду судья был такой дотошный он казалось знал все мои мысли и предлагал мне такие вопросы что я не мог умолчать ни о чем я рассказал все как я ушел из дому как миссис Уинкшип поместила меня к мистеру Белчеру какой разговор был у меня с Сэмом насчет чистки церковных труб словом все до той самой минуты когда испуганный появлением мертвой руки я выпрыгнул вон из повозки тут же на суде я узнал в чем заключалось преступление мистера Белчера в те давние времена врачам и студентам из-за религиозных предрассудков строго запрещалось изучать анатомию на мертвых телах это считалось грехом поэтому в Англии тогда существовала шайка гробов скрывателей которые тайком пробирались темными ночами на кладбище выкапывали из могил давно погребенных покойников и продавали их врачам за огромные деньги вот на чем наживался мистер Белчер после меня дали свои показания лесничий и Томас и Джозеф а затем было решено отложить дело на неделю чтобы полиция успела арестовать мистера Белчера мальчика всего лучше отправить домой к родителям и пусть тот кто повезет его построже внушит его отцу что мальчик обязан через неделю снова явиться сюда сказал сузья в зеленых очках суд занялся другим делом а я вышел на улицу вместе с лесничими и несколькими полицейскими они потолковали о чем-то между собой и все вместе вошли в соседнюю пивную а я едва осознавая что делаю поплелся вслед за ними меня ошеломили ужасные слова мальчика всего лучше отправить домой к родителям эти слова довершили беду и зачем зачем я вмешался не в свое дело я приду к отцу с полицейским который расскажет ему о моих делах с гробовскрывателями и о том что меня поместила к ним ни в чем не виноватая миссис Уингшип да отец просто убьет и меня и бедную старуху так-то я отблагодарю ее за доброту нет это слишком ужасно я должен сделать что-нибудь чтобы предотвратить это несчастье я сделаю непременно сделаю хотя бы для этого мне пришлось обмануть страшного судью в зеленых очках мне необходимо было ускользнуть от моих сторожей вырваться из Илфорда и спрятаться в каких-нибудь лондонских закоулках я говорю от моих сторожей но на самом деле меня казалось никто не стерег я попробовал выйти из этой комнаты где лесничие полицейские пили пиво они не обратили на меня никакого внимания я вышел во двор затем на улицу никто не преследовал меня значит я могу идти без помехи но я знал что полицейские народ хитрый что они следят за всеми из-под тяжка и потому решил возвратиться посидеть несколько времени в пивной и послушать о чем там говорят оказалось что полицейские говорили обо мне а вот и он заметил один из них когда я вошел ты бы держался поближе к нам мальчуган а то пожалуй тебя схватит тот молодец с ружьем это должно быть была шутка потому что другой полицейский лесничие засмеялись а что мальчик спросил один из полицейских рад ты будешь попасть домой и избавиться от всех опасностей я знал если я скажу что не хочу домой полицейский станет особенно строго присматривать за мной поэтому я отвечал конечно я буду счастлив надоело мне слоняться по улицам нельзя ли мне отправиться туда поскорей а знаешь что и дорогу отсюда домой отлично знаю сэр можно мне сейчас же идти нет тебе нельзя идти туда пока я не освобожусь от своих занятий и не сведу тебя это будет часа в четыре когда кончится заседание в суде но ты не обязан сидеть здесь ведь ты не арестант а свидетель ты можешь пойти в полицейский дом посидеть там или просто погулять по улице только не заходи далеко при этих словах я едва удержал свой восторг я не арестант я свидетель и могу гулять где мне вздумается благодарю вас сэр произнес я и с беспечным видом вышел из трактира тихими неторопливыми шагами пошел я по Илфордской дороге которая вела прямо к Лондону счастливый случай избавил меня от утомительного путешествия как только дом суда скрылся от глаз моих меня догнал экипаж с очень удобными запятками неутыканными гвоздями я ловко вскочил на них и помчался к Лондону с быстротой десяти миль в час я проехал через большой и малый Илфорд доехал до самого Майлэнда но тут должен был сойти со своего удобного экипажа из-за низости одного мальчугана ему так же хотелось прокатиться и видя с досадой что на запятках нет места он стал требовать чтобы кучер согнал и меня кучер послушался маленького негодяя все так рассердился на дренову мальчишку что набросился на него и отколотил его хотя такая задержка в пути могла быть опасной для меня конец дороги мне пришлось сделать пешком часа в два я был недалеко от Уайтчепеля это рабочий квартал в Лондоне я совсем не знал этой части города но подарками я встречался с мальчишками пришедшими оттуда они рассказывали что это самое глухое место Лондона теперь мне нужно было именно глухое место с проходными дворами и извилистыми переулками первым и величайшим моим желанием было укрыться на несколько времени пока кончатся несчастные дела о похищении покойников и тогда впрочем еще рано думать о том что будет тогда надо позаботиться о том что делать теперь через какой-нибудь час Илфордский полицейский дом начнет обо мне беспокоиться меня станут разыскивать и потому мне прежде всего нужно куда-нибудь спрятаться я прошел с десяток узких и грязных переулков и наконец приютился в одном необыкновенно тихом трактире где истратил на еду четыре пенса из своего шиллинга хозяин трактира пускал к себе ночевать и давал постели за четыре пенса поэтому я с его позволения остался в трактире до вечера съел за ужином порцию супа за один пенс и затем улегся спать в довольно удобной постели на другой день утром я истратил на завтрак оставшиеся у меня три пенса и вышел на улицу долго бродил я по городу выбирая самые темные закоулки и всячески избегая встреч с полицией голод напомнил мне что я не обедала и что мне вероятно не придется ужинать нечего ждать и прятаться говорил мне голод ты должен что-нибудь делать но что же мне делать куда я не пойду я испорчу свое положение испорчу да разве можно мне его еще более испортить оно так худо что едва ли может сделаться хуже бояться каждую минуту что тебя схватят первые попавшиеся навстречу полицейские да еще терпеть голод нет это невыносимо если бы я был поближе какому-нибудь базару я не стал бы церемониться что в самом деле все против меня бедного беззащитного мальчика так мне еще рассуждать что честно что не честно буду думать только как бы мне самому прожить а до остального мне и дела нет я дошел до того что готов был таскать из чужих карманов если бы только умел взяться за это дело но оно всегда казалось мне необыкновенно страшным воровать воровать фрукты с коленгарденских лотков было нетрудно всегда можно было найти минуту пока торговец смотрит в другую сторону или убежать так быстро что он не успеет догнать но засунуть руку в карман нарядной дамы или господина это совсем другое дело тут нужна отчаянная смелость когда я жил подарками мне показывали многих мальчишек занимавшихся карманным воровством но их искусство казалось мне таким же трудным как искусство фокусников или жонглеров мне казалось даже что легче глотать острые шпаги чем воровать из карманов часть двадцатая я вступаю на новый путь размышляя обо всем этом я вышел из глухих темных переулков на широкую красивую улицу где все магазины были ярко освещены а по тротуарам сновало множество богатых нарядно одетых господ мое внимание обратил на себя большой фруктовый магазин за его огромными зеркальными окнами были выставлены разного рода плоды чай кофе изюм орехи консервы и банки с вареньем кроме того там же стояли китайские куклы фарфоровые деревянные каких я никогда прежде не видал они интересовали ни одного меня никто не проходил мимо не бросив на них мимолетного взгляда а многие даже останавливались чтобы поближе рассмотреть их так что у окна столпилось немало народу мне некуда было спешить и я решил переждать пока народ разойдется и мне можно будет попристальнее разглядеть удивительных кукол против этого окна у края тротуара стоял фонарный столб я прислонился к нему и стал ждать в толпе была старая леди такая толстая что ее нельзя было не заметить она одна занимала больше места чем двое обыкновенных людей ей захотелось что-то рассмотреть в нижней части окна она нагнулась и вытянула шею не спуская глаз толстой леди и не понимая что она так долго рассматривает я заметил мальчика чуть-чуть побольше меня ростом он придвинулся очень близко к ней и подражал всем ее движениям он провел рукой по ее шелковому платью потом быстро отдел руку прочь в эту минуту свет от газового фонаря упал на его пальцы и показал мне что он держит кошелек сквозь шелковые петли которого блестит кучка серебряных монет мальчик быстро спрятал кошелек в карман выбрался из толпы и никем не замечено исчез в темноте толстая леди постояла еще несколько секунд перед окном и пошла дальше по улице весело улыбаясь и покачивая головой она видимо думала о забавных китайцах какое счастье для этого мальчика таки чудный шелковый кошелек набитый деньгами я то продала и сапоги и чулки за шиллинг да за кусок хлеба а он в одну минуту добыл себе по крайней мере десяток шиллингов какой смельчак какой счастливец а что если бы этот кошелек достался мне такие мысли одна за другой промчались в моей голове а за ними последовали другие мысли такие преступные что я невольно огляделся по сторонам как будто боясь что кто-нибудь услышит их как это легко пока ты стоял на месте и дрожал можно было три раза сделать дело ты просто трус у тебя не хватает смелости да положим отвечал я самому себе дело нетрудное когда подвернется такая толстая старуха с оттопыренным карманом в шелковом платье тут всякому нетрудно тут и я пожалуй мог бы но главное когда дождешься другого такого случая и вот я стояла у фонарного столба поджидая случай ждать мне пришлось недолго счастье которое помогло мне при моем первом подвиге на Комингардовском рынке не оставило меня и теперь не простоял я и пяти минут как из магазина вышла дама правда не толстая и не старая но в шелковом платье и стуга набитым кошельком выходя из лавки она держала этот кошелек в руках и казалось считала в нем деньги затем она защелкнула его и сунула в карман вот если бы она подошла к окну мелькнула у меня в голове и она действительно вмешалась в толпу любовавшуюся китайскими куклами я пробрался туда же вслед за нею и старался делать все так же как тот мальчик я притворился что внимательно разглядываю китайцев а между тем рука моя осторожно скользила по складкам шелкового платья к карману через минуту пальцы мои нащупали тонкую шелковую сеть кошелька и вот уже он у меня в руках и я пустился бежать я бежал долго не останавливаясь и переводя дух в глухом темном переулке я остановился и решил посмотреть на свою добычу я вынул из кармана кошелек высыпал из него деньги и пересчитал их при свете фонаря оказалось что у меня было целых 18 шиллингов и 4 пенса никогда в жизни не бывало у меня в руках столько денег даже в половину даже в четверть столько я решительно не знал что мне делать то есть не знал что мне купить наконец я зашел в харчевню и поужинал за 4 пенса весь вечер я или ел или придумывал что бы поесть раз пять заходил я в ловчонки и съедал по 2 пенсовой сосиске потом угостился куском хлеба с патокой а в конце концов купил себе на пенни шоколаду в заключении когда собираясь на ночлег я стал считать свой капитал оказалось что я истратил не особенно много и после того как я купил себе пару крепких сапог у меня все еще оставалось 3 шиллинга и 6 пенсов не считая монеты в 10 шиллингов которую я засунул за подкладку куртки заколов ее булавкой и вот я стал настоящим вором впрочем сначала я твердо решил не повторять моего сегодняшнего преступления конечно сделанного не вернешь но никто кроме меня не знал о моем воровстве и никогда не узнает я с утра стану придумывать за что мне приняться когда у человека в кармане 13 шиллингов и 6 пенсов он может найти тысячу средств прожить честно да конечно можно было найти тысячу средств прожить честно но к сожалению я должен сознаться что не нашел ни одного после обеда я пошел прогуляться по Тетикотлейну и там остановился подле одного магазина в окне был вывешен желтый шелковый платок разрисованный синими птичьими перьями точно такой платок носил на шее мой отец я вошел в магазин и купил платок за 3 шиллинга и 6 пенсов рассудок говорил мне что я делаю глупость но я утешал себя мыслью что купил платок в память об отце это вызвало во мне мысль о доме мне стало грустно и я выпил кружку пива чтобы развеселиться не знаю пиво ли было очень крепкое или с непривычки оно на меня так сильно подействовало но я вдруг пришел в такое возбуждение что уже совсем перестал бояться своих врагов и готов был встретиться лицом к лицу даже с мистером Белчером конечно если с ним не будет двуствольного ружья в эту минуту я проходил мимо маленького оружейного магазина и мне пришло в голову что человек которого преследует весь свет непременно должен ходить с оружием в руках я вошел в магазин и купил страшный с виду старый пистолет за два шиллинга и три пенса к вечеру я понял что ужасно неудобно таскать это оружие в кармане штанов и потому продал его в ту же лавку за один шиллинг и четыре пенса таким образом разошлись по мелочам все мои восемнадцать шиллингов и четыре пенса я продал красивый шелковый платок с птичьими перьями за восемнадцать пенсов и через три дня стоял среди улицы таким же бедняком каким был в ту минуту когда наблюдал за толстой леди прислонять к фонарному столбу против богатого фруктового магазина и вот впрочем легко догадаться как пошла моя жизнь труден только первый шаг сделав его я уже не останавливался я старался убедить себя что я несчастный всеми покинутой сирота что все меня преследуют и ненавидят что я поневоле должен поступать нечестно чтобы не умереть с голоду когда я украл второй кошелек мне уже было жалко что там нашлось всего только четыре шиллинга а когда я украл третий и сам не помню что чувствовал так как за ним скоро последовали четвертый пятый и так далее впрочем я недолго вел жизнь карманного вора никак не больше двух месяцев сколько денег удалось мне украсть в это время не помню знаю только что я разбогател до того что мог взамен старой одежды данной мне Ирфордской полиции купить себе очень порядочный даже нарядный костюм и ночевал я уже не в трактире а в меблированной комнате на улице Вентфорд Часть двадцать первая Я ознакомлюсь с Джорджем Гаткинсом В один июльский вечер я прохаживался по чипсайду так как теперь у меня был приличный костюм я смело появлялся на больших и богатых улицах поглядывая по сторонам с беззаботным видом благонравного мальчика вышедшего подышать свежим воздухом я заметил старого джентльмена внимательно разглядывавшего что-то у витрины чулочного магазина это был один из тех джентльменов от которых карманным ворам хорошее поживо очень толстый с большим животом когда он чуть-чуть наклонился фалда его сюртука сильно оттопырились и карман распахнулся передо мной самым соблазнительным образом нельзя было упустить такой удобный случай я ощупал карман в нем лежало что-то твердое четырехугольное я запустил туда руку и через секунду вытащил красивый кожаный бумажник до сих пор мне удавалось таскать кошельки и всякую ничтожную мелочь но ни разу не попадался мне под руку набитый деньгами бумажник дрожа от восторга я быстро свернул в соседнюю улицу осторожно открыл бумажник и при свете фонаря увидел целое богатство кучу золотых монет и бумажных стерлингов на крупную сумму это так поразило меня что я стоял секунд пять неподвижно прикрывая бумажник полою куртки и не зная на что решиться вдруг чья-то рука легла мне на плечо не вздумай бежать произнес голос незнакомца явившегося как будто из-под земли от меня не убежишь я готов был поклясться что никто не следовал за мной от чипсайда появление этого человека как гром поразило меня я быстро швырнул в бумажник водосочную трубу и повернулся вполне уверенно что меня задержал или полицейский или обокраденный мною старик но я ошибся меня держал за ворот незнакомый мужчина одетый очень шикарно с блестящим перстнем на пальцы он поднял брошенный мной бумажник и спокойно положил его себе в карман точно это была его собственность правду говорят что дуракам счастье заметил он продолжая держать меня за ворот и увлекая за собой в темную улицу пожалуйста отпустите меня заговорил я жалобным голосом не помня себя от страха я нашел этот бумажник право нашел только он мне не нужен возьмите его себе если хотите может вы его потеряли нашел конечно нашел насмешливо проговорил незнакомец неужели же заработал ну говори для кого работаешь спросил он вдруг резким голосом когда мы уже прошагали пол улицы он должно быть принимает меня за какого-нибудь честного мастерового мелькнуло у меня в голове я работаю проговорил я приживающимся голосом у одного переплетчика невдалеке от Уайтчеппеля ложь сердито закричал незнакомец не запирайся не ври ты живешь у Симонса или у Томми Мартинса не знаю никакого Симонса и никакого Мартинса вскричал я несколько оправившись от испугу пустите меня берите себе бумажник только меня оставьте в покое я сверну тебе шею если ты не скажешь мне правды грозным голосом произнес незнакомец говори сейчас для кого ты работаешь не для кого сам для себя незнакомец выпустил из рук воротник моей куртки и несколько секунд смотрел мне прямо в глаза послушай сказал он наклонясь ко мне и говоря почти шепотом не думай что меня можно обмануть говори правду если у тебя есть хозяин это не беда если нет скажи тебе же будет лучше а вы не полицейский не сыщик спросил я я полицейский вскричал незнакомец и громко расхохотался ах ты простота и берется за воровство ты давно занимаешься этим делом два месяца и ни разу не попадался ни разу удивительное счастье такой простофиле должен бы сразу попасться надо взять тебя в руки пойдем-то пойдем-ка со мной по тону его голоса было видно что он намерен забрать меня в руки это мне совсем не понравилось я боялся его не меньше чем полицейского благодарю вас сэр сказал я я не хочу чтобы меня брали в руки не хочешь свирепо заорал он на меня есть кому дело для того что ты хочешь и чего не хочешь у тебя до сих пор не было хозяина а теперь будет ступай за мной мы вышли на улицу полтри свернули в один переулок потом в другой в третий и вышли на улицу Кэт он не держал меня а между тем я покорно следовал за ним и мне даже не приходило в голову бежать такой страх внушал он мне своим грозным и решительным видом когда мы дошли до половины улицы Кэт он постучал в дверь одного дома и нам отворила нарядно одетая молодая женщина я не ждала тебя так рано Джордж сказала она ласково целуя незнакомца я привел к нам нового жильца Сьюзи сказал он указывая ей на меня это по-видимому было ей неприятно неужели тебе еще не надоели жильцы недовольным голосом проговорила она наверное и этот проживет у нас не дольше того конечно если он вздумает выкинуть со мной какую-нибудь шутку а что чай готов готов мы вошли в очень хорошо меблированную комнату на столе около камина стоял чайный прибор Джордж бросился на диван и лежал на нем молча заложив руки под голову молодая женщина принесла чайник и яичницу с ветчиной на меня она смотрела по-прежнему с явной враждебностью не суетесь под ноги если не хотите чтобы вас обварили сердито сказала она проходя мимо меня с чайником будешь пить чай спросил у нее Джордж нет я уже пила ну так убирайся к чертям она вышла из комнаты сердито хлопнув дверью а ты обратился Джордж ко мне хочешь чаю нет благодарю вас сэр ну все равно я буду пить и говорить а ты сиди и слушай откуда ты этот вопрос был для меня неожиданностью как сказать ему откуда я из Клеркенуэлла из Кемберуэлла или из Уэдфордской улицы Джордж заметил мое смущение не хочешь не говори сказал он мне все равно мне только надо знать есть ли у тебя настоящий дом есть ли у тебя отец и мать я убежал из дома я туда не вернусь отчего от того что меня там до смерти и забьют а вот оно что ну это отлично тебе и не нужно идти никуда ты будешь жить здесь здесь да я беру тебя в учение я дам тебе еду и квартиру а ты должен работать на меня что же я буду делать да тоже что делал два месяца не скажу чтобы ты был искусным воришкой но ты мне понравился из тебя может выйти прок если тебя немножко подучить до сих пор тебе везло но на одно счастье рассчитывать нельзя надо стараться приобрести искусство ты меня конечно не знаешь но спроси у любого полицейского кто такой Джордж Гапкинс и каждый скажет себе а это известный воспитатель воров как его не знать вот я и хочу взяться за твое воспитание благодарю вас сэр проговорил я чувствую что должен что-нибудь ответить вы очень добры если хотите помочь мне помочь тебе я хочу сделать тебя счастливым сотни уличных мальчиков позавидовали бы тебе если ты останешься у меня через месяц тебе стыдно будет вспомнить о том как ты неловко устроил сегодня эту штуку он указал рукой на свой карман в котором все еще лежал украденный мной бумажник как тебя зовут Джим Смит я боялся назвать свое настоящее имя и хотел сказать то какое мне дали Молди и Рипстон но заткнулся на первом слоге Джим Смит подхватил мой новый хозяин прекрасным ну скажи-ка по правде Джим несмотря на твое счастье ведь тебе не всегда везло один день бывало густо другой пусто не всегда в кармане звенели кроны а да и шиллинги то не всегда отвечал я где тут иногда перепадет кое-что а иногда и ничего но это известное дело слушай же что я хочу для тебя сделать я буду учить тебя нашему искусству буду кормить тебя в волю одевать как богатого франта давать себе денег на твои удовольствия хорошо еще бы даже очень хорошо отвечал я чувствую как мое отвращение к мистеру Гаткинсу исчезает а что же я должен делать за все это ты должен приносить мне все что тебе удастся добыть что ж я согласен сказал я едва скрывая свое удовольствие я боялся одного как бы он не передумал отлично это одна сторона дела а вот другая ты слышал что говорила про тебя миссис Гаткинс когда мы вошли что я проживу не дольше прежнего жильца да видишь ли этот прежний жилец был постарше тебя удивительно ловкий мальчишка он прожил у меня всего девять недель теперь он посажен в тюрьму на три месяца как тебе кажется хорошо ему там что ж хорошего сидеть в тюрьме а за что он туда попал а за то что он был плутый обманщик хотел надуть меня у меня не уживаются те мальчики которые вздумают меня надувать к тем кто ведет себя честно со мной я добрее отца родного случись с таким мальчиком какая беда я ничего не пожалею выручу его зато уж если кто вздумает обманывать меня для того я злейший враг не попадет он в тюрьму сам по себе я постараюсь упрятать его понимаешь еще бы ну и прекрасно теперь нам пока не о чем больше толковать если хочешь поди погуляй или сходи в театр есть у тебя деньги четыре пенса сэр у меня тоже есть кое-какая мелочь вот тебе три шиллинга и шесть пенсов мы не будем слишком роскошничать пока не увидим как пойдут у нас дела прощай приходи не позже одиннадцати часть двадцать вторая я встречаю старого товарища мистер Гапкинс запер за мною дверь и я мог идти куда мне вздумается что за человек был этот Гапкинс конечно у него были какие-то серьезные планы иначе он не показал бы мне своей квартиры не дал бы мне денег не стал бы откровенничать со мной он будет кормить одевать меня давать мне деньги на удовольствие за что только за то что я по-прежнему останусь воришкой я буду жить у него пока мне будет хорошо а чуть замечу что он относится ко мне дурно я брошу его и убегу что за глупец этот мистер Гапкинс я чуть не расхохотался на улице думая о том как наивен мой новый хозяин однако куда же мне пойти он сказал в театр отлично пойду в шордицкий театр где я так часто бывал с моими милыми приятелями и возьму себе место в ложе теперь мне скупиться нечего я купил пару сосисок пять апельсинов выпил кружку пива и направился к театру у входа уже толпился народ я узнал что в этот день шла новая пьеса в бенефис любимого актера и оттого собралось так много зрителей я попал в самую середину толпы меня тискали и толкали со всех сторон один мальчик работал локтями так усердно что совсем придавил в мой карман я слегка толкнул его и попросил не давить мои сосиски важная штука твои сосиски ответил он чего-то не съел их дома он стоял впереди меня и говоря эти слова не повернул ко мне головы но я тотчас узнал его по голосу рипстон неужели это ты смеет филд вот так встреча воскликнул мой старый приятель не обращая внимания на неудовольствие соседей он повернулся и протянул мне руку это движение оттеснило нас от дверей театра нас затискали и затолкали так что мы постарались выбраться скорее из толпы при свете большой лампы висевшие у подъезда мы смотрели друг на друга вот чудесная встреча скричал рипстон от восторга он чуть не задушил меня в своих объятиях я то думал что ты уж давным-давно умер а вместо того ты вырос на пол головы да каким франтом стал тебе должно быть сильно повезло с той поры как мы жили подарками а до франтовства мне было далеко но одежда у меня была хорошая конечно она могла показаться роскошной в сравнении с тою какая была она мне когда я заболел горячкой но рипстона уж разумеется никто не назвал бы франтом и куртка и штаны были у него из самой дешевой материи и страшно перепачканы лицо также не отличалось чистотой но особенно удивили меня его руки они были грязны как всегда и кроме того их ладони были покрыты мозолями чего я никогда прежде не видал на них когда эти мозолистые руки обвелись вокруг воротника моей щеголеватой черной курточки я почувствовал какое-то странное волнение чего же ты Смит спросил рипстон замечая мое смущение разве ты не рад нашей встрече а понимаю воскликнул он пристально поглядев на меня несколько секунд ты милый Смитфилд верно сделался честным и не хочешь знаться со мной так ведь я переменился ей богу это объяснение не только не успокоило меня а напротив заставило пожалеть что я встретил своего старого друга то есть как же это переменился в чем переменился рипстон спросил я да знаешь бросил я всю эту чушь что за жизнь вечно прятаться бояться всякого сторожа всякой торговки я тут встретился с одним мальчишкой с фабричным он меня уговорил да и помог поступить на завод деккера в спиттлфилде нелегко конечно а все таки хоть прятаться не надо получаю восемнадцать пенсов в неделю а живу в рабочем бараке главное товарищи хорошие а что молди спросил я с тайной надеждой что может быть хоть молди сделался настоящим мазуриком молди умер коротко отвечал рипстон умер да зимою ну пойдем скорее на галерку а то не найдем себе места я объявил что иду не на галерку а в ложу и уговорил рипстона пойти со мной я могу заплатить за твое место сказал я так как у меня в кармане больше шиллинга мне стыдно было признаться что у меня было целых три шиллинга ишь какой богач заметил рипстон у тебя место должно быть получше моего ты верно служишь в каком-нибудь магазине мануфактурных товаров так и есть ты угадал ответил я радуясь тому что он придумал мне занятие и ты должно быть долго копил денежки чтобы сегодня задать себе пир спросил рипстон ты всегда ловко угадывал сказал я избегая прямого ответа однако пойдем а то и в ложах не будет места мы уселись очень удобно в ложе где кроме нас было всего три человека я угостил рипстона сосисками и апельсинами и пока он ел спросил что же стало с молди да с ним случилось несчастье он свалился с крыши того сарая что был на берегу реки помнишь помню как же ну вот ты помнишь и то продолжал рипстон наклоняясь ко мне и говоря почти шепотом что наши дела шли очень плохо когда ты заболел горячкой после тебя они пошли еще хуже тот фургон в котором мы ночевали с тобой перестал появляться подарками а в другие повозки нас не пускали все боялись что мы заражены горячкой от тебя нам пришлось спать на голых грязных камнях на улице нам тоже не везло разносчики и торговцы гоняли нас полицейские следили за нами работы никакой а стащить что-нибудь знаешь по-старому и не думай а тут еще завернула непогода да такая что просто беда уж не знаю как мы прожили два месяца до Рождества к празднику всякий известно ждет себе чего-нибудь получше а нам и ждать то нечего было молоди совсем приуныл отморозил себе руки и ноги сидит да стонет просто всю душу вытянул а у нас подарками Рождество справляют весело всякий дает сколько-нибудь денег устраивают складчину разводят огонь пьют курят и песни поют прошедший год мы тоже давали денег в складчину а нынче ничего не могли дать вот мы и сидим себе голодные да холодные в темном углу пока другие там угощаются да празднуют а Моулди совсем пришел в отчаяние он ведь всегда любил поесть а тут слышит запах жареного мяса а у самого с утра крошки во рту не было он говорит постой же Рип будет и на нашей улице праздник полно мучиться не хочу больше если счастье не дается в руки я сам его возьму я подумал он это так со злости говорит мне и в голову не пришло что он задумал что-нибудь серьезное я лег спать и не стал расспрашивать его только на другое утро просыпаюсь смотрю Моулди уже нет что такое он никогда не уходил не сказавши мне пытаюсь разузнать у всех знакомых никто его не видел иду на базар и там нет Моулди возвращаюсь домой часов десять только спускаясь по ступенькам а какой-то мальчишка спрашивает ну что видел его как он себя чувствует у меня так сердце и замерло про кого ты это так говоришь да про твоего говорит дружка про Моулди ведь он в больнице разве ты не знал он полез на крышу сарая за свинцом там на берегу стал спускаться по трубе да и свалился переломал себе ноги и ребра вряд ли доживет до утра Рипстон так увлекся своим рассказом что не заметил как поднялся занавес и началось представление впрочем первым номером программы был балет до которого мой приятель был не охотник он отер слезы и продолжал свой рассказ я конечно сейчас же в больницу говорю привратнику что я брат Моулди тот меня впустил и велел мне спросить палату у сестры Мелии там ко мне вышла сестра Мелия ты говорит не Рипстон ли Моулди все тебя звал ему бедняжке уже недолго жить на свете приводит меня в комнату где он лежит смотрю его обмыли одели в чистое платье он лежит такой бледный бледный а глаза у него стали большие да синие я никогда прежде не замечал что у Моулди синие глаза а он чуть завидел меня протягивает мне руку как я рад говорит Рип что ты пришел я думал так и умру не простившись с тобой а я и сказать ему ничего не могу затело у меня что-то в горле слова не дает выговорить а Моулди все держит меня за руку вдруг как задрожит посмотрел на меня кивнул мне головой и умер слезы прервали речь Рипстона я в виде утешения сунул ему в руку большой апельсин он несколько секунд шесточением сосал его и затем продолжал когда Моулди умер его смерть так огорчила и потрясла меня что я сделался другим человеком я решил что непременно переменю свою жизнь не знал только с чего начать за что приняться а тут как нарочно смотрю на соседней койке тоже мальчишка сидит в халате да только видно уже поправляется веселый такой ты что говорит брат голову повесил ничего не поделаешь все там будем сначала мне будто обидно показалось а потом ничего вижу это он не со зла разговорились он мне и рассказал что служит на заводе ему там тачкой ногу придавило ну да ничего на этот раз дешево отделался зажило понравился он мне и так не захотелось мне одному подарки возвращаться я ему все рассказал он мне и говорит не миновать тебе тюрьмы наверняка попадешь за решетку поступай-ка лучше к нам я тебя устрою ну и правда устроил вот и вся моя история как-нибудь заходи к нам посмотришь как мы живем не казиста конечно а только ребята хорошие а теперь ты про себя расскажи тебе видно больше моего повезло я и забыл теперь что такое воровство а ты у меня не хватило духу отвечать на его вопрос я только кивнул ему головой знак согласия тебе это должно быть было легко сказал он ты ведь еще не привык воровать помню я как нам с молди бывало смешно глядеть на тебя когда ты отправлялся на промысел ты никогда не был настоящим вором у тебя и смелости не хватало я думаю если бы не мы с молди ты никогда не стал бы воровать может быть проговорил я тебе я думаю теперь приятно вспомнить что ты не был таким негодяем как мы с молди да конечно приятно смотри рип какой славный танец да отличный танец а я все думаю как это хорошо что мы встретились когда оба переменились нам было бы совсем не так весело если бы переменился только один из нас что если бы я жил по старому а ты уже сделался бы честным ты пожалуй не захотел бы разговаривать со мной а если бы ты заговорил как бы я тебе отвечал думаю скрыл бы от тебя что я все еще воришка или сказал бы тебе правду и стал бы насмехаться над тобой что ты такой франт такой важный никогда в жизни не видел я чтобы рипстон был так разговорчив каждое слово его было для меня острым ножом в последнее время совесть моя приумолкла но рипстон растормошил ее снова мое знакомство с ним и с моулди было особого рода оно легче всякого другого могло превратиться в дружбу известие о смерти моулди само по себе взволновало меня но главное мой старый друг рип которого я любил больше всех сделался честным не понимая что делает он расстравлял мою рану и я готов был провалиться сквозь землю в то же время я боялся что рипстон заметит мое смущение и это еще больше увеличивало мои муки страх мой оказался не напрасным вообразив себе какова была бы наша встреча если бы он остался воришкой а я вышел бы на честную дорогу мой старый приятель развеселился толкая меня локтем под бок он спрашивал с веселой улыбкой неужели мне не смешно мне нисколько не было смешно я не мог заставить себя не только смеяться но даже улыбнуться я смотрел прямо перед собой сдвинув брови и стиснув зубы рипстон вдруг перестал смеяться что с тобой смиф спросил он взяв меня за руку у тебя что-то неладно ты ведь служишь в магазине это правда тут поднялся занавес и началось представление так что я мог оставить вопрос рипа без ответа чтобы скрыть свое смущение я принялся хлопать в ладоши и кричать вместе с публикой браво пьеса была интересная в ней изображалась жизнь одного несчастливца в первом действии он еще малый ребенок и мать носит его на руках отец его отъявленный пьяница требует у жены денег и сильно колотит ее когда она отвечает что у нее нет ни гроша это к смиф и у вас в доме бывало заметил рипстон после первого действия помнишь ты рассказывал как отец твой колотил твою мать мне живо вспомнилась моя бедная мама ах хорошо иметь мать смиф продолжал рипстон ты я думаю очень жалеешь теперь когда ты переменился что у тебя нет родной матери мне так было хорошо как я вернулся к своей она меня обняла да так крепко что кости у меня затрещали и сама чуть не умерла от радости ах что я тогда почувствовал смиф у меня навернулись слезы мне хотелось признаться рипу во всем но стыд удерживал меня в эту минуту я от души презирал габкинса и не чувствовал ни малейшего желания вернуться к нему во втором действии франк так звали ребенка стал уже взрослым мальчиком мать его умирает ему нечем похоронить ее и он вынужден украсть кошелек чтобы купить своей матери гроб за это его арестовывают и ведут в тюрьму в третьем действии он уже вышел на волю пьянствует с ворами и разбойниками им нечем заплатить за выпитое пиво и он опять ворует какие-то деньги его снова сажают в тюрьму и набивают ему на ноги железные кандалы в четвертом действии он работает на каторге вместе с другими ссыльными в пятом действии он отбыл срок и ищет работы чтобы жить честным трудом но ничего не находит он встречает одного своего знакомого каторжника который подговаривает его на какое-то дурное дело в шестом действии он вместе с каторжниками забирается в контору убивает сторожа и похищает все деньги полиция застегает их на месте преступления каторжник бежит а франка снова сажают в тюрьму в седьмом действии франк сидит в тюрьме закованной в цепи он раскаивается в своих дурных поступках и его мучит совесть вдруг он видит во сне свою мать она утешает и ободряет его он плачет и идет на казнь спокойно без всякого отчаяния в это время развертывается длинная полоса бумаги на которой крупными буквами написано любовь матери бесконечна часть 23 мое намерение перемениться быстро исчезает пьеса вызвала громкие рукоплескания зрителей меня она так растрогала что я не решился взглянуть на Рипстона чтобы он не увидел моих слез какая славная пьеса не правда ли Смив сказал он пока мы проталкивались сквозь толпу при выходе из театра в ней так хорошо показано что человек вовсе не делается преступником сразу в один прекрасный день нет жизнь делает его негодяем постепенно день за днем мало по малу любовь матери бесконечна это я думаю значит что мать всегда прощает надо только подумать о ней и сразу станет легче да да так и есть это верно о мачехах там ничего не сказано Смив я думаю ты очень расстроился бы если бы увидел во сне свою мачеху я постарался засмеяться в ответ на его слова но мне было вовсе не до смеха что с тобой с чего это ты вдруг разревелся спросил Рип в эту минуту мы вышли на улицу полно перестань тебе не нужно ходить на печальные пьесы если ты такой нюня что у тебя нет платка на возьми мой и он вынул из кармана какую-то грязную тряпку ах Рип ну перестань же ты заболел что ли смотри уже десять часов нам пора по домам мне идти далеко а ты где живешь к которому часу тебе велели вернуться где лавка твоего хозяина последний вопрос он сделал тревожным голосом как будто у него опять мелькнуло подозрение я не живу в лавке проговорил я смущенно наклоняясь ближе к его уху у меня нет хозяина нет хозяина так чем же ты живешь где работаешь нигде нельзя же называть наше прежнее занятие работой наше прежнее занятие с удивлением скричал Рип неужели ты в самом деле не переменился с миф нет этого не может быть да я переменился сквозь слезы ответил я только я стал еще хуже вот как в пьесе Рипстон остолбенел он долго стоял задумавшись и растерянно глядел на меня ты из-за этого плачешь смиф спросил он я молча кивнул головой значит ты хочешь перемениться еще бы очень хочу рад бы хоть сейчас да не знаю как вот бы ты помог мне как же я могу тебе помочь не знаю если бы мне поступить туда даже где ты я уж об этом думал с жаром сказал Рипстон попробуй поговорить с нашим мастером пойдем скорее а то у нас на заводе закроют ворота я твердо решился последовать совету Рипстона и мы быстро пошли по улице но едва сделали мы несколько шагов как перед нами появился Джордж Гапкинс он стоял прислонясь к фонарю когда я проходил мимо он положил руку мне на плечо по-видимому с полным добродушием но я почувствовал что он крепко держит меня ах вот ты где произнес он голосом ласкового упрека экой ты нехороший непослушный мальчик как тебе не стыдно ходить в такие дурные места когда ты знаешь что твоя добрая тетенька терпеть этого не может неужели ты никогда не отстанешь от дурных знакомств а ты мальчишка обратился он к Рипстону если ты еще раз вздумаешь совращать его с пути я сведу тебя в полицию пошел вон убирайся я был так поражен неожиданным появлением Габкинса что не мог выговорить ни слова Рипстон очевидно удивленный его щегольским нарядом и повелительным тоном смотрел то на меня то на него широко открыв глаза от удивления ну что же идешь со мной Смив спросил он наконец а не то прощай прощай Рип может быть мы скоро увидимся он пошел дальше и я видел что он несколько раз оборачивается и смотрит на меня все так же удивленно с каким это негодяем я тебя встретил спросил Джордж не снимая руки с моего плеча и увлекая меня в сторону улицы Кэт он не негодяй он честный мальчик отвечал я а если он честный мальчик так чего же он связывается с таким воришкой как ты насмешливо заметил мистер Гапкинс и тебе что за надобность знаться с честными мальчиками ты должен помнить свое дело и не забывать что работаешь на меня я был так смущен что ничего не ответил он снял руку с моего плеча я мог убежать от него и догнать Рипстона мысль эта мелькнула у меня в голове но у меня не было сил привести ее в исполнение Джордж Гапкинс наводил на меня необъяснимый страх я не смел ни на шаг отставать от него о чем же это ты разговаривал с честным мальчиком спросил он о прежней жизни отвечал я о прежней жизни это когда ты был честным мальчиком нет когда он был воришкой а так он не всегда был честным Джим что же он делал я почувствовал что поступаю дурно выдавая старого приятеля но не смел противиться воле хозяина мы сказал я поворовывали вместе с ним всякую мелочь на рынке в Коментгардене и жили вместе подарками вот что а теперь где же он живет что он делает он работает работает возится с какой-нибудь грязной тяжелой работой бедный мальчик и много он зарабатывает восемнадцать пенсов в неделю и за это он должен трудиться целые дни и ходить в грязи с самого утра понедельника и до позднего вечера субботы знаешь сколько он получит за весь год три фунта восемнадцать шиллингов ну что же это немало немало за целый год работы да знаешь ли ты сколько было денег в бумажнике которые ты сегодня подцепил двадцать семь фунтов то что он заработает в семь лет что бы он сказал если б узнал что ты в одну минуту не пачкая рук можешь загрести столько денег сколько он заработает в семь лет думаю едва ли понравилась бы ему его честная жизнь может быть он сказал бы что лучше получать меньше да зато не бояться тюрьмы несмелым голосом заметил я ну конечно хорош виноград да зелен слыхал эту басню Джим так сказала одна лисица когда ей не удалось достать сочную виноградную кисть я не хочу чтобы ты слишком много о себе воображал Джим но ты должен понимать что без ловкости без таланта нельзя сделать ту штуку какую ты сделал сегодня а у того бедного мальчугана ловкости это должно быть не хватает вот он и принимается поучать других ведь он поучал тебя правда не знаю как сказать он рассказывал мне как он переменился и все такое ну да и как ему теперь хорошо живется и как ему страшно подумать о прежней жизни известное дело а ты что ему говорил о чем обо мне ничего что в это время мы пришли в пустынную безлюдную часть города произнеся произнеся последнее восклицание мастер гапкинс вдруг повернулся ко мне и посмотрел на меня с таким видом будто удивился что я осмеливаюсь отрицать очень хорошо известную ему вещь если бы я действительно говорил о нем я не мог бы выдержать его взгляда теперь же я смело посмотрел ему в глаза и повторил я ни слова не говорил о вас он вдруг захохотал еще бы вскричал он еще бы ты вздумал говорить обо мне первому встречному мальчишке в театре вот здорово было бы и он продолжал смеяться будто в словах его была какая-то забавная шутка вот что я тебе скажу о том мальчике заговорил через несколько минут гапкинс он просто дурак ничего больше конечно он в этом не виноват но он дурак это несомненно он попробовал вести привольную веселую жизнь иметь много денег и ничего не делать но способностей у него не хватило и вот он принялся работать как вол за три пенса в день а представь себе если бы он не был дурак если бы он был способный талантливый мальчик вот как ты неужели он согласился бы на такую жизнь да ни за что на свете и кого там на своем заводе он думает удивить своей честной и тяжелой работой кто похвалит его решительно никто всякий напротив скажет смотри мальчик помни что ты должен быть счастлив если мы не гоним тебя прочь чуть что не так мы тебя вышвырнем вон как негодного щенка ну вот мы и пришли домой мы вошли в комнату где нас ожидал великолепный ужин на столе стояло блюдо с горячим мясным пудингом другое блюдо с рассыпчатым картофелем два стакана и большой кувшин пива мистер гадкинс пригласил меня сесть за стол и стал самым радушным образом накладывать мне в тарелку вкусные кушанье этот великолепный ужин сразу после рассуждения моего хозяина о несчастной жизни Рипстона сильно поколебал мое намерение исправиться конечно бедный Рип мальчик без таланта я не понимал что значит это слово но оно мне очень нравилось может проводить всю жизнь таская на спине кулис углем а я другое дело он ведь не знает моих способностей он не знает что я целых два месяца жил сам по себе карманным воровством он не знает какое это легкое дело и сколько денег оно мне дало да и зачем в самом деле делаться таким жалким бедняком как Рип если никто не скажет за это спасибо а что Джим заговорил мистер Габкинс как ты думаешь что теперь ест твой честный знакомый купил бедняжка кусок хлеба с заплесневевшим сыром да и будь доволен правда думаю что так поддакнул я поест он да и завалится спать где-нибудь на нарах в тесноте и в грязи а да уж конечно засмеялся я вместе с мистером Габкинсом а у тебя очень хорошенькая спальня заговорил он снова после минуты молчания ты найдешь там в комоде рубашки и все белье костюмчик там так же висит хороший не знаю только будет ли тебе в пору а что есть у тебя часы у меня часы то я никогда и не мечтала такой роскоши я сейчас принесу мои мальчики всегда при часах он вышел из комнаты и через минуту возвратился держа в руках прелестные серебряные часы с длинной серебряной цепочкой он сам надел их на меня и очень ласково научил меня как заводить их при виде блестящей цепочки болтавшейся поверх моей куртки я сразу почувствовал какая бездна между мною и несчастным Рипом и стал с сожалением думать о его горькой судьбе после ужина мистер Габкинс выпил стакан Грога выкурил сигару спокойно развалился на диване и попросил меня рассказать ему что я видел в театре я принялся подробно передавать ему содержание пьесы так сильно растрогавшей меня на него пьеса произвела совсем не такое впечатление как на меня и на Рипа он беспрестанно прерывал мой рассказ какими-нибудь насмешливыми замечаниями доказывал мне что все действующие лица и идиоты и что в жизни никогда не бывало такой ерунды в конце концов мне стало очень стыдно что я мог растрогаться подобной нелепостью чтобы мистер Габкинс не угадал что я чувствовал в театре я соглашался со всеми его замечаниями смеялся громче его самого мы окончательно стали друзьями наконец он взглянул на часы ого как мы засиделись скричал он уже двенадцать часов пора спать Джим возьми свечку не беда что я останусь в темноте твоя комната наверху направо когда разденешься кликни меня я приду за свечой я от всей души пожелал ему спокойной ночи нет он совсем неплохой человек решил я и взяв со стола свечу отправился в свою комнату Габкинс предупредил меня что у меня будет хорошенькая спальня но о таком великолепии я не смела мечтать над кроватью засланной белоснежным бельем висели красивые ситцевые занавески на окнах были белые шторы на комоде стояло зеркало а на полу был послан мягкий-мягкий разноцветный ковер около умывальника висела белоснежное полотенце я смело шагнул в комнату но увидев всю эту роскошь быстро отступил чтобы посмотреть туда ли я попал нет ли другой комнаты направо нет никакой другой не было это действительно моя спальня я снял башмаки чтобы не испачкать чудесный ковер и робко подошел к постели мне очень хотелось хорошенько осмотреть всю обстановку этой прелестной комнатки но я вспомнил что мистер Габкинс сидит в темноте и потому поспешно улегся в постель я готов крикнул я можете взять свою свечку никто не ответил должно быть ему не слыхать из-за двери подумал я встал с постели отворил дверь и хотел было крикнуть погромче но вдруг услышал голос мистера Габкинса и той женщины что отворила нам дверь они как будто ссорили неужели я у тебя буду спрашивать когда мне уходить и когда приходить говорят тебе иду по делу и вчера и третьего дня ты и все уходил по какому-то делу и все это наглая ложь знаю я что у тебя за дела но если я лгу так и спрашивать нечего ухожу да и все и все и все голоса смолкли возьмите пожалуйста свечку закричал я опять через минуту Джордж вошел ко мне взял свечку и молча ушел после этого я тут уже услышал как хлопнула наружная дверь ссора мистера Габкинса с женой нисколько не тревожила меня он куда-то уходил она его не пускала что мне задело до этого я спокойно улегся в своей милой кроватке и уже стал засыпать как вдруг услышал стук в мою дверь кто там оденься и сойди вниз мальчуган мне надо поговорить с тобой я узнал голос миссис Габкинс она приоткрыла дверь поставила свечку на пол и не сказав ни слова удалилась часть 24 ночной разговор я не смела слушаться приказания миссис Габкинс ведь она была моей хозяйкой я быстро вскочил с постели и стал одеваться не надевай башмаков закричала она оставь башмаки наверху это новое приказание отчасти успокоило меня я помнил как неласково она приняла меня и боялся что теперь когда Джорджа не было дома она просто выгонит меня на улицу но в таком случае она конечно не запретила бы мне надеть башмаки спустившись вниз я увидел что она сидит в гостиной одна и что глаза у нее красные и опухли от слез войди же нетерпеливо скричала она видя что я в нерешительности остановился на пороге и запри за собой дверь я вошел все еще охваченный страхом подойди сюда поставь свечку на стол и дай мне хорошенько посмотреть на тебя я ведь по-настоящему еще не видела тебя не знаю что она подумала обо мне но пока она пристально и серьезно разглядывала меня красными заплаканными глазами мне почудило что она просто пьяна сядь был хорошим мальчиком мистер габкинс мистер габкинс не взял бы меня к себе я не знаю что значит совсем испорченный мальчик сказал я я думаю что я не совсем испорченный вы спросите лучше у мистера габкинса давно ли ты сделался карманным воришкой две три недели назад только недели а часто сидел за тюремной решеткой ни разу ни разу есть у тебя мать была да умерла когда я был совсем маленьким а отец не знаю может быть и он умер мне это все равно он я думаю тоже ворюга вечно сидит в тюрьме а отец в тюрьме что за чушь здорово отколотил бы он того кто посмел бы сказать ему такие слова мой отец честнейший человек я так рассердился что забыв свою робость смело взглянул ей в глаза она улыбнулась так отчего же ты его сын пошел по такой скверной дороге как ты познакомился с Джоджем он тебе нравится да очень поспешил я ответить он очень хороший человек он хороший человек скричала она со злобным смехом сказать тебе кто он он паук который незаметно затянет себя в паутину и высосет всю твою кровь высосет всю мою кровь горячность какой говорила миссис Гапкинс испугала меня он сосет кровь у всякого кто попадает к нему в сети он настоящий вампир как ты думаешь зачем он взял тебя к себе если она не знает зачем то пожалуй попадет мне от Джоджа Гапкинса если я скажу ей правду если же знает зачем отвечать ей было ясно что поссорившись с мужем она хочет восстановить меня против него нужно держать ухо востро решил я стоит мне сказать что-нибудь дурное против хозяина она завтра же чуть помирится с ним все перескажет ему и я пропал присмотревшись к ней я заметил что она совсем не пьяна и от этого мне стало еще страшнее нужно держаться от нее подальше подумалось мне юркну при первой возможности в дверь взбегу по лестнице и запросить в своей комнате мы с ним поладили сказал я примирительным тоном я всем доволен если что не так об этом можно поговорить завтра утром она несколько секунд глядела на меня с выражением жалости ее жалость смутила меня еще больше чем гнев хорошо если ты это говоришь только по неопытности проговорила она ты доволен доволен тем что тебе придется то и дело сидеть в тюрьме по несколько месяцев а может быть и по несколько лет доволен тем что всю жизнь будут называть себя карманником воришкой мазуриком и ты станешь позором для всех твоих близких положим у тебя нет ни отца ни матери но неужто нет никого кто был добр к тебе перед кем тебе придется краснеть когда тебя посадят в тюрьму да конечно у меня был такой человек я вспомнил миссис Уингшип я вспомнил ту ночь когда она и Марта приютили накормили одели и приласкали меня я вспомнил как она хотела сделать из меня честного мальчика и почувствовал что мне будет очень и очень тяжело если она узнает что я сижу в тюрьме за воровство но с какой же стати мне этого бояться ведь Джордж Гапкинс обещал выручить меня из любой беды я не попаду в тюрьму сказал я я уже больше двух месяцев занимаюсь этим делом и ни разу не попадался а тогда я был совсем один и мне еще никто не помогал нашел помощников скричала она он же тебя и засадит в тюрьму на это он мастер тысячу раз он говорил мне я никогда не пускаю в дело новых мальчишек пока не избавлюсь от прежних каждый служит у него покуда не станет известен полиции а чуть за ним начинают следить понимаешь трудно было не понять а мистер Гапкинс говорил мне совсем другое заметил я он обещал что не пожалеет никаких денег чтобы выручить меня из беды обещал да разве можно верить обещаниям такого лгуна слушай мальчик ты можешь завтра же выдать меня мужу и он и забьет меня до смерти это ему не впервой а впрочем все равно надоела мне эта жизнь она положила голову на стол и заплакала так горько что у меня у самого выступили слезы на глазах пожалуйста не бойтесь сказал я подходя к ней я ничего ему не скажу зачем я стану вредить человеку который желает мне добра да я желаю тебе добра сказала она поднимая над столом заплаканное лицо все что я тебе говорила правда истинная правда я вам верю я вам верю но посоветуйте мне что же мне делать поди ляг в постель и сам хорошенько подумай поди подумай куда тебе деться когда ты убежишь а вдруг он погонится за мной что тогда придумай такое место куда бы он не смел за тобой гнаться иди ложись и думай прощай я вернулся в свою комнату сильно взволнованный хорошо ей было говорить подумай до чего я мог додуматься после всех сегодняшних передряг одно только было мне ясно миссис габкин сказала мне правду ее муж негодяй и если я останусь у него меня ожидает самая горькая участь я должен бежать но куда сколько я не старался я так и не мог придумать засну ка я лучше сказал я сам себе а завтра еще раз поговорю с ней она наверное присоветует мне что-нибудь на великолепных часах подаренных мне накануне мистером габкинсом было восемь часов когда я проснулся на следующее утро я не слыхал как мистер габкинс вратился домой но на лестнице послышались его шаги и я понял что он дома я ожидал что он окликнет меня но он не говоря ни слова прошел мимо моей комнаты и через несколько минут я услышал что он уходит из дому я лежал в постели и думал что же мне делать когда я встану как вдруг я услышал на лестнице шаги двух мужчин через несколько минут Джордж Габкинс вошел ко мне в комнату но Джим сказал он тебе кажется придется быть сегодня и поваром и слугою и всем на свете жена заболела и сильно заболела сэр спросил я вспомнив какое странное было у нее лицо вчера вечером да я сейчас ходил за доктором доктор говорит тиф болезнь миссис Габкинс оказалась нешуточную и затянулась надолго все это время я ни разу не видел ее мистер Габкинс нанял какую-то старушку которая ухаживала за больной готовила еду прибирала комнаты я усердно ей помогал другого дела у меня не было хозяин не исполнил своего обещания и не думал обучать меня всем тонкостям нашего ремесла он так боялся заразиться тифом что почти никогда не бывал дома он обедал вместе со мной в столовой сидя у открытого окна и беспрестанно нюхая баночку со спиртом затем уходил и не возвращался домой до поздней ночи спал он в той же столовой на диване мое положение было очень недурное меня кормили хорошо хозяин всякий раз сдавал мне шиллинг когда я просил и позволял мне гулять где я хочу от 6 до 10 часов вечера он не только не научил меня дурному а напротив каждое утро уходя из дому говорил мне пожалуйста не берись за работу и не ходи ни в какие дурные места скучно тебе поди в театр или в концерт если тебе нужны деньги бери у меня а сам не добывай таким образом хотя я не забывал совета дано мне миссис габкин я находил что бежать теперь было бы глупо кроме того хотя я не видал моей больной хозяйки она часто давала мне мелкие поручения я оказывал ей небольшие услуги и мне казалось что я поступил бы очень неблагородно если бы бросил ее пока она больна через три недели миссис габкинс вышла из своей комнаты она была страшно худая и бледна волосы ее были коротко острижены и на голове у нее был чипец я с трудом ее узнал мистер габкинс не видавший своей жены все это время тоже был поражен переменой в ее лице эко и ты стала уродиной заметил он я на твоем месте не вышел бы из комнаты с таким безобразным лицом хотела бы я быть еще безобразнее на зло тебе отвечала она неласковым голосом было ясно что болезнь миссис габкинс не примирила моих хозяев воротившись на следующий вечер домой я увидел к своему удивлению что миссис габкинс сидит в столовой вместе с мужем и какими-то двумя незнакомцами все они мирно беседуют шутят смеются когда я вошел мистер габкинс указал своим приятелям на меня те внимательно осмотрели меня с ног до головы и потом мне было велено отправляться спать не знаю долго ли я спал но меня разбудило при косновении чьей-то руки к моему плечу я услышу голос миссис габкинс ты не спишь джим нет не сплю думал ты о чем мы говорили с тобой тогда ночью да много раз и что же ты решил послушаться меня да конечно только я не знаю куда мне бежать ты должен скорее придумать если завтра ты не уйдешь тебе придется каяться всю жизнь ты видел сегодня в столовой двух приятелей моего мужа пынера и джона армитеджа они затевают дурную штуку и возьмут себя в помощники какую же такую штуку грабеж — Ш-ш-ш, не спрашивай больше, завтра или послезавтра ночью в Фульгете, улица Прескотт, номер 12, у старого мистера Дженнета. Слушай, завтра утром, как только встанешь, иди туда и расскажи ему все, только ни слова обо мне, понимаешь? — Понимаю. Не беспокойтесь, пожалуйста, — отвечал я. — Я и не беспокоюсь. Я знаю, ты и добрый, и не захочешь за добро заплатить злом. Прощай, мне надо идти вниз, а не сейчас вернуться. Она потрепала меня по щеке своей горячей рукой и вышла. Поведение миссис Гапкинс показалось мне очень странным. Если она хотела, чтобы я убежал и не участвовал в дурном деле, зачем назвала она мне имена сообщников своего мужа и тот дом, который они собирались ограбить? Я ворочался в постели, думая и передумывая одно и то же, но моя глупая голова не могла ответить на эти вопросы. Наконец я решил, что на следующее утро, как только встану, побегу в Спитофилд, разыщу там Рипстона, расскажу ему все дело и попрошу у него совета. Сначала я хотела обратиться за советом к миссис Уинкшип, но, сообразив, что около ее дома могу встретить отца и что она, пожалуй, сердится на меня за измену мистеру Белчеру, отказался от этого плана. Часть двадцать пятая. Я изменяю Джорджу Гапкинсу. Занавес падает. На следующее утро, после завтрака, Джордж Гапкинс сказал мне, ты много не шляйся сегодня, не то устанешь к ночи, ты мне понадобишься. Зачем? — спросил я самым невинным видом. А тебе что за дело? Узнаешь, когда будет нужно. Через несколько времени он позвал меня в небольшую прачечную на другом конце двора. Там была маленькая кошечка, отворявшаяся в кухню. — Посмотри-ка, можешь ли ты пролезть через такое отверстие? — спросил он. Я с трудом просунул плечи сквозь окошечко и соскочил в кухню. — А нельзя тебе еще побольше нашуметь? — спросил он насмешливо. Я пролез еще раз, стараясь ступать как можно тише. — Вот это лучше, — заметил он. Попробуй еще раз на цыпочках. Я пролез еще и еще раз, всего раз двадцать. — Ну вот, теперь хорошо, — сказал Джордж. — Какие у тебя башмаки, Джим? — Клетки на толстых подошвах, сэр. — Это не годится. Тебе нужно купить пару тонких ботинок, которые ты мог бы легко снимать и надевать. Поди, купи себе сейчас на Бишоп-стрит. Есть башмачная лавка. Он дал мне десять шиллингов, и я ушел. Мне нужно было пройти мимо столовой. Миссис Гапкинс увидела меня. Она кивнула мне головой и тихо шепнула. — Пора, пора, беги. Потом будет поздно. В ответ я кивнул головой. — Мистер Гапкинс не объяснил мне, для какого дела я был ему нужен, но я понял, что мне придется влезать куда-нибудь в окно и, значит, принимать участие в грабеже. А за грабеж ссылают, как я слыхал, на каторгу. Значит, я погибну на всю жизнь, если не убегу как можно скорее. Не раздумывая больше, я направился к Спиталфилду. Я не знал, где именно находится завод, на котором работал Рипстон. Наверное, если я спрошу сталелитейный завод Беккера, мне покажут. Теперь как раз около двенадцати. Значит, рабочих скоро отпустят обедать. Я постою у ворота и дождусь Рипа. Завод мне действительно сразу показали. У ворот толпилось много женщин со свертками и сутками. Они, должно быть, принесли еду тем рабочим, которые обедают на заводе. А вдруг и Рипстона не выпускают на улицу, подумал я. Что мне тогда делать? Но в это время прозвонил колокол, и сразу во двор высыпали сотни рабочих. Все шли к воротам. Одни брали свертки у своих жен, а других сторож выпускал на улицу. Вдруг калитка широко распахнулась, и из нее выбежала ватага мальчишек. Я сейчас же увидел среди них Рипстона. В первую минуту он не заметил меня, но как только я окликнул его, он тотчас же радостно закричал. А, Смив, дружище, вот молодец, что пришел. Чарли, это тот мальчик, о котором я тебе говорил. Обратился он к товарищу. Ну, Смив, идем с нами в столовку, там и поболтаем. У нас полтора часа свободных. Мне не очень хотелось говорить при постороннем мальчике, но делать было нечего. Я попытался подмигнуть Рипу, но он ничего не понял. Тогда я решил рискнуть. Все равно он, верно, ничего не скрывает от своего товарища. Я не назову имени Габкинса. Мы пришли в столовку и заняли место в уголке за отдельным столиком. Рипстон с товарищем пошли к стойке, вынули из кармана в какие-то талоны и получили по тарелке похлебки и по куску хлеба. Я сказал, что не голоден. Пока они ели, я тихонько рассказывала им, что мне говорила жена моего хозяина и что затевается сегодня ночью. Ах, он мерзавец, закричал Рипстон, когда я кончил. Да его повесить мало. Сам какие штуки устраивает, а других подводит. Чего тут думать? Пойди да и скажи полиции. Нет, это не дело, Рип. Остановил его Чарли, до сих пор молча слушавший меня. Полицию путать не годится. Видно, что ты недавно стал рабочим. Настоящий рабочий никогда с полицией связываться не станет. Значит, по-твоему, так ему и позволить грабить да убивать? Нет, но неужто без полиции не обойтись? Ты ведь знаешь адрес того человека, которого он хочет ограбить? Обратился Чарли ко мне. Знаю, отвечал я. Ну и отлично. Пойди к нему сейчас и расскажи все. Он скажет себе спасибо. А если ему понадобится помощь, я ему таких молодцов приведу, что со всякими грабителями справится. Я посмотрел на Рипстона. Ну что ж, Смив, сказал он, немного смутившись. Оно и правда. Так, пожалуй, лучше. Ты не бойся. Если ты сам придешь, он не подумает, что ты такой же, как они. Только смотри, не мешкай, прибавил Чарли внушительно. Дело серьезное. Надо дать человеку приготовиться. Я вскочил на ноги. Я знал, что мне надо идти, но ужасно боялся. Да ты что, Смив, усмехнулся Рипстон. Трусишь, верно? Чарли, прибавил он, обратившись к товарищу, сходил бы ты с ним. У нас еще час времени, а то ему одному страшно. Ну что ж, пожалуй, охотно согласился Чарли. Ему, видно, было приятно, что к нему, словно к взрослому, обращаются за помощью. Я простился с Рипстоном, и мы быстро отправились в Фульгет. Это было не очень далеко. На той же окраине, где и завод. Для верности, мы спросили в соседней ловчонке, и нам сказали, что мистер Дженнет действительно живет в доме номер двенадцать один. Он старый моряк и уже давно поселился тут. Дом номер двенадцать стоял особняком в глубине маленького садика. Калитка оказалась незапертой. Когда мы позвонили у подъезда, нам отворил рослый молодой человек. Дома мистер Дженнет, смело спросил Чарли. — Отец дома, — ответил тот. — Вы по какому делу? Он ведь уже больше не плавает. — Верно он думал, что мы пришли наниматься к нему на корабль. — Нам нужно видеть мистера Дженнета, — по важному делу сказал Чарли уверенным голосом. Молодой человек окинул нас обоих удивленным взглядом, но ничего не сказал и вошел в дом. — Говорили, что он один живет, а у него вон какой сын, — заметил Чарли. — Мне было не до разговоров. Я страшно волновался и с каждой минутой все больше. Хорошо ли я делаю, что выдаю Гапкинса? Ведь из-за меня его могут сослать на каторгу, если мистер Дженнет заявит полиции. — А может быть, он не поверит мне и меня отправит в полицию? Ну, уже поздно было раздумывать. Дверь отворилась, и тот же молодой человек позвал нас в дом. Мистер Дженнет встретил нас очень приветливо. Это был широкоплечий старик с темным загорелым лицом и густыми белыми волосами. Он усадил нас против себя и спросил, какое у нас важное дело. Тут, видимо, и Чарли немного смутился. Он оглянулся на меня и сказал, — Вот этот мальчик, сэр, расскажет вам всю историю. Вы ему верьте. Это все правда. Я вам за него ручаюсь. Мистер Дженнет слегка усмехнулся, но потом серьезно посмотрел на меня и сказал, — Ну, выкладывай всю правду, я слушаю. Запинаясь и путаясь, я начал рассказывать. Он не прерывал меня. Понемногу я собрался с духом и уже довольно связно рассказал ему, что затевается нынешней ночью. Когда я кончил, он заметил точно про себя. — Вот, кстати, что мои мальчики пришли как раз сегодня. С этими словами он отворил дверь и крикнул, — Джон, поди сюда и позови Тома. Через несколько минут в комнату вошли два дюжих молодых человека. — В чем дело, отец? Что-нибудь случилось? Мистер Дженнет подробно передал им мой рассказ. Они задали мне еще несколько вопросов. Мистер Дженнет отозвал их к окну и несколько минут о чем-то совещался с ними. Потом обратился ко мне. — В котором часу ты ушел с улицы, Кэт? Я помнил, что было половина двенадцатого, когда я заглянул в столовую, где стояла миссис Гапкинс. — Теперь четверть второго, — сказал мистер Дженнет. — Он велел тебе купить ботинки и вернуться. — Да, сэр. — Ну так беги скорее за ботинками. — Но, сэр, — заметил я, — мои башмаки еще совсем крепкие. Мистер Дженнет улыбнулся и заметил. — А ты, похоже, хороший мальчик. Как только купишь ботинки, беги скорее на улицу Кэт. — Назад? На улицу Кэт? К Джорджу Гапкинсу? Да зачем же это, сэр? — Видишь ли, я хочу, чтобы он пошел на этот грабеж, — отвечал мистер Дженнет. — Тебе нечего бояться, — прибавил он, заметив, что я струсил. — Если бы ты был сообщником этих негодяев, тебе, конечно, досталось бы очень сильно. Теперь же другое дело. Ты помогаешь мне поймать их, и обещаю защитить тебя. Даю тебе честное слово, что с этой минуты и до конца всего дела мы с сыновьями глаз с тебя не спустим. Он положил руку на плечо и посмотрел мне прямо в глаза. — Могу я довериться тебе? — Можете, сэр, — сказал я. — Если вы говорите, что со мной ничего не случится, что вы не дадите меня в обиду, я исполню все, как вы велели. — Ну и прекрасно. Иди домой и не рассказывай никому, где ты был. — Тебе, верно, придется пролезать через наше окошечко. Так ты не бойся, я буду стоять подле и ждать тебя. Там будет, наверное, темно, но ты меня узнаешь. Я возьму тебя за волосы. Вот так. Ну, теперь ступай. Чарли заикнулся было, что готов помочь ему, но тот похлопал его по плечу и сказал, спасибо, малый. Хоть я и старик, да руки-то у меня, пожалуй, посильнее твоих. Недаром всю жизнь работал на корабле. И сыновья у меня ничего не дадут отца в обиду. После этого нам оставалось только отправиться домой. Чарли быстро попрощался со мной и побежал на завод. Он взял с меня слово, что на другой день я зайду к ним опять в обед и расскажу, как обошлось все дело. Мысли мои были смутны. Я знала только одно, что в точности исполню приказание мистера Дженнета. Когда я вернулся на улицу Кэт, Джорджа Гаткинса не было дома, и мне отворила дверь его жена. Я думала, что она очень удивится, увидев меня, но она пристально посмотрела на меня и весело воскликнула. А, ты вернулся, Джим. Да, я останусь здесь. Ну и отлично, я очень рада, что ты останешься. Вы же мне говорили, чтобы я ушел, с удивлением заметил я. Ну да, ты ушел и опять пришел, я очень рада. Через несколько минут она спросила меня, помню ли я то место, куда ее муж хочет идти сегодня ночью. Еще бы, сказал я, улица Прескотт, номер 12. Отлично, Джимми, скричала она, смеясь своим странным смехом. Ты умный мальчик, умеешь помнить секреты и хранить их. Славная штука, не правда ли? Да, очень, пролепетал я и в сильном волнении бросился наверх в свою спальню. Я так и не узнал, догадалась ли она, в чем дело. В четыре часа она ушла куда-то, оставив меня одного. Около семи часов вернулся Джордж Гапкинс. Он сначала рассердился, не застав жены дома, потом повеселел. За чаем он шутил и разговаривал со мной самым добродушным образом. Мне было очень тяжело слушать его шутки. Лучше бы он злился и ворчал, тогда у меня на сердце было бы легче. После чая он спросил. «Знаешь ты, Фульгет, Джим?» Я отвечал, что не знаю. Но все равно, надень свои новые ботинки и иди скорее к зданию банка, а там садись в фульгетский дилижанс. Когда едешь до Фульгета, спроси, где мост, и поверни в третью улицу за мостом. Там ты найдешь пивную. Войди в нее и спроси, дома ли мистер Незон. Отправляйся скорее. Надев новые ботинки, я с радостью вышел из душной комнаты на свежий воздух и быстрыми шагами направился к банку. В девять часов я дошел до улицы, указанной мне мистером Гапкинсом. Мальчик, стоявший за прилавком пивной, сказал мне, что мистер Незон ждет меня в своей комнате. И, войдя туда, я увидел Джорджа Гапкинса, Туиннера и Джона Армитеджа. Они сидели за столом и играли в карты. Я, мистер Незон, сказал мне хозяин, посиди и подожди немного, Джимми. Они продолжали играть и пить пиво. Хозяин распивочной несколько раз подходил к ним и заговаривал с ними, как со старыми знакомыми. Наконец, в половине двенадцатого, когда совсем стемнело, мы вышли на улицу. Джордж шел со мной впереди, а двое других следовали за нами. Мы прошли таким образом с добрую милю. Дорогой мистер Гапкинс объяснил мне, что я должен делать. Мне нужно пролезть в маленькое окошечко, осторожно пробраться вдоль стены и затем отодвинуть задвижку, запиравшую дверь. Ты не бойся, прибавил он. Если бы дело было опасное, я не взял бы такого мальчугана, как ты. Ты ведь можешь сделать все, что я тебе сказал. Могу, отвечал я, дрожа как в лихорадке. Все обойдется отлично, сказал мистер Гапкинс. Там нет даже собаки, а хозяин рано ложится спать. Он, очевидно, не знал, что мистер Дженнет был теперь не один. Мы повернули в небольшой переулок и подошли к забору. Плинер и Джон Армитедж догнали нас, и мы тихо, как кошки, перелезли через забор и подошли к большому темному дому. Ни слова не было произнесено. Джон Армитедж свинчил какие-то блестящие инструменты и влез на плечи к Туинеру. Минуты через две что-то звякнуло, и он соскочил вниз. «Сними ботинки, Джим!» — шепнул он мне. Дрожа от страха, я быстро разулся. Джордж взял меня на руки, влез на спину к Туинеру и просунул мои ноги в какую-то дыру. Тесновато, Джим, — прошептал он, — да ничего, ты пролезешь. Прижми крепче руки к бокам. Хорошо. Прыгай, не бойся, тут невысоко. Да не забудь о двери и задвижке. Я сделал все, что он мне приказывал, и при последних его словах прыгнул вниз. Здесь, к великому моему утешению, чья-то невидимая рука схватила меня за волосы, другая невидимая рука зажала мне рот, меня тихонько втолкнули в какую-то комнату и заперли там. Что было дальше, я не видел. Я слышал легкий скрип от одвигаемой задвижки, затем крики, громкий голос Джорджа Гапкинса, шум потасовки, топот ног и больше ничего. План мистера Дженнета вполне удался. Они хорошо проучили Джорджа Гапкинса и его товарищей, а на будущее время пригрозили не так разделаться с ними. Когда меня выпустили из чулана, грабители и след простыл. Мистер Дженнет пожал мне руку и сказал, что я молодец, и что он охотно взял бы меня юнгой, если бы еще плавал на корабле. Я переночевал у мистера Дженнета. На другой день меня покормили сытным завтраком, еще раз поблагодарили, и к двенадцати часам я опять побежал на завод. Рипстон и Чарли выскочили после звонка чуть не самые первые. Они подащили меня на соседние пустыри и заставили подробно рассказать, как все произошло. «Молодец!» — кричал Рипстон, когда я кончил. И даже Чарли одобрительно похлопал меня по плечу. По правде сказать, я совершенно не понимал, за что меня хвалят. Я ведь страшно трусила все время, хоть и старался не показывать страха. Но меня занимало другое. Я нерешительно посмотрел на Чарли и спросил, «А что, могу я тоже стать рабочим?» «Отчего же?» — отвечал тот. «Может быть, даже и сейчас найдется место. Вчера как раз мистер Краус, это наш мастер, говорил, что с завтрашнего дня будут ломать одну старую печь и ставить на ее место новую. Тут понадобятся еще мальчики, чтобы вывозить мусор. Хочешь, я порекомендую тебя». Я был в полном восторге. После обеда Чарли и Рипстон свели меня к мистеру Краусу, и он велел мне приходить на следующий день на работу. С этих пор я уже перестал быть маленьким оборвышем и сделался маленьким рабочим. Новая жизнь принесла мне много лишений, но как не тяжело мне порой приходилось. Меня поддерживала мысль, что я теперь не одинок, как прежде. «Рядом со мной мои товарищи. Они поддержат меня в трудную минуту, и вместе с ними мы когда-нибудь добьемся лучшего будущего для тех больших и маленьких оборвышей, которые с самого раннего детства не знают ни ласки, ни радости. Почти каждое воскресенье я прихожу к мистеру Дженнету на улицу Прескотт, номер 12. Мистер Дженнет встречает меня очень ласково. Он привязался ко мне всей душой, и я полюбил его, как родного отца. Порою я привожу к нему моего милого Рипстона. И какие чудесные истории рассказывает нам мистер Дженнет о своих морских приключениях». Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. «Апрель 1984 года». Читала Валерия Лебедева. КОНЕЦ США ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...